так потому что тут есть пример того как можно наблюдать за файловой системы ну понятно чтобы сделать перезагрузку кода сначала нужно сделать наблюдение за файловой системы но в общем вы понимаете что в ноги есть возможность работы с файлами во-первых через хэндлы просто открывать через open файл имеет handle и потом предоставляем этот handle тем функциям которые считают пишут и они точно так же как все там с ними второй способ это целиком файл прочитать прям в буфер там read файл это все тоже такое есть еще файловые потоки тоже и сейчас они сделали практически всех этих функций варианты синхронные асинхронные и провисовый три варианта почти каждая функция метри там некоторые вот файл watch он не может же быть синхронным он как бы с колбеком всегда значит одна из этих функций из api файловой системы как мы подгружаем requirefs это функция watch мы сейчас запустим и будем менять шестой файл причем этот watch он умеет работать как с каталогами так и с файлами то есть если мы что-то меняем в каталоге потом имя файла приходит к нам вот сюда вот в это место или в и в сейчас мы посмотрим я не помню подробно так это api для этого нам нужно 6 пример запустить но кроме этого нам нужно еще сплитнуть экран и тут тоже найти файлс и 6 начать менять вот если мы тут напишем это комент сохраним видите приходит сообщение причем приходит два сообщения про ченч файла это все правильно потому что ну так работает мой текстовый редактор он сначала файл создает под другим названием потом переименовывая от него летят повторные события если вы будете файл через в райт файл из другого процесса писать повторных событий таких не будет это исключительно моего текстового редактора особенности так давайте седьмой сейчас запустим что он там делает седьмой это автор и лот который будет просто на экран выводить буфер да не запускаю его но а в очередь он что давайте все таки посмотрим тут пошире что у него есть у него есть функция лот которая умеет просто целиком читать файл показать есть функция watch которая умеет установить просмотрщик и все вот это мы наблюдаем за файлом за каким файлом за первым и с правой стороны мы этот первый файл появляется 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 она так видите я когда сохраняют он сразу же эти изменения слева не отображает то есть мы так полностью наблюдаем за файлом стопаем все это дело и теперь идем в репозиторий файл system watch вот так файл system watch и в этом примере у нас да это тот же пример а этот пример наблюдения за папкой потому что если у нас есть live reload то нам бы хотелось наверное наблюдать сразу за целым каталогом исходника так давайте его тоже разберем тут у нас есть функция дисплей которая просто выводит есть последних десять записей списке изменений на экран и функция ls которая умеет брать каталог и передавать вот этой функции дисплей и функция watch которая как раз навешивает этот watcher и в конце мы все это инициализируем и запускаем давайте а какую папку мы смотрим прямо свою да хорошо но это тут тоже найдем файл system watch вот эта папка хорошо а нет даже не тут но я ее должен найти ладно второй пример оп запустили теперь файл файл system watch ну допустим создаем тут новый файл оп видите несколько событий при этом произошло сейчас оп вот мы такой лог пишем и полный список файлов в этом каталоге так вот я сейчас поправлю файл 1 эти логи пишутся вроде ну и тут кстати можно понимать что же делает мой текстовый редактор как только я делаю какие то изменения он создает файл с рельсой в имени вот удалил но оно почему то удаление как ренейм но в любом случае это особенности нодовского файл файл API он понимает только change и ренейм у него вообще других ивентов не бывает поэтому после каждого чейнджа и ренейма нужно перечитывать каталог с файлами просто ну и кроме того иногда еще случаются двойные события иногда еще тройные события ну не на линуксах а на других операционках иногда она дублируется ну для этого нужно наверное сделать такое то как я в пятницу показывал ограничение по количеству вызовов функции в определенное время троттл функции или дебоунс в общем чтобы допустим наша функция которая считывает каталог и выводит на экран запускалась не чаще чем одна секунда нужно сделать для этого обертку где будет проверяться время и передать ну как бы обернуть нашу функцию и передать колбек на события навесить уже вот эту вот обернутую функцию так теперь мы запустим еще третий пример а он у нас открывает сервер только мы сейчас посмотрим что же это за сервер такой на восьмитысячном порту он открывается он считывает каталог формируют кэш делает тут вот такой хешмап под названием кэш функция кэш файл умеет считывать и в кэш записывать этот файл если файл удален то есть вот error он не может быть считан то тогда он удаляется из кэша потом у нас есть функция кэш фолдер которая все файлы запихивает в кэш и watch навешивает этот обработчик собственно наш а create-сервер берет из кэша и отдает в браузер вот мы собственно сейчас запустили восьмитысячный оппал фау ну какие у нас там были файлы такой есть а если такого которого нету ну давайте о такой файл фау такс вот он мониторит выводит эти файлы и выводит список запрошенных да это список запрошенных ну делает он это из кэша как бы как продемонстрировать что именно из кэша он это делает непонятно потому что он за этим кэшом еще и наблюдает ну в общем вы по собственно тексту этого экзампла точно можете понять что это из кэша происходит сейчас посмотрим третий о и он собственно исходник показывает вот показывает как перезапустить сам джессов вот он сервит это из памяти у меня есть следующий есть пример для этого такс давай наверно что сделаем вот мы не перезапуская программу у нас с левого терминала программа у нас поменяем тут и поменяем тут что-нибудь будем такое отдавать вот это не будем закомментировать а мы сюда вместо дейты из кэша будем отдавать какой-нибудь и поймем что он сюда это дело о видите перезагрузил но это опять это код который не исполняется а код который просто кладется в кэш и отдается в браузер а теперь мы бы хотели сделать так чтобы у нас серверные серверный код то есть этот код в принципе может забираться на клиента и там вставляться в скрипт source и вот да вот такой пример тоже есть сейчас он у нас находится в репозитории и тут у нас есть сервер и есть три модуля в них просто экспортируется по несколько функций вот так просто пустые для того чтобы понять что что то экспортируется и импортируется сюда значит что у нас тут мы тоже устанавливаем устанавливаем watch на папочку lib где у нас эти модули лежат но сначала кэшируем их опять таки сейчас посмотрим функцию кэш холдов да он просто читает все файлы в каталоге и дальше у нас есть функция кэш файл которая умеет что сделать require ну во первых она сначала вот этот код удаляет из менеджера пакетов точнее ну вот как из загруженных пакетов у require есть функция resolve которая нам из имени файла дает по какому он ключу лежит в кэше require вот так то есть мы его можем из кэша require удалить потому что если просто так будем require второй раз он из кэша возьмет он ничего перечитывать не будет поэтому я не знаю это документированная или не документированная особенность для меня из кэша да я ее по моему не видел в доках я не помню но в любом случае в этом примере вы можете найти как это делается единственное что ну мне кажется что с переходом на вот этот новый джаваскриптовый импорт и экспорт директивы это как то будет делаться по другому потому что require это там уже не будет ну я думаю что многие require проживет еще прилично времени ну конечно они от него никуда не не денутся кроме того если от него отказаться если оставить импорт и экспорт тогда будет непонятно а как же очищать кэш ну то есть вот как же не такая задача что каждый второй делает честно говоря но если это вообще заберут могут забрать ну тогда мы будем использовать вместо require create скрипт и в 8 правильно все равно выйдем из положения это я вам чуть позже покажу как делать create скрипт и create контекст то есть запускать в песочницах код откомпилированный вот из строки просто ну это аналог эвола только безопасный ну в любом случае resolve там делает то же самое он там внутри в смысле не resolve а require делает то же самое он считывает джаваскриптовый файл сверху к нему добавляет одну строчку там где написано function с аргументами в эти аргументы он пихает модул экспорт и всякие глобальные штуки типа кого он туда отдает а require туда же попадает require это же не в глобальном контексте ну смотрите у нас есть часть идентификаторов которые мы в джаваскрипте можем использовать где угодно часть из них мы берем из глобального контекста а часть из них мы берем из вот этой вот функции которая оборачивает все подгруженные через require файлы то есть оно require мы пишем имя файла оно считывает этот файл добавляет функцию и в аргументы туда идентификаторы добавляет вот в частности require и модуль туда попадают таким образом то есть два подчеркивания файл да точно два подчеркивания файл то есть они не в глобале их было бы неправильно пихать в глобал потому что с другого файла их тоже читают они там должны другие быть ну и в конце оно добавляет еще одну строчку типа закрылась функция ну и вот эти идентификаторы попадают в исходник из вот такой вот оберточки а совершенно не из магических каких-то мест типа вот как-то там сами собой или глобальных они не глобальные так значит кроме того у require есть resolve и кэш у него вообще на самом деле у require куча еще всяких других есть методов мы их даже наверное сейчас можем и так там и ну вот и ну и и да Resolve, Main, Extensions и Cache Давайте теперь их повыводим В итоге здесь куча всего, что нужно исследовать Так, мы можем вообще вот так вот вывести Там может быть много Да, тут Так, смотрим Require это функция, которая примешана методами Resolve это тоже функция, у которой есть еще свойства А, нет, у нее есть еще функция Pass Можем писать Require Resolve Pass Так, что такое Main? А, Main ссылается на основной запускаемый файл Тут все понятно Он класса модуль Потом Extensions А, это функции, в которых лежат обработчики для всех разных расширений Точка Node есть, кстати Это для плагинов И Cache, в нем лежит ключ Это полный путь к файлу И значение, это модуль Мы можем видеть, ну то есть это экземпляр класса модуль Вот его же экземпляр, как пример, вот тут у нас есть Поэтому, вот, самое интересное для нас это Cache Из которого мы для каждого подгруженного модуля Можем прочитать вот такую структуру Загружен, не загружен Есть ли у него зависимости Children, есть ли у него parent Есть ли у него экспорты Вот, все это оттуда можем читать И выколупывать, ну тоже полезно И вот мы делаем сначала require.resolve Туда передаем путь относительный Оно нам дает абсолютный путь Потом мы из кэша по абсолютному пути находим Удаляем и таким образом можем перезагрузить этот модуль По-моему, кроме мейна Мне кажется, что мейн так не удастся Live Relo от мейна нельзя будет сделать Потому что ссылка-то на него вот тут в мейне хранится Или нам нужно будет туда подделывать этот мейн еще вручную Не знаю Это нужно экспериментировать Ну, ход Relo от мейна, наверное, это совершенно экстремистская вещь Это, наверное, даже лучше не делать Потому что, мало ли, там может еще что-нибудь сломаться Может быть где-то, может какие-нибудь там домены сломаются Или провисы Кто его знает Отдельный модуль, да С отдельными модулями обстоит дело лучше Значит мы удаляем из кэша Дальше мы опять перереквайруем это все И меняем в кэше Делаем set туда это дело А если случается ошибка при require То мы опять-таки из нашего уже кэша удаляем Так Значит теперь у нас есть справочник Из модулей, которые загружены через require То есть их можно вызывать Их можно брать из этого справочника и вызывать Дальше что мы делаем Мы как-то должны проверить А проверять это мы будем через уже веб-интерфейс И приходит к нам запрос Мы из него парсаем первый элемент пути И если его нет То вызываем функцию ls Которая выводит нам список файлов в папке lib Вот все понятно Дальше Если у нас путь какой-то есть Мы его сплитаем на модуль и метод в нем Ну то есть мы хотим из этого метода Через веб вызвать какую-то функцию Поэтому мы ее сплитаем И деструктивно вот так вот забираем Первую часть в модуль Вторую в метод Дальше мы из кэша должны прочитать этот метод Если он там есть А если вообще есть методы То есть мы из кэша читаем по имени модуля Вот список чего он экспортирован Там будет справочник методов Если мы нашли такое То мы смотрим Так, так, так Если у нас в пути метода не было То мы опять делаем ls Но уже ls делаем из другого места Из тех методов, которые лежат у нас в кэше А если есть метод То мы его берем в переменную handler Вызываем И то, что он нам отдал Выводим toString А, слушайте Мы вообще даже не это делаем Мы его вызываем И выводим toString результат Ну давайте это дело запустим И попробуем, как все это дело работает Это пример Консоль прибьем И будем забирать тут С восьмитысячного порта О, видите У нас есть ls Теперь заходим в модуль Под именем 2 И видим там методы 21, 22, 23 Берем 23 И там он нам отдает число 23 То есть эта функция сработала на сервере Отдала нам 23 Мы ее получили сюда Ну теперь Попробуем Поменять В этом либе 23 функцию Вот 23, 23 Написали туда 23, 23 Сохранил я это дело Иду теперь в браузер Вижу, что там уже другой код Вот строчку Обновляю Там его нет Значит нужно Тут 22 Опс А там hello Выводится Ну то есть Live reload работает Все в порядке Теперь Тут есть некоторые тоже опасности С этим live reloadом Потому что Добиться нам получения всяких утечек памяти И Утечки замыканий И утечки модулей Очень просто Ну модули же Они тоже замыкания Благодаря тому, что С двух сторон Все файлы ограничены функцией Модуль экспорт Это всегда замыкание А это значит, что Все, что мы Нагенерировали В контексте Вот этого модуля Каждый раз При вызове Require Происходит еще одно замыкание То есть Модуль один раз Подгружен В память Но Если мы Вызываем Какой-то метод Который Экспортирован Из этого модуля Он нам порождает Еще одно замыкание И каждый раз Когда мы делаем Require Порождается замыкание И каждый раз Когда мы делаем Даже если мы Из кэша берем Этот require Каждый раз Запускается функция Вот эта вот функция Наружная Она все равно Еще раз нам повторяется То есть Даже без Вот такого Удаления из кэша И Значит Как мы сейчас Сделали Мы чистим свой кэш Чистим кэш ноды Даже если мы Этого не делаем То все равно Все что Обернуто в эту функцию Каждый раз Запускается При вызове require Значит Если мы Зареквайрили И куда-то у себя Сохранили ссылку То есть В какой-то наш Еще там справочник В какую-то структуру данных Что-то где-то Оставили То у нас Огромное количество Памяти Которое ушло На класс Модуль На все переменные Которые в нем Там посоздавались Там какие-то структуры Данных Массивы Он что-то мог Инициализировать Какой-нибудь Коннекшен Куда-нибудь сделать Какие-то сокеты Открыть Там Ну короче Тем более Все могут Течь отсюда Все системные Объекты Открытые файлы То есть Там будут Это Собственно Утечки Файловых Хэндлов Могут организоваться Могут быть Утечки сокетов Утечки таймеров То есть Все что он там Создает Это все Если мы будем Держать хоть Одну ссылку На То что Мы Из реквайра Получили Ну это На самом деле С одной стороны Вот плохо Что за этим Нужно следить Но хорошо С точки зрения Того что мы Одновременно Можем иметь Ссылки на Два загруженных Модуля Из одного И того же Файла То есть Пока мы Не отпустили Предыдущую Версию Получается Что у нас Будет Старая версия Модулей Новая версия Одновременно В памяти Вот как мы У себя Во фреймворке Делаем Что если вдруг Какой-то пользователь Подключился И начал работать С старой версией Модуля Сразу же Перекидывать его На новую Не очень хорошо Потому что Там Он допустим Вызвал Траспекцию От старой версии Ему сказало Что там Три функции есть А в новой версии У нас уже Две функции Мы удалили А он берет И вызывает Какую-то Одну функцию То есть Могут быть Неожиданные вещи Поэтому Благодаря тому Что ссылки Остаются Какие-то Старые пользователи Мы должны Обеспечить Что они Со старыми версиями Пока пользователь Не отключился Грубо говоря От нашего сервера Он держит Модуль Тот С которым Он работал Начал работать Мы конечно Можем Принудительно Как-то Это сделать Чтобы допустим Если у нас Какое-то Очень существенное Изменение Которое Там Точно нельзя Чтобы никто Вызвал Эту функцию Значит Нужно Всем пользователям Которые Подключились И Работают Именно С этой версией Модуля Разослать Какое-то Событие И тогда Уже Это Прикладным образом Нужно Разруливать Чтобы по этому событию Они поняли Что нужно Или переподключиться Или перечитать Список функций Из этого модуля То есть Если у нас Есть вызов Удаленных процедур И на клиенте Был прочитан Прочитано Оглавление То есть Как бы Произошла Там Сетевая Интроспекция Этого модуля И он Где-то себе На клиенте Сделал Стап Стап Это заглушки Для каждой Функции Которые Когда мы Их вызываем Их параметры Сериализируются Присылаются На сервер Там Исполняются Функции Результаты Сериализируются Отправляются На клиент Чтобы он Перестроил Эти стапы Заглушки И сериализаторы Которые Это делают В случае Изменения Ходреллода Ну вот Короче По Ходреллоду Вроде бы Все И сейчас Я вам Наверное Поприсылаю Ссылки На все Это дело Тем Временем Пока Я буду Присылать Ссылки Наверное Алексей Начнет Про Структуры Данных Списки И все Это Дело И Тут Можно Рисовать Чуть Позже Я тебе Переключу На Код Пока Что Вводные Про Структуры Данных Скажешь Я буду Отсылать Ссылки На Все Исходники Live Reloida В Наш Чате А Ты Вводные Скажешь Да Хорошо Интересно Вообще Про Структуру Данных Позовое Знание Которые Все Знают Давайте Сделаем Немножко Опрос Кто Видел Реализацию На Джаваскрипте Односвязных Двусвязных Списков Трехсвязного Дерева Питисвязного Дерева Очереди Асинхронные Очереди Графов Списки Кто Видел Реализацию На Джаваскрипте Вообще Как бы Эти Реализации Они Как бы Есть Но Практически Никто Не пользует Это Дело В Джаваскрипте Потому Что Обычный Array В Джаваскрипте Это Уже Список Он Работает Как Список Более Того Как Двусвязный Еще И В общем Когда я Передаю Слово Алексею Похоже Что Все это Нужно Вместе С теорией Рассказывать Потому Что Обычно Вообще Программисты На Джаваскрипте Не заворачиваются Структурами Данных Потому Что Уже Все Встроено Или В библиотеке Или В фреймворке Или В сам Язык Вообще Сейчас Я тогда Еще Скажу Зачем Мы Это Вообще Собираемся Изучать Потому Что Как Только Мы Начинаем Решать Какую-то Более Серьезную Задачу У нас Могут Произойти Проблемы С тем Что Нам Нужно Что-то Сделать Руками Вот К примеру Я когда Начал Писать Для Нашего Сервера Приложений Логер Точнее Переписывать Раньше У меня Логер Был Построен На Наследовании Через Примеси Что Не очень Хорошо И там Все Неявно Инстанциировалось А теперь Я его Переписал В Функциональный Логер И В Какой-то Сейчас Сейчас Ну Короче Да Я его Начал Переписывать В Функциональном Стиле Но При этом Я хотел Еще Сделать Буферизацию Раньше У меня Буферизация Использовалась Та Которая Просто В ноде С файловыми Стримами Потом Пока Я переписываю Логер Я Думаю Ладно Пока что Файловые Стримы Отложим Я сделаю Прототип Логера И Просто Сделаю Буферизацию На Просто На Двухсвязном Списке Временно Потом Перейду Думаю Потом Перейду На Нодовские Стримы Они же Быстрее Все Сделал На Двухсвязном Списке Быстренько Это 15 Строчек И Потестил Эти логики Как они Быстро Работают Ну Это Заготовка Не Которые Будут В Продакшн Идти Потом Я Переписал На Стримы И Оно Стало Медленно Ну Я Заинтересовался Открываю Нодовские Исходники И потом Смотрю Какая Там Интересная Система Значит Каждый Раз Когда Я Пишу Файл Через Стримы Оно Делает Двухсвязный Список Каждый Раз Когда Я Вызываю В Райт Оно Делает Структуру В этой Структуре Хранит Буфер Там Кодировку Типы Кучу Параметров То есть Там Есть Инстанс Объекта Вот Как бы Буферизированная Запись И туда Ссылку на Буфер Который Я пишу Добавляет Или Ссылку на Строку И потом Еще Хранит Флаг Это И хранит Двухсвязный Список Который Ссылается На Вот эти Структуры Они Ссылаются На Буферы Уже Нетривиальная Такая Структура В памяти Разворачивается И вот Они Там Накапливаются А каждый Раз Когда Ему Нужно Сбросить Кэш На Диск Что Он Делает Он Итерируется По Двухсвязному Списку И Перекладывает Все Эти Структуры Ссылки На То Что А потом Итерируется По Эрею Который Тоже Двухсвязный Список И Каждый Раз Вызывает У Файловой Системы Просто Метод Врайд Надеясь Что Она Еще Раз Буферизирует Запись То Если Реализация Конкретной Файловой Системы Сама Не Умеет Буферизировать Ну Я думаю Что В Линуксах Все Буферизируется Конечно Но В любом Случа Это Уже Записи При каждом Вызове Врайда Это Уже Системный Вызов То есть Мы Выходим За Рамки Нашего Процесса И Бросаем Эти Буферы По Одному В Другой Процесс И Надеемся Что Другой Процесс Забуферизирует И Уже Передаст Это Жесткому Диску Уже Целиком Или Файловой Системе Передаст Это Серьезно Медленнее Два Два Раза Итерируемся Потом Записываем Не склеивая Эти Буферы Как Это По-хорошему Переписать Как Минимум Мы Можем Сразу При Райде Писать Это Все В Аррей Потому Что Арреи В Джеймскрипте Быстрые А Если Эти Арреи Еще Одинаковые Ну Весь Аррей С Одним Типом Это Аррей Буфера Оно Достаточно Эффективно Будет Храниться Так Как Буфер Это Поинтер То Оно Сделает Просто Массив Указателей И Оптимизирует Его К Массиву Указателей И Потом У Класса Буфер Есть Еще Метод Конкат Который Умеет Быстро Склеивать Все Буферы Так Вот Просто Накопив Все Буферизированное Аррей И Потом Сделать Аррей Конкат И Потом Записать Файл Оно Будет Еще Быстрее Чем Я Сделал На Просто Связанном Списке Ну И Просто На Порядок Быстрее Того Как Оно Сделано В Файловых Потоках Ноды Но Есть Еще Способ Которым Это Можно Переписать Еще Лучше Можно Сделать Сразу Большой Инстанс Буфера То есть Буфер Там Допустим 16 КБ А потом Каждый раз Когда мы Делаем В Райт Мы Пишем Сначала Сначала Потом Передвинули Указатель Внутри Этого Буфера Храним Этот Указатель Следующий Раз Когда Делаем В Райт Уже От него Начинаем Писать Итак В одном Инстансе Буфера Без Всякой Дефрагментации Это На Несколько Разных Буферов Мы Просто Пишем 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 Как только Доходим До High Water Mark Тогда Буфер Целиком Сбрасываем На Диск Кроме Того Мы Можем Еще Сделать Это В виде Циклического Буфера Когда Мы Доходим До Конца Сбрасываем Этот А писать Начинаем Сначала И Вот По циклу Можем Писать Короче Эмулируя Это Как бы Интерфейс Эмулируя Интерфейс Файловых Стримов И Делая Свою Реализацию Можно Просто На Несколько Порядков Увеличить Скорость Буферизации При работе С файловой Системой И Все Это Дело В нашем Логере Студенты Первого Курса Которые Послушали Лекции Про Связные Списки Про Арреи То Что Они Сделаны Как Дек Про Буферы Про Как Компетинировать Про Циклические Буферы Про Все Это Дело Студенты Первого Курса Взяли Переписали Написали Свою Реализацию Файлов Стримов И На Ней Сделали Логин Ну Такое И Оно Скажем Так Если Человек Просто Садится За Ноду Он Ей Сильно Доверяет И Потом Получается Что Не Зная И Не Копая Структуры Данных Он Ничем Не Управляет В своем Коде И Даже Понять Допустим Понял Что Там Оно Медленно Работает А почему Медленно Работает Взять Исходники Ноды Все Это Расколупать Желательно Все Так Иметь Теорию И Бэкграунд Вообще С Этим Делом Это Я Буквально Водно Так Сделал Рассказать Потому Что Не Всегда Сразу Очевидно Зачем Нам Все Эти Базовые Знания Хорошо Я тогда Передаю Слово Алексею Пока Буду Присывать Вам Ссылочка Ну Собственно Тимур Почти Все Рассказал Про Базовые Структуры У нас Собственно Есть Списки Я Просто Байку Травил Травил Байку Ну Собственно Упомянул Почти Все Стандартные Структуры Которые Бывают Списками Одно Связанными Двух Связанными Там Много Связанными Циклическими Разовыми Бывают Очереди Бывают Стэки Бывают Более Сложные Деревья Игра Собственно Можем Пройтись По каждому Если Ну Собственно Стэк Это Такая Структура Которая По-другому Отслеживает Принцип Last First Out Собственно Это Такая Простая Структура Которую Вы Складываете Как Бочка Напихиваете Сверху Данные И потом Вынимаете Сверху Да 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 То есть Вы Складываете На дно И достаете Потом То Что Положили Сверху Это Все Что Она Собственно Умеет На Такой Структуре Можно Достаточно Удобно Построить Например Пул Каких Небудь Объектов Которые У вас Есть Пул Как Коннекшенов И Отдавать По одному Когда Просят И Складывать Обратно Когда Вам Его Отдают Можно Построить Какую Нибудь Логистику Наполнение Чего Нибудь Хрузовика Которые Развозят Товары В магазин По порядку Развозки Например Доставать Это Можно Построить Еще Какие Нибудь Такие Процессы Собственно Можно Построить Вызов Если Вы Пишете Парсер Можно Построить Параметры Складывать Стэк Вызов Функции Доставая Стэка Строить Такая Пустая Общая Структура Похожая На нее Структура Это Очередь Она Собственно First In First Out Соответственно Элементы Достаются В том Порядке В котором Были Положены В эту Очередь Соответственно На такой Структуре Удобно Организовывать Очередь Например Запросов Чтобы Обрабатывать Их В порядке Поступления Можно Буферизировать Какие Нибудь Данные Конвейер Тот же Самый Можно Список Реализацию Давайте Посмотрим Чуть позже Пройдемся По верхам А потом Может быть Тимур Включит Я Просто Со своего Компа Буду Показывать А ты Будешь Рассказывать Хорошо Да Собственно Есть Более Общая Реализация Очереди Которая Называется Деком Или Дабл Энд Кью То есть Очередь В которую Можно Складывать С двух Сторон Записи Добавляй Она Может быть Полезна Если Вы хотите Сделать Очередь С приоритетом Если Вы хотите Обрабатывать Поток Запросов А тут Приходит Какой-нибудь Высокоприоритетный Запрос И Вы Можете Подложить Вперед А не В конец И он Обработается Первым Таким же Обратом Например Нет Я сказал Что Двух Связанный Список Не Двух Связанный Список А Очередь Которую Можно Писать С двух Сторон Связанный Список Индельная Структура В обычную Очередь Вы пишете Только С хвоста А читаете С головы Здесь Вы можете Писать И читать С хвоста Из головы Приоритет Можно Сделать Чем дальше Тем сложнее Управлять Если Внутри Собственно А так Еще Есть Списки Списки Вначале Сказанные Двух Связанные Такие Списки Которых Вы Имеете Обычно Ссылку В односвязанном Списке На голову И Каждый Элемент Ссылается На следующий И Собственно Все Что нужно Для организации Односвязанного Списка Двухсвязанный Список Такой же Но Каждый Элемент Имеет Имеет Ссылку На предыдущий По первой Списку Вы можете Ходить Только Вперед По второму Вы можете Ходить Оба Конца Двухсвязанный Списки Двухсвязанного Конца Да 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 Вот Сокращают Двухсвязанного Двухсвязанного положить начало положить в конец достать сначала и достать с конца списка и середину списка вы тропить не можете это уже линк и дали и дабы линк и длить народ и отсюда можно ссылаться ну смотрите каждая из этих записей может быть структурой ну то есть если сам объект у него два поля и этот может ссылаться еще это циклический список циклические списки нам нужны в том случае если какие-то скажем сейчас сейчас вот к примеру мы имеем несколько каналов обработки и мы должны их протоколом round robin балансировать вот мы очень удобно через циклический список можем не по индексу ходить а ходить по ну то есть передавать куда-то там указатель на один канал обработки с него всегда есть next мы можем сделать даже бесконечным и таром который будет всегда протокол итерируемости у нас уже был уже был в пятницу да то есть мы можем сделать и тара был с циклическим бесконечным списком будет постоянно по нему в бесконечном цикле ходить очень удобно у него просто будет метод который называется символ это рейтер он возвращает курсор который имеет метод next этот next будет постоянно возвращать из циклического ссылка из циклического листа следующий элемент и ходить по кругу там такое да еще вот по поводу реализации можно сделать двухсвязный список в качестве ну или вообще любые структуры данных можно сделать смешать их с предметной области а можно абстрагировать от предметной области так и так делать то есть мы можем допустим сделать там у нас есть в предметной области там канал обработки или допустим там какой-нибудь там department неважно и мы к нему прям приделываем свойства next и previous и пара в этом случае во-первых что хорошо хорошего она быстрее а что плохого что у нас как бы реализация сама самой структуры данных она смешана с предметной областью эти поля практически равносильные полям предметной области там рядом с наимом лежит next двухсвязного списка обычно делают по-другому обычно делают если не нужна какая-то зашкаливающая производительность в коде который связан с предметной областью такая производительность обычно не нужно отдельно отделяют собственно ноду списка или дерево или vertex графа и у него есть ссылка на дэйту и уже это дэйта ссылается на объект передметной области как тут у нас тут есть но да и к ней мы передаем сюда правился элемент который он должен ссылку на праве и данные которые этому узлу прицепляются мы не внутрь вот этих вот объектов запихиваем и не примешиваем туда правились и next а дополнительная структура это все хранит все это дело выведу самая простая реализация которая даже нет объекта самого списка да это есть сверх ноды сверх простая реализация так вот это вот ноды связались в цепочку вот у последней ноды видно что есть ссылка на превьюс она ссылается тоже на ноду у нее опять есть превьюс и вот так вот они и живут и а в дэйте хранятся объекты но обычно еще кроме самой ноды сам линкедлист есть класс или конструктор прототипа линкедлист и у нас получается у линкедлиста есть общие свойства и методы для всего листа чтобы добавлять брать итерироваться и все такое и каждый из элементов еще это экземпляр ноды вот тут это без общего класса без класса линкедлист сейчас я посмотрю вот это вообще самая простая реализация линкедлиста она в одну строчку видите сразу у нас лямбда которая возвращает интенс объекта у которого есть проект и дейта вообще это работает тоже также в предыдущем примере некоторый плюс такой простой реализации в том что с каждой ноды по сути является списком вы можете отдавать ее наружу как список это нигде не сломать кто-нибудь удалит элемент ничего не произойдет у вас такой же точно список то есть скажем так для джава скрипта в котором у нас очень сложно защитить данные от вмешательства другой части года такое может быть и полезно тут еще есть пример как сделать двухсвязный список на замыкание так сейчас я это дело запущу а потом объясню тут у нас дейты и про хранятся функциональных контекстах то есть кто был в пятницу еще раз поднимите руки что такое замыкание я надеюсь все понимают нужно объяснить поднимите руки кому нужно что такое замыкание шикарно все понимают смотрите мы вместо класса или прототипа нода сделали функцию функцию нода в которую передаем дейт и она там замыкание хранится кроме того мы из нее еще экспортируем функцию которая называется элемент вот отсюда мы ее экспортируем в этот элемент мы примешиваем дейту каждый раз когда у нас будет вызываться элемент так 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 будет создаваться еще одна нода ведь она рекурсивно тут создается и примешивается к этому к предыдущей моде в свойства прав и возвращается новая нода и новая нода это тоже функция потому что видите у нас это тоже функция которая вернулась вот из этого вот ратурно и она записалась next вот сюда то есть получается что вот такая вот реализация хранит двухсвязный список через замыкания хранит его в замыканиях и он тоже может быть вполне итерируемый но очень получается красивый синтаксис создания таких вот элементов их не нужно через нее создавать вот так вот три объекта запихнули и вы видите как она выводится отсюда сделаю еще раз выведу ну тут каждый каждый элемент он сам по себе функция но у него есть еще и свойства его можно вызывать как функцию чтобы добавлять туда элементов список ну как бы по скорости исполнения на замыканиях она будет медленнее немножко ну где-то может быть синтаксис будет более интересно медленнее чем на прототипах и классах смотрим следующий вариант это сингл 100 и терапин да нормально вот теперь посмотрим попробуем добавить к нашему двухсвязному листу протокол итерируемости сначала посмотрим как это использовать да но мы еще добавили метод пуш теперь мы можем в лист как массив пушем добавлять кроме того у него есть теперь метод last который может последний элемент туда забрать у него есть возможность через спред оператор разворачиваться но благодаря тому что он теперь реализует символ итератор идем смотрим как это сделано да ну еще кроме того мы еще форохов форохом можем по нему тоже путешествовать запустим этот вариант ну тут первый вывод это собственно собранный этот список второй вывод это рей развернутый с предоператором и третий вывод это вы по нему форохом проходились вот там три элемента лежал теперь смотрим как это реализовано опять-таки у нас наружный лист эта функция которая возвращает объект видите она возвращает через ратуру объект а у него методы push last символ итератор и что и все именно такой ключ давайте наверное с него начнем посмотрим как он тут работает причем тут он еще и работает интересным способом вы видите он равен лямбде и внутри этой лямбды стоит не блок операторов а экспрессион фигурные скобочки сразу в круглые взяли и таким образом сразу объект возвращаем удобнее всего эту штуку писать генератора потому что она сразу все вот эту вот конструкцию делает вам не нужно писать что пишите генератор и гилд next элемент и все да сюда на вайл next и у собственно next и все ну да отсюда мы да то есть мы не должны создавать вот эти вот объекты они там сами через же тур отдаем только значение они создают сразу да да и равно генератор мы не должны следить за тем что флаг дан есть он или нет мы просто значение отдали еще очень удобно в этом объекте у нас есть во первых ссылка на карат элемент он нам необходим для того чтобы потом к нему обращаться потом у нас есть метод next а next возвращает структуру в случае если у нас сейчас элемента нету то структурка дан true вы минал а если еще есть то мы берем правильный элемент отсюда записываем в карат откуда берется вот этот заиска рад это этот здесь это ссылка на вот тот объект который возвращается из символы тарейтера это именно этот тыс так 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 потому что next является методом вот этого объекта и получается что здесь это не контекст лямбды и не контекста всего этого замыкания а именно сам этот объект то есть получается что вот то что у нас возвращает символы тарейтер это как бы курсор по нашему linked list и в нем мы постоянно на карат меняем ну и отсюда мы такую же структурку сдан и верил возвращаем мы конечно можем возвращать только одно поле допустим когда у нас дан равно true только поле да а в или не возвращать а когда у нас дан фолс можем да не возвращать а только в или с каким-то значением и так и так будет работать просто мне нравится больше когда ретурн из функции имеет всегда одинаковую форму всегда возвращает объекты с одинаковой структурой это как-то более предсказуемо потому что мало ли как кто его потом будет обрабатывать то есть как бы если кто-то напишет вот то что вернулась там это резалт точка дан если и фраза уточка дан напишет если там было поле или не было поле со значением фолл все пройдет а если он напишет резалт дан равно фоллс или там еще что-нибудь такое напишу знать что не поддерживает протокол интерьера вы стекать написано спецификации в поле но в любом случае мне кажется что так будет для оптимизатора проще схавать все это дело уже форма одинаковая так last у нас просто возвращает element почему так происходит потому что у нас есть замыкание еще идентификатор элемент переменная которая при каждом пуше меняется но при при пушах пишем этот элемент и его же возвращаем ну и как мы этим можем пользоваться тут вот видно почему не реализован метод добавление понятно просто не реализовал это же пример линга 10 на самом деле удаление очень простое вы итерируетесь по списку самая простая конструкция и предыдущему элементу ставите указательно следующее становится next а для этого есть гарбич коллектор то есть мы потеряем на него ссылку и его соберет гарбич коллектор мы отсюда должны перепрописать ссылку сюда что отсюда если он двойной список да то есть мы должны пофиксить или один или два элемента если вот односвязный двухсвязный список вот такой и если у него есть еще общий объект который является самим объектом листа у него еще есть ссылки на first и может быть если он двухсвязный ссылка на last и еще их можно пофиксить так что это у нас а не ну я просто показываю что то же самое можно сделать на классах на прототипах и на всем остальном то просто пример с двухсвязным списком на замыкание может быть как сказать очень экстремистским таким да поэтому поэтому ну на классах она как-то может быть сначала вы посмотрите реализацию на классах ее поймете а потом значит опять загляните что и на замыканиях так тоже можно сделать а тут вот еще на прототипах сделано то же самое но тут еще сделано что у нас есть отдельно класс линкед лист отдельно есть нода и вот мы сначала создаем экземпляр линкед листа и туда пушим добавляем ноду уже ну то есть у нас два класса и один инстанцирует другой тут пуш является методом самого листа а не ноды ну тут у него есть пуш поп и итерируемый он или нет а он не итерированный ну случае чего если мы пишем через прототипы мы тоже можем добавлять протокол но вот он будет тогда выглядеть вот так вот ну и там начали функции писать то есть просто символ итератор прототипа прицепили а если на классах то можем сюда в квадратных скобочках вот так вот так ну и тут делаем то же самое сам лет пишем так что у нас там следующий зуб на дальше интересные структуры деревья которые бывают всякие разные два бинарные которые которых каждый элемент имеет два дочерних элемента собственно все из них обычно строятся двоичные цена деревья поиска когда эти элементы еще и упорядочены из по мере добавления в дерево не сразу сортируют добавляем его там элемент 5 потом мелко нарисовал потом хотим ставить дерево двойку она уходит влево сюда если мы добавляем 8 на уходит сюда если добавляя 9 сюда таким образом добавляем 7 пойдет вот вот таким образом строится собственно многие индексы можем сортированные списки делать на этом удобно давать интервальные запросы создать все элементы там с 7 по 9 это простой обход вот это вот под вот дерево собственно или допустим больше 8 мы дошли до 8 и сказали что вот вся эта ветка и сам право право под дерево дается больше отдавать ренджи или же больше меньше из вот таких индексов очень удобно если мы для этого бы использовали рэй там бы мы во первых итерировали по всему рэй у а если мы для этого мэпа мэпа использовали то мы могли найти один элемент ну и того что мы нашли один элемент в хэшмапе мы как сказать к нему никак не привет не привязаны все кто больше его и все кто меньше него а тут привязан ну собственно такая такая схема добавления в при самом простом случае приводит к проблеме если мы добавляем сортированный список в него сразу мы строим фактически цепочку и теряем такую вот плоскую и теряем фактически все плюсы дерева поэтому его нужно стараться поддерживать дерево сбалансированным балансированное дерево такое у которого глубина от корня до последнего листа крайне называются листьями до последнего листа во всех ветках будет приблизительно одинаково отличаться не больше чем на единиц на единицу вот собственно их можно балансировать руками просто поворачивая дерево вот это дерево нужно повернуть влево чтобы она стала сбалансированным то есть у нас 8 должно стать корнем а пятерка уйти вот сюда под семерку тем образом собственно дерево сбалансируется и и скорость поиска сохранится оптимально из этим есть уже готовые сама балансирующиеся деревья и там целое большая большое количество это красно-черные деревья вл деревья там разные деревья их уже нужно под задачу выбирать у них в зависимости от их особенностей почти везде где вы прочитаете про теорию деревья вы можете натыкаться на пинарные деревья это всегда про индексы и n армии деревья это всегда про моделирование памяти иерархических структур вот их надо сильно различать потому что ну вот не всегда кстати есть всякие к дименшину деревья которые собственность нужны для многомерных индексов как раз там устроить пересечения областей искать там искать картографии индекс по нескольким полям да многомерный если у тебя есть набор объектов на плоскости вот город и есть дома которых есть своя площадь и ты хочешь проиндексировать город и понять воткнуть новый дом на этом месте не получится либо получше про повороты сказал да вот хорошо вот собственно там есть примеры деревья давайте вот вот он 3 но у меня тут есть примеры вот самое простое на наверно тут ларные деревья это простей простейшее дерево у которого вот один родитель ссылка только на родителя это это тоже нормальная динарное дерево простейшая реализация пока что все шумом а вот тут есть больно вот у него есть left и right только left и right сейчас бст это дерево тут у меня выглядит будет как выглядит как четыре строчки то есть смотрите тут да тут тоже все это дело строится на эреях вообще то есть у нас тут левое правое это второй и третий элемент массива данные хранятся первом элементе массива нулевом элементе массива данные в первом left во втором рай и все достаточно для простого бинарного дерево да то есть мы тут из массива встроим бинарное дерево ну можем из объектов строить бинарное дело удобнее наверное на объектах строить она массивах будет быстрее вот такие массивчики они очень быстро работают во всяком случае в джаваскрипте на массивах будет очень удобно но тут как бы стать конечно лучше понятнее чем быстрее потому что быстрее не будет такой код я не знаю если понятно поднимите руки ну да ну это данные листовки левая и правая дочерние но дается тут все лям ты и у лям все ли в курсе есть вообще функции в скрипте можно делать значение по умолчанию аргументом и это мы используем вот в верхнем первом примере а вот в этом примере мы значением по умолчанию берем еще и сейчас мы как раз забираем уже результат да то есть мы практически само вычисление дэйта умеет установить данные к узлу или взять данные из узла и вот если мы дэйту не передали то тогда мы считываем из ноды 0 ссылку на данные запихиваем это свойства дэйта потом опять их присваиваем в ноды ноль и вот так вот возвращаем ратурным из этой дэйта но это исключительно написано так ради краткости чтобы можно было весь этот код записывать в одну строчку вообще так конечно писать не очень красиво потому что если мы дэйту не передаем то на лишний раз присваивается а если мы передали дэйту то но до нулевая в ней присваивается берут то значение которое мы передали и она таки записывается ноги в нулевой писать вам все не надо и знать это цинксис не нужно тоже через запятую конструкция которой быть не нужно а если кто-то захочет отладочное сообщение вывести там или чего-нибудь такое это максимально допустимая степень применения ну а я тогда не написал и вентиметр вот такой вот страшный зато его кто-нибудь прочитал кто не видел страшного и вентиметра все видели это не так просто как кажется прочитать конечно писал я тоже это не быстро короткий главная задача программирование написать так чтобы это можно было прочитать чтобы она вообще читала компьютер то справиться так тут у нас что binary 74 который умеет а который умеет insert вот тут у 3 еще появился в этот insert search собственно то что тут мы показывали можно это оп вот это на массивах построилась сама дерево вот так вот выглядит на луи это те элементы в которые ветки дальше не идут у них или райт или left или оба и райт и left пустые а потом мы в нем нашли вот второй элемент но двойку точнее нашли то есть мы в нем можем искать по ключу вот мы search вот рута нашли двойку это не балансирующие дерево там сервисе балансирующая писать сложнее балансирующая чтоб написать нужно будет где-то ну на самом деле у тебя в примерке нужно просто поворот писать да ну это чтобы красиво и хорошо написать потому что нам как минимум нужно при insert поворот потом при удалении нужно тоже делать балансировку потому что при если мы восьмерку удаляем а что нам делать семерка и девятка их нужно как-то прицепить причем тут скорее всего чтобы сбалансировать там уже девятку поставить вот на это место а семерку перед прицепить к ней вот такое то есть и удаление сложное поиск быстрый конечно удаление вставка повороты балансировка и еще допустим иногда делается так что дерево при вставке не балансируют сначала мы вставляем а потом вызываем балансировку ну еще еще такие бывают или ну то есть чтобы все это все эти возможности хорошо и красиво написать но это наверное строчек 500 получается кода ну скажем так в java скрипте это почти никогда не нужно если еще списки используются и достаточно широко используются хотя и и заменяют по все-таки списочные структуры вот в ноде и как бы я у себя тоже писал иногда это бывает просто удобно удобно синтаксический или же удобно как бы так код становится более понятным так сразу же захотеть построить настоящий индекс памяти что у вас там очень много да очень много данных а вы где-нибудь в браузере на клиенте и вам негде это в базе похоронить ну очень много очень много для браузера ну тысячи допустим вам каждый раз итерироваться по тысяче объектов не очень интересно допустим при каждом движении мышки не особо допустим по тысячи по итерируешься а вот найти в binary search 3 будет гораздо быстрее мы можем многие операции которые нужно постоянно вот там при каждом кадре или там при каждом движении мышкой их пересчитывать мы его делали со студентами на 1 бар и наверное я сюда переложу она в каком-то другом репозитория не знаю я не смотрел ну я в этот же репозиторий переложу балансирующее дерево а точнее как до такс ну тут самая лучшая реализация сейчас находится в девятом примере поистой религи это имеется ввиду что я тут что-то оптимизировал потом видимо over это имеется ввиду это какое-то овер инжиниренное дерево я не помню что именно тут я сильно овер инжинировал я не помню потом добавил возможность удаления и переподключение элементов в этом дереве а вот тут вот сделал уже окончательную его реализацию ну видите она уже не маленькая это еще она не балансирующаяся но она хотя бы видите как она сделана что к методу 3 точек функции 3 все остальные методы ну какие вот дэйта пэрэнт лэфт райт инсёрт пуш сёртс ну короче весь интерфейс к нему примешивается через объекта сами ну и тут какая-то задачка уже на этих деревьях решена сейчас секундочку что она делает сначала выводит само дерево потом ищет в нем деле потом сейчас удаляет карачи и показывает опять корень ну видно что она посоздавала вот сначала выводится структура изначально вот мы просто подобавляли 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 и видите у него одна из ног выросла почему так произошло потому что как раз у меня там в табличке города как это сказать отсортированы по алфавиту и вот это одна из ног как раз выросла так или по алфавиту а может быть там кстати по размеру они отсортированы но любом случае мы видим эффект что иногда если дерево не балансировать то вот так вот вырастает в одну сторону потом нашли в нем деле и вот от деле дальше вниз мы видим что к нему еще прикреплены пекин и всякое такое и лагусь а потом удалили карачи и опять вывели само дерево и видим что под карачи там были какие-то другие элементы они переприцепились куда-то в другое место и потом ищем карачи его там нет все работает так но это были бинарные деревья у нас скажем так почти всегда когда мы ждем астребте хотим работать с деревьями нас интересуют деревья именно для хранения древовидных структур когда нам нужно хранить допустим там кто кому там перед то есть дерево родословной или дерево наследников типа назад перронтов или же вперед чайлда хранить или допустим перепад там дерево подчинение там организационных структур там и департменты кто кому подчиняется или же там допустим это может быть какое-нибудь дерево классификации или таксономическое дерево какие виды до иерархический список то есть допустим товары в интернет-магазине могут быть организованы как дерево чтобы мы могли понять что там это вот какие-то там товары для дома из них есть там бытовая химия и вот там есть какой-то значит я не знаю там средства для посуды вот их тоже можно в виде дерева хранить вот как раз они в джаваскрипте моделирование предметной области гораздо более востребованно но чтобы их смоделировать тут другая задача тут у каждого узла может быть много чайлдов понимаете и вот чтобы их смоделировать нам нужно самое минимальное количество ссылок это одна ссылка на пэрент а мы практически никак не можем его обходить кроме как вот листочка к корню если мы сделаем такие вот нарисую пару уровней 3 и это будут ссылки логические то как вы то что мы хотим смоделировать сейчас я нарисую еще другим цветом ссылки которые у нас будут реализоваться в нашей структуре данных которые вот такое умеет хранить самое простое это в каждой из вот этих вот объектов добавить ссылку на пэрент как бы они в памяти уже лежат и как бы дерево смоделировано только единственное что от корня к листам мы не можем не искать не обходить и как его и тареливать иногда такое тоже бывает нам просто чтобы положить и потом у нас есть откуда-то из другого справочника или из индекса или из бинарного дерева мы получаем ссылку на какой-то лист и потом у нас есть ссылки на пэрент мы можем пройти до корня в каких-то случаях может быть тоже полезно односвязное дерево называется а гораздо чаще нас интересует чтобы у нас можно было проходить еще и в этом случае мы храним трехсвязное дерево и три каких узла значит три свойства у каждого узла должно быть это сейчас сейчас все чая то есть каждый из этих блоков мы делим на три ну, скажем так это можно себе визуально так нарисовать не то, чтобы как это будет выглядеть просто каждый из этих штук это поле которое как называется сверху это pirate давайте вот это будет first child а вот это next sibling и как они друг с другом связаны этот ссылается на null этот ссылается на вот этот элемент first child вот так этот ссылается на null сюда теперь этот ссылается отсюда и этот тоже ссылается на parent отсюда ссылка на next sibling вот сюда отсюда ссылка вот так вот так теперь отсюда вот так тут на null тут тоже на null отсюда на parent нету и где каждый уровень получается один список тут тоже на null но я их не буду зачеркивать отсюда отсюда нету отсюда нету отсюда нету вот так вот примерно так вот это выглядит то есть вот эти зеленые это то кто на того ссылается фактически а синие это те связи которые мы хотим этими ссылками смоделировать а зачем нам это нужно потому что если мы делаем структуру в которой у каждого узла может быть неограниченное количество child полей в этом случае получается что ну мы же не можем в одном в одной структуре хранить неограниченное количество полей ну в чем сказать вообще можем на самом деле у нас это каждый из этих узлов это объект но мы тогда добавляем и удаляем постоянно туда поля такой способ хранения деревьев тоже есть я чуть позже покажу значит как это чтобы нам хранить дерево в структуре у которой количество полей фиксировано то есть это просто экземпляр какого-то класса и мы не добавляем потом не удаляем поля при помощи приписи просто сама вот там три поля есть и все и мы храним у нас практически каждый уровень чайлдов является списком и у нас есть еще ссылка на следующий список ссылка на первый элемент следующего списка и вот это как бы немножечко более расширенное понятие по отношению к односвязанному списку но это трехспязное дерево для того чтобы его удобнее было обходить мы можем хранить пять ссылок мы можем хранить parent first child last child previous sibling и next sibling пять ссылок и в принципе я даже не могу себе представить чтобы можно было еще хранить ну еще ссылка на дейту конечно но как бы больше пяти ссылок обычно для самого удобного обхода по такому дереву больше не нужно тогда у нас каждый уровень детей это двухсвязный список получается его можно сделать еще там циклическим ну как минимум двухсвязный и мы можем от любого узла найти его первого ребенка и проходиться в правильном порядке или последнего ребенка если нам нужно итерироваться по дереву в обратном порядке то есть от последнего child это порядок первым а ключами у нас тут как сказать ну точнее не ключами тут узлы как-то не помечены ключами а их собственно порядок добавления в эти списки в эти списки и является собственно ключом их порядок нахождения по этим самым порядок подключения по связям значит они могут быть сразу у нас отсортированы в том виде в котором нам нужно но нам иногда бывает полезно иметь возможность итерироваться типа как в обратном порядке descent типа в прямом и в обратном порядке по-чайдам и для этого нам нужен last child еще такс ну реализацию давайте посмотрим ну вот тут дерево с одним ссылкой на parent а вот это пяти связное которое о котором говорил я в нем еще имею в самом классе три свойства аккаунт чтобы узнать полное количество элементов во всем дереве чтобы не нужно было каждый раз обходить его для вычисления каждый раз когда мы создаем такое дерево мы его тут создаем корневой узел и присваиваем самому дереву этот узел дальше каждый раз когда мы создаем узел мы к нему привязываем данные parent каунт вглубь мы его потом пересчитаем previous next и first last 4 ссылки плюс parent вот 5 ссылок теперь мы будем искать parent если parent то нет то мы никому не наращиваем каунтер а если есть parent то мы ему должны увеличить каунтер то есть от каждого узла мы еще можем сразу сказать сколько у него чай азов ну это как дополнительная удобство этого может быть и не нужно так если есть у parent last элемент то мы его должны исправить при вставке любого чайлда мы last вправим и всегда а не вот сейчас если у него каунт был равен нулю то есть у него не было ни одного чайлда то тогда мы ему first пишем вот так last мы всегда записываем потому что значит что в конец мы вставляем что если ни одного элемента не было то last всегда пишется ну метод add у ноды возражает в смысле просто вызывает новый конструктор ноды ну сейчас я запущу это пятисвязное дерево ну вот оно построилось видите конечно пятисвязное такое дерево оно занимает очень много памяти там много всяких ссылок но зато по нему быстро обходиться обходить по нему быстро так 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 тут еще один вариант в котором у нас как раз нету данных а поля в дереве сразу примешиваются к объекту ну то есть у нас структура данных получается более экономная в памяти сейчас о видите какая совсем маленькая так давайте наверное какие-то вопросы по деревьям применения в пятисвязном поворотов мы не делаем оно не балансируется мы же должны просто иерархические структуры хранить а в бинарном деле поворот происходит сейчас вот какая идея вот в данном месте когда мы вставляем одиннадцать представьте себе что вот этой семерки нет ладно это можно перерисовать давайте в двойку вставляем тут маленькие числа надо перерисовать сейчас я подумаю что мы тут можем вставлять чтобы нужно было поворот делать ну уже нужно было делать так 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 одиннадцать нет понимаешь тут да ну вот в этой ветке хотя бы его нужно было делать еще приставки семерки и девятки потому что приставки приставки одиннадцатки у нас получается что одна из ветвей имеет глубину разницу глубины более чем на один другую с вот этой вот ветвью то есть нам бы нужно было делать поворот вот в этом месте приставки одиннадцатой да вот это называется левый поворот и мы должны были бы а мы должны сделать восьмерку теперь корнем пятерку спустить чайлдом к этой восьмерке ну то есть вот сюда переходит восьмерка сейчас сейчас так пятерка становится чайлдом восьмерке семерки нет сюда так так пятерка не чайлдом восьмерки давай на новое место так давай другим маркером так пишу сюда восемь потом сюда пять пять спускается сюда сюда вместо пятерки появляется так 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 сейчас подумать момент ну просто мы его не сначала поворачивали два поворота надо было бы делать ну представим что оно было без вот этого дела так восемь восьмерка ушла сюда а тут семь остается а потом мы вот это доставляли тут понятно семьи нет девятка девятка вставляется к семерке вправо меня интересует на самом деле то есть там от пятерки двое включены рисуют а точно от пятерки вот точно двое теперь оно становится сбалансированным даже вот в таком у меня на самом деле интересует алгоритм поиска нового корня поиск нового корня ну как а тем что у меня есть дерево то есть если есть длину ты считаешь длину от левого ребенка и правого ребенка если у тебя расходятся больше чем на единицу то ты поворачиваешь ты должен или влево повернуть или вправо повернуть если у тебя справа выросло нужно повернуть влево а если слева выросла поворачиваешь вправо а новый корень это тот элемент который был левым или правым он поднимается просто вверх ну конечно гораздо проще показать повороты когда повороты со вставкой ну то есть когда мы имеем пустое дерево и туда вставлять поверху так вот править не особо удобно ну наверное понятно да в целом и при повороте то есть если он называется дерево то есть поскольку посчитать глубину мы сначала хотим вставить у нас всегда есть указатель на корень дерева начинаем вставлять и проходим до того места куда хотим вставлять смотрим что-то очень глубоко значит надо поворачивать а я понял то есть оно должно быть изначально мы вставляем от корня мы сначала должны найти то место куда бы мы вставили без поворота и посмотрим что-то оно длиннее чем в других ветвях и ну то есть у нас еще для поворота мы должны где-то хранить общую точнее хранить скажем так глубину ну или считать не обязательно хранить ну да можно считать а можно хранить глубину всего дерева и если вот мы должны вставить в место которое больше чем на единицу разница с глубиной всего дерева тогда должны поворачивать а иначе можем просто вставлять и первый уровень там вставляется вот оно может быть чуть-чуть не сбалансированным такое что парочку там торчит а если еще третий уровень второй уровень наращивается тогда уже поворачиваем то есть как у нас могут быть ситуации когда мы должны сделать два поворота то есть дошли до нижнего там повернули и получается что нет двух поворотов нет двух поворотов никогда при вставке есть какая-то штука с большими и малыми поворотами но я сейчас так вот не помню сходу да 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 может быть поворот внутри ну каждое под подвес отдельное дерево по сути ее можно точно так же крутить ну да ок так еще вопросы надо посмотреть что у нас по времени давайте наверное сделаем перерывчик потому что мы уже долго сидим можем поговорить про графы и сделать перерыв если давайте графы уже после перерыва давайте наверное будем продолжать ну собственно да у нас остались графы еще более интересная структура деревья тоже являются графами в микстеробороте в микстеробороте алексей сейчас теорию а я потом буду код показывать вот не будем рисовать все представляют графы это почти как дерево только связи может быть у каждой ноды сколько угодно с любыми другими а не только с дочерними связи бывают ну связи между нодами бывают направлены с направлениями тогда граф называется ориентированным или бывают без направления тогда он собственно не ориентированный и еще они бывают взвешенные или невзвешенные это когда есть ну то что называется весом если к ребру или к вершине графа добавляется какое-нибудь значение числовое или какое-нибудь это называется весом графа и может использоваться нужно для алгоритмов для поиска например или для вычисления кратчайшего пути хотите посчитать какой маршрут лучше можете там сложность дороги там или считать или цену авиаперелетов составных считать такие таким образом знают цена каждого перелета будет весом ребра и вы сможете посчитать составной перелет собственно вот самый дешевый вариант это один из вариантов использования собственно можно представлять себе как допустим карту города с улицами это не каждый перекресток вот там узел любая сетевая структура и дуга может быть нагружена допустим длиной этой улице или там значит или средний средний схода количество светофоров средней скоростью движения или допустим там средней скоростью за сколько эту улицу можно все преодолеть от узла до узла еще один вариант использования этого социальные сети всем знакомыми собственно ориентация ребра это кто с кем дружит в том что фейсбуке если граф был не ориентированный то дружили бы все одновременно дружба одного означало бы дружбу обратную сторону а не знаю как там сейчас ну там еще и подписки еще что-то если мы рассматриваем например вот получается что вот это ребро может быть нагружена целой структурой данных ну связь одного человека с другим вид связи что-то насчет вот у нас все программы про матрицы про реализацию того как эти графы физически в памяти можно смоделировать потому что мы не можем в каждую вершину записать прямо ссылки на все остальные ну нет почти так и делаем ну три основных способах хранения есть графов это собственно матрица инцидентности матрица смежности или список смежностей матрица инцидентности собственно матрица в которой одна сторона это ребра вторая сторона это вершины и собственно наличие в ячейке связи означает что это ребро примыкает к вершине отсутствие ну соответственно нет вот у матрицы смежности на обоих обеих плоскостях вершины и если есть ребро то вот оно находится в ячейке и есть более простой для реализации список смежностей когда просто каждому каждой вершине проставляется соответственно ну соответственно список тех вершин других вершин с которыми оно соединено это более простой вариант хранения его очень просто реализовать но на нем не не удобно и не оптимально выполнять вот всякие запросы графом поиск путей и всего а в свою очередь матрицы они больше занимают память они достаточно разреженные получаются но при этом у них быстро искать таким образом показывать у нас нет нет картинок от них покажем код да он смотрит такс сначала мы сделаем граф у которого один класс моделирует вершину потом у нас есть курсор для итерации по графу и граф для него еще отдельный класс он будет много вершин хранить значит вот с этого класса наверно начнем рассматривать ну та реализация которую я сделал давайте наверное даже с примера использования начинать рассматривать да сначала посмотрим что же мы хотим получить какой интерфейс в конструктор мы ему передаем по какому ключу мы хотим этот граф индексировать какое-то одно из полей должно быть ключевым по которому мы потом будем связывать эти вершины ну тут вот name один будет таким дальше я имею несколько записей вот одна из них марка в рели да мы его add в граф и получаем ссылку на вертекс графа маркус называем ну просто я это все сохраняю в идентификаторы вот разных этих императоров туда подобавляли теперь у меня их есть целая куча я их могу полинковать вот такая реализация графа что теперь я могу у маркуса добавить линк на у марка на лукция и вот у лукция связи с прямо четыре человека его туда в линке добавили а тут не дочерние тут получается просто связь они направленные а да 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 действительно тут он как бы сказать несколько раз должен ссылаться на одного и того же что вообще граф у нас не должен поддерживать такое дело но при этом мы сейчас посмотрим реализацию он должен пропустить если мы линкуем один узел с другим он должен он должен игнорировать повторные линки вот да да реализация на матрице такое не поддерживают совсем ну да вот мы их полинковали и дальше мы выводим этот выводим этот граф Сейчас мы его запустим и посмотрим А теперь хотим в нем найти Такой пример, что мы еще и строим запрос к этим графам Хотим найти из них всех людей, у которых город Рим О династии Антонинов И при этом, кто связан с... У которых есть линк с Трояном То есть это мы сейчас посмотрим Рим и Антонины Это должен кто быть? Маркус подходит Луций подходит И связь с Трояном Так, остальные... У остальных город не подходит Так, смотрим сюда У нас должен быть вот Троян Маркус, он второй только О, сейчас Момент Луций, да? Нам подойдет? Да, так О, все, значит Все это дело должно нам найти Вот тут... Маркус, даже не гид Основний выглок Трояном Трояном Троице Маркус Маркус Да Он не связан Нет, тут направленные связи Да, тут направленные связи Нам марк не подходит Так, 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 так Тут получается только Луций Так Ну, в общем В результате Выполнения такого запроса У нас в РЭС Должен записаться Курсор В котором будет Луций Мы по нему должны теперь Пройтись РЭС Вертис И вывести Данные Так Ну, это вот построился весь граф Целиком Видите, тут куча рекурсивных ссылок Понятно, потому что Каждый из элементов на граф ссылается И там еще куча всего Так Ну вот Как мы и вычислили Там должен Луций один подходить Вот такой запрос Так Ну, мы теперь еще Хотим расширить Этот пример И немножечко связи перестроить Да Ну, я еще не посмотрел ее реализацию Ну, просто интересно было бы сделать К нему Балконсорт Ну, имеется в виду Чтобы всех Синтаксис улучшить Всех императоров Мы вот так вот Пачкой добавляем И Ссылки У нас добавляются По ключевому полю Ну, то есть У нас Передаются просто Имена Они рассоливаются В ссылки И потом По этим ссылкам Мы связываем Ну, тут Можно реализацию Посмотреть Как оно Сработает А Пример использования Тут дальше Такой же самый То есть Оно Второй Видите Тоже Луция нашла Такой же самый Граф сверху Теперь Теперь смотрим Как это сделано Сначала Смотрим Это Начиная С Графа Сюда Приходит Ключевое поле Мы его Сохраняем Этому Графу В поле Кейфилд Чтобы потом Понять По какому полю Мы связываем Потом Мы будем Строить Хешмап Вершин Каждый раз Когда У нас Добавляется Новая вершина Вот мы Ее создаем Из нее Читаем Ключевое поле Кейфилд Дальше Если у нас В вершинах Этого ключевого поля Не было Ну то есть Если у нас Нет вершины С таким же Самым Ключом То тогда мы Добавляем В вершины И возвращаем Ссылку на вершин Вот так Работает У нас Эт Дальше У нас Еще должен Должен быть Метод Инсерт А да Метод Инсерт Который Просто Проходится В цикле По рекордс И все Этом Добавляет Вопрос А почему Мы не используем Для решения Сет Уже Чтобы сразу Потому что Должен Коммуникаем Сначала Мап Тоже Так Делает Сейчас Момент А потому Потому что Если мы Туда Вот так Вот Запишем То оно Перепишет Поверху То есть Нам нужно Оставить Тех Кто Первый Вставлен Потому что Как бы Хешмап Он тоже Ну как бы Позволяет нам Делать уникальность Кто последний Записал То ты прав Так Теперь смотрим Как у нас тут Работает Селект Потому что Он интереснее всего Работает Значит Мы сначала В этом Селекте Заготавливаем Себе Множество Вершин Которые Будем Наполнять То есть Отобранных Вершин Которые Подходят Под наш Запрос Заготавливаем Себе Переменные Там Для всяких Циклов И всего Такого Теперь Проходимся В цикле По Вершинам Для этого Ну так как У нас там Хешмап То Мы от него Берем Точка Вальюс И этот Вальюс Это Итератор И по Итератору Мы можем Делать Форов Так Тут И Делаем Теперь Condition Это у нас Условия Добавления Мы его Сначала Устанавливаем В true И проверяем Данные И запрос По всем Полям Ну потому что У нас Может быть Еще В запросе Вот тут Видите Какое-то Количество Полей И какие Именно Значения Нам Нужны Какие Подходят Вот Проходимся Forin По Quire И Берем Старое Значение Condition Склеиваем Оператором И С новым Значением Condition А тут Проверяем Если у нас В данных Это поле Такое же Как и в Quire То нам Это запись И подходит И мы Condition Ставим Остается True Если Condition До конца Остался True То мы Его Добавляем В массив Вершин Которые Вот тут Заготовили Вначале И дальше Мы Еще Эти вершины Оборачиваем В другую Абстракцию В курсор По которой Можно будет Потом Италироваться Так Теперь Смотрим Дальше Курсор Как написано Вот курсор Сюда Пришли Вершины Мы Их Просто Записали В поле И дальше Мы Хотим Чтобы После Select Через Чейнинг Можно Было Еще Добавить Вот Linked Это Следующая Часть Запроса Те Которые Связаны Чтобы Так Делать У Нас Из Курсора Так 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 В курсоре Для этого Есть метод Конечно Конструктор Курсора Возвращает Нам Инстанс У которого Есть Метод Linked И мы Сюда Можем Передавать Через Запятую Список Всех Узлов Которым Он должен Прилинкован Которые Нам подходят Если Там Есть Linked Опять Таки Тут Может быть Через Запятую Несколько Этих Имен Мы Опять Заготавливаем Себе Переменную Чтобы каждый раз This Vertices Не писать Дальше Заготавливаем Себе Пустое Множество С уже Отобранными Вершинами Теперь Проходим В цикле По тем Вершинам Которые Select Добрал Опять Condition Проходимся For Off По всем Именам Которые Пришли Сюда В Аргумент И Теперь Мы Должны В Списке В Списке А В Хэшмапе Связей У Каждой Вершины Есть Хэшмапа Links И мы Хэзом Проверяем Есть ли Там Ключ Под Таким То Именем Если Есть То Condition Остается True Вот До Конца Дошли Если Condition На False Не Заменился Тогда Эта Вершина Нам Подходит И Result У нас Опять Это Какой-то Set И Этот Set Мы Опять Оборачиваем В Курсор Вот Таким Вот Образом Оборачиваем В курсор И Возвращаем Таким Образом Что Мы Можем Сделать Мы Можем Тут Написать Точка Linked Какой-нибудь Значит Вот Так А Такого Ни одного Не Найдется У Нас Сейчас Луций Связан С Марком Аврелием А Да Тут Еще Есть Такая Штука Что Линки У нас Добавляются Таким Тоже Через Чейлинг То есть Мы Линкуем Метод Линк У нас Теперь У графа Мы Линком Берем Ссылку Кого Линковать И У него Там Есть Еще Метод Ту К кому Линковать Вот так Ну Синтекс Поменялся Такой Поинтереснее И теперь Связан Ли У нас Луций С Марком Аврелием Да Связан И теперь Мы Можем Аврелием 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 Да Читаем Буква Аврелием О Хорошо Второй Пример О Есть А теперь Мы Какого-нибудь Другого Возьмем Императора Никого Не может Найти То есть Мы Видим Что У нас И Чейнинг Работает И У нас Все это Оборачивается В курсор Правда Из курсора Мы опять Не можем Сделать Селект Но В принципе Тоже Дописать Это Не так Сложно Так Надо просто Если мы захотим Сделать Чтобы у нас Из курсора Можно было Опять делать Селект Мы просто Метод Селект Должны Перенести В курсор А Когда мы Создаем Запрос Метод Селект У графа Должен Брать Все вершины И Запихивать Их В метод Селект Курсора И все Все вершины Должен Передавать В курсор И уже Курсор Будет Накладывать На них Селект Вот так Наверное Даже Будет Более Универсально Так Ну что Тут Еще Посмотрим Как Сделано Link Сюда Передаем Source И Возвращаем Объект У которого Сразу Есть Метод To Destinations Таким Образом У нас Уже Вот в этом Месте Есть И Source Destination Мы Проходим По Destination For Eachem И Get M Вершины И вот так Линкуем Вот так Вот тут Тут Смотрите У Объекта Который Мы Возвращаем У нас Есть Метод Который Называется To Мы Могли Написать Вот так Function Это просто Сокращенный Синтаксис Написание Методов Отсюда При помощи Рест Оператора Забираем Все эти Самые Это вы уже Знаете Дальше Как работает Больше никаких Синтаксисов Все остальное Понятно Кстати Тут Такой же Самый Синтаксис Ну Линк Объявлен Таким же Синтаксис Метод Сразу Так Что тут Еще Есть Ну По-моему А Метод Линк А Метод Линк Я уже Показывал И сам Класс Вертекс Но он Совершенно Простой У него Кроме Конструктора Который Создает Собственно Справочник С Связями Есть Еще Линк В котором Мы Забираем Все Аргументы Это Там С кем Он должен Линковаться Запихиваем Их В Сет И Таким Образом Они Становятся Уникальными То есть Линки Становятся Дистинкт Дальше Мы Забираем Линк С Который Там Уже Есть Сейчас 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 For Item Of Distinct Кстати Можно Было Сделать Это Получше Два Сета Объединить Просто Для Этого Не Нужно Для Этого Не Нужно Цикл Кстати Может Быть Я Это Делаю В Следующем Примере Сейчас Посмотрим Нет У меня Тоже Цикл В Следующем Примере Я Еще И Индекс Строю Дело В том Что У нас В Этом Select Нужно Выбирать По Двум Полям А Индекса У нас Нет По Этим Полям И мы Поэтому Должны Итерироваться По Всем Вершинам А нам Хотелось Сразу Получить Все Вершины В которых Город Рим Или В которых Династия Антонинов Поэтому Мы В следующем Примере Расширяем Это Мы Строим Индекс Индекс Сити И Индекс Династия И Дальше Этот Select Будет Работать Быстрее Как Мы Строим Индекс Тоже С Использованием Сейчас Вот Индекс Передаем Туда Ключ Теперь Ищем Есть ли Он Уже Среди Индексов Если Его Нет Создаем Новый Индекс Хешмап Присваиваем Его В Справочник Индексов И Наполняем Дальше Теперь Нам Нужно Проэтерироваться По Всем Вершинам И Найти Все Разные Варианты Которые У нас Только Были Все Виды Городов Найти Все У которых Рим И Добавить Все Записи У которых Рим В Этот Индекс Тут Понятно Как Оно Делается Потом Мы Сможем Очень Быстро Искать Теперь У нас Select Переписан Тут Вот Select Так 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 Кстати Здесь Вопрос Я Сейчас Не спрошу Не уточню Но Это Когда В цепи Форн По Фью Куэри Мы Здесь Делаем Гард Оператор А потом У нас Зайдет Логическое Сравнение Да Из Этого Сравнение Он Получается По Джороскепту Он Вернет По условию Не Булиан А Значение Это Никак Не ломает Работу Ну Да Оно Действительно Вернется Само Значение Если Оно Равно То Вернется Значение А если Не Равно То Вернется False Ну Он Единственное Что Если У нас Мы Будем Использовать Значение False В качестве Конкретно Правильного Значения Да Джаваскриптовый False В качестве Правильного Значения Поля Внутри Вершины Какой-то И вот Тогда Оно Не сможет Сравнивать Два False Оно Сравнит И скажет Что False Ну Это Действительно Такая Оно Скажет Что True Но Вернет False Да Так Ну Это Уже Такая Особенность Тут Я Где-то Видел Такую Штуку Которую Я хотел Оптимизировать Еще Тут В Линках Не Не В Линках А Где А Вот Тут В Линках Тут Где Я Вычисляю Distinct Для Двух Этих Вот С С С С С Момент Давайте Я сделаю Копию Этого Чтоб Не сломать Четыре Давайте Третий Запустим Запустим Ну Он Точно Так же Сработал Нашел Луция Просто Мы Знаем Что Он Сделал Это Быстрее У него Есть Индекс Но Теперь Тут В Линках Можно Было Бы Сейчас Я Найду Где Это Ага Вот Так Равно New Set Аркс А Сейчас Найдем Секундочку Вот И весь Этот код Теперь Можно Прибить Вот То есть Мы А Еще Вот Тут Нужно Заспредить Вот так То есть Мы Взяли Два Множества Их Распаковали И Запихнули Еще Одно Множество И Оно Стало Уникальным Теперь Возможно Еще Где Там Можно Написать Таким Синтаксисом Просто Что-то Не Пришло В голову Сразу Когда Писал Ну Не Знаем Да Это Надо Все Проверять Что Быстрее Что Нет Ну В Прикладном Коде Нам Важнее Чтобы Оно Было Короче И Понятнее А Если У Нас Этот Код Какой-то Сильно Высоконагруженный То Там Уже Мы Должны Все Проверять Для каждого Конкретного Случа Тут Нет Уже Таких Прямо Точных Так Теперь Где У нас Эти Индексы Используются Давайте Смотрим Тут Они Создаются Тут Они Строятся Да Они У нас Строятся Но Нигде Еще Не Используются Вот Да Индексы Уже Строятся Так Но Нам Тут Нужно Чтобы Их Использовать В Select Внутри Вот Этого Фора Ну Короче Вот Тут Фор Не Делать А Искать Сразу По Имени Поля То есть Нужно Проходиться По Полям Искать Индекс По Этому Полю И Там У нас Будет Коллекшн С Всеми Этими Элементами И Вместо Фора Мы Там Сделаем Просто Индекс Оф А Инклад Ну То есть Коллекшн Точка Инклад И Будем Знать Является Ли Это Вершина Входит Ли Она В Индекс Или Не Входит И Все Ну То есть Я Это Не Буду Переписывать Очевидно Это Тоже Сократит Тут Этот Код Наверное Строчки На 4 Вот Так Так Ну Я Потом Поправлю И Все Это Дело Тоже Запушу В Репозиторий Так Ну Что Мы Тут Увидели Что Мы Как Минимум Сделали Граф Сделали На нем Интересный Синтаксис Запросов И Синтаксис Хороший И Как Б Граф И Рассмотрели Ну Мне Кажется Это Такой Достаточно Жизненный Пример Который Где-то Может Даже Использоваться Так По Нему Еще Какие Вопросы Есть Тут Все Понятно Как Работает Это Хорошо Давайте Посмотрим Какие У нас Еще Темы Сегодня Да У нас Куча Всего По Асинхронности Ты Это Будешь Рассказывать Чем Интересно Был бы Послушать Про Настеризацию Межпроцессного Хорошо Сейчас На секундочку Да У нас Асинхронное Программирование Есть Есть Модули Мы Прошлый раз Проходили Да Микросервисы Масштабирование У нас До 18 часов Есть Еще Время Всего Не так Много Это Получилось Да На самом деле Лучше пройти То Что Самое Интересное То Что То Что Хотят Услышать Да Давай После Обеда Уже Балансировку И все Эти Вещи Уже После Обеда Там Ну Там Нода Будет И Сначала Введение В Ноду А Потом Все Эти Штуки А Пока Что Про Синхронное Программирование Наверное Лучше Всего Это Все Равно Всем Нужно И Все Равно С Этим Возникает Наибольшее Количество Вопросов Так Давайте Синхронное Программирование Значит Сначала Мы Перечислим Наверное Вообще Какие у нас Есть Способы Работы Синхронностью Вообще В джаваскрипте Ну вообще Через Колбеки Это понятно Потом На базе Колбекового Способа У нас Есть Еще Всякие Функции По типу Как В библиотеке AsyncJS Знаете Parallel Series Waterfall Each Filter Ну то есть Асинхронный Reduce И так далее То есть Это функции Которые Имеют Грубо говоря Сейчас Это мы тут Это напишем В скобочках И напишем Что это Утилиты Построенные Тоже на Колбеках Которые Группируются В Data Flow Группу И Control Flow Группу Значит В Data Flow Группе У нас Группа Говоря Есть Которые Функции У нее Передается Collection Сюда Callback И Done То есть Это может быть Parallel Series Each Reduce И так далее Сюда Передается Collection И этот Callback Должен быть Вызван Для каждого Элемента Коллекции Параллельно Последовательно Или же Допустим Если у нас Эта функция Как фильтр Такая же Как у Array То она Должна Быть Вызвана Со всеми Элементами Collection До А Не фильтр А Сейчас Наверное Да Ну действительно Для фильтра Для всех Элементов Там Какая-то Есть Функция Которая Позволяет Прекратить Итерацию Ну то есть Если Callback Возвращает Error То сразу Это дело Уходит В Done Это На самом деле Можно Посмотреть В доке Asin.js Asin.js Как-то Уже Отходит На второй Второй План Общей Асинхронности Поэтому Вы понимаете Это просто Как группа Функций Которые Умеют Через те же Самые Callback Как-то Более-менее Упорядочить Нам работу Чуть-чуть Добавить Удобств Чем Отличается Control Flow Группа Что у Нас Есть Тут Метод Какой-то Допустим Добавим Parallel Или Сейчас Так И сюда Передается Funx И Done И В первом Мы итерируемся По Collection А во втором Мы итерируемся По массиву Функций Или по Collection Функций То есть Не одна Функция По Каждому Элементу Итерируется А Уже Собственно Мы Параллельно Или последовательно Итерируемся По массиву Функций Когда Доинтерировались До конца Случился Да Так Ну Из этих Утилит Все Еще На Базе Callback Мы можем Что сделать Наверное Сюда Может Ити Eventimiter Да Коллекция Это Может Быть Array Или Объект Да Мы Должны По этому Collection Проитерироваться Это Array Или Object Мы Должны Вызвать Callback Над Каждым Элементом Из Array Или Над Каждым Значением Из Объекта Над Каждым Ключом Из Объекта Наверное Так На Callback Еще Можем Поверху Построить Абстракцию Как Eventimiter И Через Нее Тоже Разруливать Вопросы Асинхронности Каким Образом Мы Можем В Каком-то Одном Месте Запускать Асинхронную Функцию Подписываться На Событие А когда Эта Асинхронная Функция Завершится Она там Вызовет Callback Там Случится Какой-то Emit На этом Callback И Так как Мы Подписались Мы Об этом Узнаем Ну То есть Это Такой Способ Есть Он Не Самый Лучший Но Понятно Что Его нужно Перечислить Я его В классификации Ставлю под Callback Потому что Он тоже Использует Callback Естественно Так Что у нас Тут еще Через Callback Мы можем Сделать Data Коллекторы Которые Я сейчас Покажу Так Или Вообще Коллекторы Лучше Так Вне Этого Дела Есть Еще Generators Generators И Yield Так Теперь Теперь Наверное Все таки Промисы Тоже Являются По Классификации Чем-то Что Построено На Callback Ну Потому что Это Объект Но Там Внутри Внутри Как бы Все равно Используется Все Эмулировано На Callback Так Дальше Async Wait Сюда Потому что Он построен На Promise Так Какие Еще Подсказывай А Еще Ну Тоже Мы его Напишем Сверху Но он Тоже На Callback Наверное Это Observable Так Не знаю Нет Давайте Его Все таки Сюда Запихнем Потому что Он тоже На Callback Ну Внутри Там Спрятаны Callback Нет Кроме Генератора Ну Генератор Как-то Да На Верхнем Уровне Так Мы Сейчас Пытаемся Сделать Полную Классификацию Всех Вариантов Работы С Асинхронностью И Я Наверное Сейчас Покажу Как Делать Это Все Дело На Callback А ты Наверное На Promis Есть НКВ Да Хорошо Так Мы это Сохраним И Переложим Это Куда Нибудь Посинхронно Программирование Так Ну На Callback Вы Уже Видели Примерно Как это Выглядит Если У нас Есть Несколько Вот Таких Асинхронных Функций То Чтобы Нам Запустить Последовательно Нам Нужно Бы Каким То Образом Или Же Из Одной Функции Вызывать Другую Ну Вот Тут Мы Просто Их Все Вызываем Вместе Но Мы Никогда Не Узнаем Когда Случится End Ну То 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 Сначала Случается End А потом Они Все Исполняют Потому Они Асинхронные Но Мы Все Таки Ловим Когда Они Все Сделаны При Помощи Флага При Помощи Каунтера Сюда Добавили Каунтер И Везде Его Наращиваем Но Это Не Особо Красиво Я Думаю Что Наверное Нам Нужно В Классификацию Еще Добавить Каунтер Так Такая Ручная Работа С Колбеками Потом Всякие Штуки Когда У нас Колбеки Складываются В лесенку Вы Видели Примерно Такие Же Штуки Вы Можете Увидеть Как На Гугле В Код Как У нас Промес Складываются В лесенке Они Реально Складываются В лесенке Потому Что У нас Может Быть Внутри Зена Промес Пол Внутри Промес Пола Цепочка Зенов Ну То есть Когда Нам Нужно Объединить Параллельно И Последовательно И Сгруппировать Это Более Сложно Но Это Редко Конечно Нужно Но Такое Все Рано Бывает И В Случае Если Нам Нужно Последовательное Параллельное Соединение Очередности Исполнения Функции Делать То Получается Что У нас Тоже Нарастает Такая Лесенка В правую Сторон Значит Чтобы Чтобы Она Не Нарастала Мы Можем Перейти От Промисов Кассин Квейт Покажет Да Хорошо А ты Будешь Объяснять Я Устал Объяснять Хорошо Хорошо Быстрее Разобрать Промисы Все Видели Ну Да Есть Куча Практики Как Б Я Периодически Смотрю Код Людей Вот Как Обычно Это Пытаются Разрулить Очень Часто Цепочку Вложенности Люди Разруливают Тем Что Они Внутрь Одной Синхронной Функции Вызывают Сразу Следую Допустим У меня Read Конфиг И прямо Из него Select Сром Дебю Делается А внутри Тут Get Http Page Из Select Это Плохо Чем Тем Что У нас Нету Тогда В программе Какого Нибудь Одного Места В котором Мы Управляем Последовательностью Исполнение Функций И Таким Образом Получается Что Асинхронность Размазана По всей Программе Нам Чтобы Проследить Как же Оно Работает Нужно Читать Все Исходники И смотреть Отсюда Сюда Переходит Отсюда Сюда Переходит Такой Просто Стиль Написания Ну Ну Как бы Если Программа Небольшая Ну Вот Как Тут Каких-то Там 50 Строчек Это Еще Можно Проследить А Когда Она У нас В разных Модулях То Это Все Ну То есть Два Варианта Или Вот Так Вот Распределяя Эти Вызовы Просто По Всем Исходникам Или Делая Каунтеры И Тоже Эти Каунтеры Наращиваются То В одном Месте То В другом Месте И Каждый Раз Когда Мы Наращиваем Нужно Еще Вызвать Какую-то Функцию Которая Проверит А Может Они Уже До Конца Нарастились И Можно Уже Все Отдать То С Каунтерами С Флагами И С Вот Таким Прямым Вызовом Это Очевидный Говнокод Как это Очень Часто Быстро За 3 Минуты Можно Наконить Но Сказали В пятницу Это Не Говнокод Это Мультипарадигменный Прогресс Это Хорошо Говнокод Тоже Мультипарадигменный Уже Он Обычно Ему Является Да Мы Еще Можем О Кстати Вот Еще Такой Есть Синтаксис С Чейном Я Думаю Что Это Наверное То Что Еще Можно Включить В Классификацию Действительно Давайте Еще Сюда Включим Так 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 Вот Где-то Тут Chain Do Вот Так Я Сейчас Объясню Что Это Так Это Мы Сами Себе Придумываем Такую Абстракцию Как Цепочка Делаем Ее При помощи Цепочного Вызова Вот Так Вот Do 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 Мы Хотим Чтобы Последовательно Они И Исполня 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 аргументом reconfinger точно так же вот этот select звездочка from cities он тоже станет аргументом select from db но каждый раз когда я навешиваю такую вот следующую ду она не исполняется записывает мне это дело в двухсвязный список и сохраняет внутри чейна потом когда я ну дошел вот до вот этого места у меня внутри c1 есть instance внутри которого лежит двухсвязный список который можно исполнять но так как у меня c1 еще и функция то она у меня не сразу исполняется только когда я ее вызову а куда куда денется результат да куда денется результат скорее всего ну вот в данной конкретной реализации я сейчас посмотрю куда денется результат я уже так не помню так значит вот это абстракция чей сейчас мы посмотрим что мы из него возвращаем мы из него возвращаем вот эту вот функцию кур это курсор вот return кур отсюда мы ее вернули теперь она вернет ли куда-то какие-то результаты мне кажется она никуда не она никуда результаты не умеет возвращать просто если нам нужно что-то как это сказать найти конец этой последовательности мы сюда дописываем ду и сюда добавляем функцию да и она просто вызовется последняя в цепочке и все ну так как это учебный демонстрационный пример то скорее всего результаты исполнения у меня никуда не накапливает хотя надо посмотреть еще сейчас сейчас момент так каждая из этих функций получает аргумент имеет callback да каждая из этих функций имеет контракт callback last error first естественно все синхронные функции а свои данные она передает тоже в callback и передает их первым аргументом что не особо хорошо поэтому мы наверное сейчас этот примерчик подправим сделаем чтобы она их передавала вторым аргументом да ну чтоб можно было как-то и ошибки возвращать тоже так но теперь нам нужно поправить немножко чейн чтобы он понимал вот эти налы так 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 сначала мы должны понять куда чейн накапливает эти вызовы тут у нас есть метод ду в которой передается функция и список аргументов которые в нее отправляются значит функцию мы записываем в поле fn а аркс в поле аркс и дальше рекурсирует рекурсивно вызываем этот чейн то есть у нас один чейн с другим чейном связывается как двухсвязный список кур это текущий чейн и когда мы вызываем чейн заново то вот сюда идет ссылка на превьюз чейн и когда мы дошли в последовательности до навешивания последнего вот этого чейна то после последнего метода ду то из него вернулся другой чейн не тот который вот отсюда 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 вернулся последний чейн и именно этот чейн мы отсюда вызываем но это же последняя функция в него добавлено а нам нужно сначала начать исполнение поэтому мы что делаем мы должны сначала когда эту функцию кто-то вызвал вот тут мы должны должны сначала пройти по ссылкам прав 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 вызывать предыдущие пока не дойдем до самого начала то есть если у нас прав есть есть мы вызываем предыдущие а если мы дошли до такого чейна у которого нет превьюз тогда мы должны вызвать метод форвард то есть он сначала в одном порядке не будет вызывать найдет первый и тогда начнет спускаться по очереди вниз уже либо служить в очереди им анализа ну это же пример который показывает полезность использования списка ну то есть конечно все это дело можно было бы просто в рай сложить и кстати и тогда можно было бы ну каждый вот этот следующий ду он бы не создавал новый новый чейн он просто изменял предыдущий чейн ну то есть тот который инстанциируется функции чейн так давайте же мы еще должны исправить чтобы ошибки возвращались значит потом в конце концов когда мы дошли до первого этого ду мы начинаем делать форвард вот и отсюда мы проверяем если у нас у текущего чейна есть функция то мы ее вызываем и передаем ей колбек ну тут отладочные сообщения еще добавил и если у этой функции если у текущего чейна есть еще следующий next то мы потом после возврата колбека из этой функции вызовем и его вот так и вот тут вот где-то мы должны ловить ошибку error и data вот сюда мы data кстати в этом чейне тоже теряли это data никуда не девалось ну пример демонстрационный он просто показывает как можно сделать собственную то есть собственную абстракцию для работы с синхронностью ну data мы хотя бы выведем на экран потому что я тут быстро не придумываю куда ее можно деть data вывели и вызываем следующий элемент в этом чейне дальше давайте посмотрим а когда уже ничего не нужно исполнять то говорим что закончилась на функции с таким-то именем и тут нужно еще проверять ошибку вот if r ну мы ее будем просто выбрасывать ну можно было бы проверять и допустим не идти дальше по форварду кстати может быть так лучше делать действительно not r and вот так это мне больше нравится чем ну хорошо вот так вот наверное так done тоже нужно прибить потому что у нас такой функции тут нет ну давайте это теперь запустим пятый пример о смотрите сработало значит как минимум он сначала create element это при вызове каждого do происходит потом случается когда мы вызываем chain вызываем ту функцию которая у нас получилась то есть он в обратном порядке проходит по всем навешанным элементам а теперь в прямом порядке проходит находит вот первый и мы из него получаем какие-то данные вот видите мы сами построили какую-то интересную абстракцию по работе с асинхронностью по связыванию функций в параллельную в смысле в последовательную цепочку и уже такая идея нас может натолкнуть на то что нам бы можно было бы ее как-то расширить и это уже очень похоже на промис у нас тут есть чейнинг у нас тут нету правда возврата значений никуда в какое-то нормальное место но как минимум оно даже работает очень похоже на промис единственное что если мы вот такое вот будем писать с промисами это оно сразу начинает рассолниться то есть как только мы написали оно сразу рассолниться а тут оно композируется в функцию c1 и просто лежит пока ее не вызвали оно вот лежит ну и мы ее можем вызвать несколько раз это примерно то же самое если бы мы сделали промис и положили бы его внутрь лямбды и вот эту лямбду мы можем когда захотели раз потом вызвать это как обзоров пока не подписался ну да да чем то похоже еще на обзоров был ну я тут просто сделал такой пример чтобы были и структуры данных и значит синтаксис какой то интересный и не похоже на что то другое в общем чтобы студентам было интересно это дело смотреть так теперь ну какой синтаксис с промисами наверное вы знаете да такое видели скажите мне кому нужно его еще пояснять это тоже последовательный вызов то есть мы несколько функций мы их байдим тут на аргумент ну потому что мы хотим вызывать передавать этим функциям потому что это же у нас на самом деле функции с коллбеками там и мы их байдим на первый аргумент а сама функция теперь у нас сейчас одна секундочка сейчас я посмотрю а да так 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 а это они без коллбеков уже я это переписал они уже сразу возвращают промисы но у каждой из этих функций к ним еще должен аргумент как-то прийти ну вот собственно я этот аргумент сюда прицепляю через bind так давайте запустим такой вариант ну все и тут dance ловился и все это последовательный последовательный вызов ну и вот такой вот это параллельный вызов ну тут покрасивее наверно будет потому что нам не нужно байдить а просто мы каждую функцию вызываем она там промис вернула и все такс ну а теперь как выглядит если у нас как это сейчас сейчас внутри зена еще там промисол вызывается вот две функции это и параллельные и последовательные вот таким способом можно так ну давайте может быть это тоже запустим 8 есть там какие-то под запросы получается выполнились параллельно из того что нет в примерах у промиса еще есть рейс кроме ол позволяет организовать параллельно собственно выполнение подождать все а рейс позволяет дождаться первого то есть нужно реже но ну да то есть это допустим мы обращаемся к базе и к кэшу кто быстрее вернет от того мы значение кэш может быть или пустой или допустим как бы как-то плохо организован и медленнее может отдавать чем база ну пустой может быть кэш если пустой то он все равно вернешь он может выкинуть ошибку и если поиск в кэше не будет ничего возвращать то тогда из базы вернется ну он не он не вернет ничего короче он не вообще не заресолвит этот promise и все а тогда из базы вернется да он не вернет ничего короче да ну то есть если из базы вернется все хорошо но из базы точно вернется или ошибка или же значение а из кэша вернется только значение ошибка не вернется просто мы не будем рассолвить из кэша и все нормально так теперь я покажу пример как можно то же самое сделать на ивентимитере я прошу прощения а если кэш не будет рисовывать не придет к утечке он же не стопается нет просто потом скажем так ссылка на этот вызов кэшу она будет жить до тех пор пока у нас не заресолвится promise а когда promise заресолвится у него случится окончательная собственно отдача результатов из promise нигде никаких ссылок не останется то есть promise перейдет в состояние resolve и все и не будет держаться ну на самом деле перейдя в состояние он будет держаться столько сколько будет держаться ссылка на него ну да то есть он будет вечно но пока у нас где-то promise хранится в переменах да мы ее потеряем где-то точно так же как с обычным promise собственно и не с обычным promise так теперь вот тот же самый пример с четырьмя функциями которые нужно нам вызывать последовательно но при этом мы хотим это делать на ивентимитере ну то есть я как бы видел разный асинхронный код как люди пишут и в домашних условиях пожалуйста вот это не повторять ну просто сделали ивентимитер точно так же забайнили все эти функции на их аргументы и подписали все их на события а потом из этих функций просто имитаем результат ну вот такое тоже я встречал как бы можно так сделать ну то тоже вот как бы я в классификацию включил потому что я встречался люди так пишут теоретически сделать можно но мне это сильно не нравится ну тут тоже понятно как это работает действительно работает я встречал в каких случаях это делают ну вот такое где-то при работе с какой-то библиотекой она была несовместима с промисами ну то есть она хотела промисы одной реализации а не другой реализации а в этом проекте использовались вот какие-то специфические специфическая реализация промисов и если ей туда передавали промисы то библиотека ничего не делала и в общем чтобы как-то сделать пофиксить вот именно в этом конкретном месте то что нужны были и именно эта реализация промисов и именно эта библиотека при этом как-то асинхронность нужно было разруливать вот так вот и вентимиттерами люди написали такс ага что у нас тут еще момент а тут про композицию еще было так тут есть примеры вот наверное полезные примеры это того как в библиотеке async.js итерируются collection вот тут итерируется array вот сюда в map передается какой array итерировать через какую функцию и когда до конца доитерируем вызовется эта штука то есть понятное дело что это функция внутри естественно будет иметь какой-то указательный элемент массива и постоянно вызывать коллбеки и как только один коллбек вернулся на следующий вызывает такс то же самое только с параллельным исполнением async parallel то же самое может быть еще и с объектами вот сюда так 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 в series да в series может передаваться массив а может передаваться объект он может итерироваться и потому и потому единственное что в результате вот этот вот result если он итерировался по объекту то этот result будет точно так же объектом а если он итерировался по массиву то тут result будет массивом так у нас тут установлено все это дело давайте тогда запустим этот f ну вот видите объекты массив такс ну вот как будет выглядеть с async await то же самое чтобы использовать await нам как минимум нужно снаружи наш кусок кода обернуть вот такой вот лямбдой или функцией как бы с ключевым словом async просто мы обернули она нам кроме этого ничего не дает дальше мы каждую из наших асинхронных функций дожидаемся вот так и wait то есть мы практически пришли к тому что код у нас выполняется как будто бы просто просто обычное оперативное программирование последовательно но когда мы вот такой вот код запускаем естественно вот в этом месте не происходит никакого прекращения работы программы там ожиданий и все такого если к нам допустим параллельно с этим приходит какой-то пакет в сокет приходит пакет или случается какое-то событие там он таймер или же случается как бы приходит к нам в наш процесс еще какой-то месседж из параллельного процесса и нам нужно на что-то отвечать то параллельно с вот этим ожиданием у нас еще в другом месте тоже запустится кусок javascript и сможет работать пока не отдаст время в event loop а из event loop он опять это время попадет в наш await когда сюда тоже придет значение ну то есть тут нужно сказать что все функции которые объявлены с ключевым словом async они через return могут возвращать нам как promise так и значение значит если мы возвращаем оттуда просто значение оно сразу же оборачивается в promise уже разрисовленный в это значение то есть вот эта вот функция readconfig у нас тут переписана таким образом чтобы у него было тоже тут async вот так в принципе мы могли тут написать promise resolve name это то же самое что и вот таким вот способом так 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 я тут еще добавляю такую штучку как await wrap async только для того чтобы у нас было видно что функции работают с какой-то задержкой то есть что они асинхронные и чтобы они не сразу выходили а чтобы подождать какого-то таймера вот этот вот await wrap async вот он тут получается что мы сделаем случайную задержку случайную задержку и ее как только случится событие этого таймера сразу же я точнее в set timeout сразу resolve передаю и reject сюда вообще никогда не случается можно вот так вот сделать даже наверное на этот reject наверное должен был бы ругаться линдер так не знаю как я это закомитил линдер не запускал что ли получается подожди например тут получается что promise делает что мы в этом что ли вот тут ждет тут я хочу подождать вот этот да конечно я просто хочу непредсказуемую задержку добавить в каждую из функций чтобы она стала действительно асинхронной потому что так внутри функции не случается никакой асинхронной операции таймер это хотя бы очень похоже на асинхронную операцию и чтобы понять что исполнение отложено то есть то есть что у меня значение не сразу возвращается а исполнение отложено то есть какая-то нагрузка должна быть асинхронная нагрузка если бы я к файлу обращался или к базе я же тут скажем так вот этот вот read config или config не читаю и в базу не лезу а я сразу отдаю значение но хочу чтобы там была какая-то задержка чтобы эмулировать чтобы эмулировать доступ к какому-то внешнему вводу-выводу ну то есть когда у нас вообще актуально асинхронное программирование когда мы из своего процесса куда-то лезем то есть с UBD лезем на диск лезем делаем таймер или работаем с сетью там сокетами ну то есть какая-то операция которая не сразу возвращается а мы должны дождаться чего-то ну так хорошо если например в базу будем лезть или читать какой-то файл то надо будет ретурном выращивать помисс нет функция которая асинхронная они всегда автоматом завернуты результаты в промисс можно оттуда возвращать промисс а можно возвращать если мы сразу сделаете без авиаида сделаете ретурн то оно вернется сразу но оно вернет промисс и сразу с той стороны асинхронной функции стоит он будет ее ждать то есть если у вас здесь будет ретурн ретфайл который новый с промиссами то можно возвращать его прямо без ожидания не делая эвейт лишний раз заворачивание в промисс можно просто сделать ретурн на ретфайл и ждать его нет смысла можно сразу ретурн можно сразу ретурн тут есть единственный смысл в readconfig ждать чтение файла если мы сделали сначала await readfile а потом допустим как-то этот конфиг обработали допустим провалидировали или как-то дополнительно что-то с ним сделали или взяли из него какие-то ключи и потом их уже вернули ретурном ну таким образом получится что мы прочитали весь файл как-то его предварительно ну короче await подождали пока файл прочтется потом обработали и через ретурн уже вернули так так удобная нотация очень тяжело вкладывание ошибок если где-то забыл это это да так ну и что мне в этой нотации не нравится что ошибки нужно ловить try вот я не люблю throw и не люблю try это может считать это каким-то личными как это называется может быть индивидуальной непереносимости ну да мне это не нравится как бы по тем причинам что когда мы делаем throw error это очень дорогая операция то есть тогда у нас нужно создать объект ошибки и вычислить весь стэк и положить его в этот объект ошибки то есть у нас как бы стэк и так собирается javascript собирает стэк но он собирает его из стэк вызовов имеется в виду что одна функция вызывает другую третью по цепочке друг друга вызывают но когда у нас создается объект ошибки нужно этот стэк сериализовать в виде error и туда error.stack и там вот у нас 10 последних вызовов а если мы это самое если мы вызовем ноду с ключом типа стэк расширили до тысячи вызовов нам такое нужно очень часто в больших приложениях потому что при асинхронном программировании тем более с эвейтами там как сказать в 10 вызовов мы ничего не поймем что случалось только последние какие-то несколько шагов и там нужно расширять количество этих вызовов поэтому как только мы их расширили то у нас там такая вот пачка из этого стэка из 50 или 100 вызовов и все это дело сериализуется и отправляется в объект ошибки ну как любую любая ошибка которая сровнулась внутри вот этого вызова она она поднимется наверх и попадет вот в этот кейдж ну то есть как бы последовательность возвращения ошибок тут продуманная и она как бы правильно и хорошо работает но как мы посмотрим чуть дальше такое же поднятие ошибок можно сделать и с асинхронной композицией там допустим и такое же кстати поднятие ошибок есть в библиотеке AsyncJS то есть там вот мы передали какой-то массив из функции если какая-то посередине сделала ретур этой ошибки то у нас сразу вызовется дан то есть мы не будем до конца по цепочке итерироваться оно прекратит исполнение в каком-то месте и сразу случится обработчик то есть ну тут у нас скетч там бы был просто done с error first аргументом просто done с error first аргументом будет существенно быстрее исполняться ну как бы когда мы пишем прикладной код тем более на клиенте я бы рекомендовал все-таки SyncEvade а когда мы пишем сервер то я бы рекомендовал Callback потому что это наиболее производительный или же на Callback ассинхронную композицию опять-таки ну на сервере могут быть какие-то части бизнес-логики вот в бизнес-логике может быть тоже лучше все-таки использовать SyncEvade потому что тогда более очевидна последовательность действий ну то есть как бы человек так вот мыслит последовательно по строчкам что у нас программа исполняется строчки строчки когда она у нас разбита на Callback и тем более когда у нас стиль асинхронный код написан в стиле функционального программирования то тоже получается что понимать это гораздо сложнее а с бизнес-логикой нам важно чтобы как раз понимание кода было на хорошем уровне а не производительность тут уже такое ну собственно довольно редкий случай с производительностью ты всегда все равно ждешь какой-нибудь внешнего базу ждешь сеть ждешь что-нибудь еще ждешь и тут уже потеря скорости между Callback и Promise не имеет никакого значения это актуально только если что-то очень много там считать или что-то такого делать что не ходят во внешний мир это достаточно редкий случай так сейчас сейчас да не ну в принципе на самом как бы когда у нас сплошное ио кстати тоже это будет эффективно сплошные асинхронные операции и мы на них чуть-чуть выиграем не выиграем ну мы на 2 миллисекунды на 2 пол миллисекунды быстрее возвращаться в Callback и на 50 миллисекунд дольше дожидать файла ну да так сейчас мы посмотрим еще про такую абстракцию как коллектор потому что у нас как это обычное самый обычный кейс использования асинхронного программирования это когда к нам на сервер пришел какой-то запрос запрос нам нужно из базы одно что-то дернуть там какой-то другой запрос в базу третий запрос какому-то url какой-то api вызвали там параллельный процесс запустили из него ждем пока что-то ответится что-то из файловой системы там ну короче из разных мест мы дергаем инфу потом мы ее должны как-то агрегировать посчитать что-то и отдать пользователю уже какой-то окончательный результат так вот для такого случая когда нам не важна параллельность или последовательность исполнений то мы можем все сделать то же самое но гораздо на более легковесной абстракции вот посмотрим такой код тут лежит он в библиотечке metasync и его еще вариации лежат в библиотечке do ну просто npm библиотечка do можете написать npm i do и она восстановится значит смотрите мы создаем сначала коллектор на три элемента данных это значит что мы каких-то делаем три запроса куда-то три ключа ждем этот коллектор соберет три ключа коллектор это у нас такая коллекция у которой есть еще тайм ауты и события значит потом мы навешиваем сюда тайм аут то есть если мы три ключа не соберем за пять секунд то нужно выйти уже с тайм аутом все это дело дальше по цепочке мы вызываем данных значит этот данных случится или если мы за пять секунд три ключа соберем или если пять секунд закончится мы три ключа так и не соберем значит и в зависимости от этого сюда придет или error или result теперь у этого DC дейта коллектора есть методы пик который собственно собирает значение кроме того сейчас я найду другие примеры использования о вот тут есть пример использования более расширен есть пик который по ключу собирает значение есть коллект который умеет принимать или ошибку или значение или и то и то вот тут он со значением возвращает ну в смысле собирает значение потом есть take и сама функция DC это тоже функция и она будет работать точно так же как и метод collect то есть и DC это функция и у нее есть еще метод который ее полностью повторяет ну зачем это сейчас я покажу почему значит смотрите у нас DC это функция и мы ее можем преобразовать в контракт error first каким образом через bind то есть мы DC bind на key2 и у нас остается два еще аргумента ошибка и значение и у нас эта функция преобразовалась сразу в callback который мы можем куда-то передать вот такое как работает вот этот take take это просто длинный синтаксис для вот такого вот вызова сейчас я его перепишу без take вот это асинхронная функция асинкратур пятерка туда идет аргументом а сюда приходит колбек так и сюда DC точка collect так и сюда , , , вот вот чтобы вот всего этого не писать, мы можем это дело сократить до вот такого тейка. То есть этот тейк что сделает? Он возьмет функцию async return, вызовет ее с вот этим аргументом 5, навесит туда callback сам, в зависимости от того, в callback придет ошибка или данные, он вызовет pick или collect. И, кстати, у DC есть еще fail, но тут он нигде у меня в примере нету, но fail, собственно, collectает ошибку и в результате, если туда попала ошибка, то сразу случится done. Прервется исполнение коллектора, до конца мы не будем ждать, чтобы все собралось. Ну вот, вкратце, вот такой вот синтаксис. по-моему, для простых операций со синхронностью он гораздо более эффективен. Сейчас я покажу результаты теста по сравнению. Мне кажется, я их куда-то запостовал. Запостовал ли я их выше, я не помню. Не, ну как минимум я могу это запустить. Слушайте, да, я могу запустить эти тесты. npm run path. Пусть они там выполняются. Это 6 миллионов параллельных и последовательных запросов через промиссы, через асинхронную композицию и через коллекторы. Так. О, коллекторы почему-то, ну это на последней ноде они медленнее, чем асинхронная композиция. Так, так, так. И на пулах еще что-то там есть. А, это я сравниваю разные реализации пулов. Ну вот, смотрите, как минимум коллекторы, видно, что они в два раза быстрее, чем промиссол работают. Но асинхронная композиция почему-то обогнала. Я думаю, что я коллекторы тоже смогу разогнать. Потому что вообще для асинхронной композиции нужно много всего. Ну, то есть больше всяких сложных вещей. Так, теперь я покажу еще примеры кода с асинхронной композицией. Она у вас тоже есть в классификации. Так, 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 наверное, вот тут. Тут у нас есть getPerson, lookupCountry, readFile и prepareResult. Вот четыре функции, которые мы хотим запускать. Ну да, наверное, это лучше всего показать. Вот на такой схемке. Где мы видим, что у нас есть некоторое количество функций. Мы их хотим склеить в одну функцию. Чтобы у нас они вот в таком порядке исполнялись. Тут перемешано параллельное и последовательное их исполнение. Так вот, мы это дело записываем при помощи вот такого синтаксиса. С одинорными и двойными скобочками. Когда у нас одинорная скобочка, мы предполагаем, что все функции, которые в ней внутри, будут исполняться последовательно. А когда двойная, что они будут исполняться параллельно. И каждая из этих функций, если вот, допустим, сначала исполнилось f1, у нее там случился коллбек, после того, как этот коллбек она вызвала, вызвалось f2. Вот f2 вернула ошибку. Значит, f3 никогда не вызовется. И вот вся вот эта вот байда до конца, она прекратит, ну, как бы, она вообще не начнет даже исполняться. Теперь, если мы дошли вот до вот этих вот двух квадратных скобок, то тут у нас параллельное исполнение. Все эти три функции исполнилось. Понятно. А дальше параллельно исполняются f4, f5 и f6 и f8. Их сразу четыре штуки начали исполняться параллельно. Так вот, если хоть одна из них возвращает ошибку, тут у нас варианты какие? К этому времени, когда, допустим, f8 вернула ошибку, к этому времени f6 могла уже вернуться, и сейчас исполняется f7. Или, допустим, f6 еще не вернулась. Так вот, если f8 вернулась с ошибкой, возможно, что мы f7 так и не начнем исполнять. То есть, если сейчас исполнялась f6, то после нее обрубится исполнение, и сразу случится выход. То есть, f9 и f7 будут пропущены. Но все функции, которые начали исполняться параллельно, f4, f5, f6 и f8, если хоть какая-то из них возвращает ошибку, то мы в любом случае уже не можем отменить того, что эти функции должны доработать до конца. Ну, это вообще как бы проблема в ноде, что мы не можем отменить коллбек, который навешан. Ну, на самом деле, мы не сможем этого ни в каком случае сделать. Ни через коллбеки, ни через промисс, ни каким способом мы не можем отменять те синхронные запросы, которые уже отправлены куда-то в базу, или, значит, в диск, или куда-нибудь еще. Но, как минимум, мы можем вычислять по вот этому графу, какие из запросов еще не начали исполняться, и, значит, мы их просто и не запустим даже. Кроме того, вот эта синхронная композиция, она хороша тем, что в результате вот эта функция Compose, она имеет такой же самый контракт, контракт, как и каждая из этих функций. То есть она имеет контракт callback last, error first, тоже обычная синхронная функция, которую можно опять скомпозировать с кем-то другим. То есть мы их можем частями композировать, потом объединять, и, собственно, когда нам нужно, мы их запускаем. Пока мы их не запустили, они просто лежат скомпозированные. Вот так. И, понятное дело, что в момент запуска у всей этой цепочки появляется состояние. Тут вот, в отличие от промисов, состояние появляется в момент запуска. У промисов состояние появляется сразу, как мы объявили этот промис, написали промис точка чего-то там. Оно уже в каком-то состоянии. Оно уже пендинг или resolve, если сразу метод класса resolve вызвался. А тут никакого состояния, пока не начали запускать, нет. И потом можем их опять композировать, еще группировать. Ну, кроме того, у них есть у композированных функций методы timeout. То есть мы можем навесить, если вся вот эта цепочка за 5 секунд не выполнилась, то сразу как бы нужно рубить и прекращать. У них есть метод cancel, есть метод clone. Метод clone, если мы имеем ссылку на уже запущенную цепочку, мы ее можем склонировать, и она опять вернет композированную функцию без состояния. Можем сделать пауз. Это в том состоянии, в котором сейчас находится вся эта цепочка. Она остановится, и новых функций не будет запускать. То есть те, которые сейчас уже запущены, они до конца отыграют, а новые не будут запускаться. Потом мы вызовем resume, и оно продолжит с того места исполнять цепочку. Так. Это к нам сюда пишут? А, не кто-то пришел. Хорошо. Так. Ну, в общем, если есть какие-то еще вопросы, то вы их задавайте. Я сейчас переключусь тогда на нашу классификацию. А у нас начинается обед в 30 минут. 45. Но мы должны отпустить всех. Должны, наверное, отпустить. Так. У кого-то есть обед в 13.30? В 13.45. А, в 13.45 есть обеды? Посмотрите, пока что. А я пока что прошу тогда вопросов. Если у кого-то есть обед в 13.45. Да, да. Вот если мы в такой парадический случай строим из промислов какую-то цепочку, вот какие-то губрики хотим выстроить, и вот есть такая парадическая проблема, что иногда в какой-то промисле происходит ошибка, и эта ошибка в этих промисах тонет, но ее просто потом не можем увидеть в конце. Тонет, она должна подниматься наверх. А она вот как и кейчем, каким образом можно это все скомпоновать? И в любом случае, допустим, у нас есть там самый простой, там, есть зельдер, допустим, из 4-х, из 4-х, мы делаем запучка, чтобы мы всегда могли ее увидеть. Ну, мы ее вообще на самом деле... Мы или кейчем ловим, или try-кейчем, ну, то есть кейчем методом кейч, или try-кейчем всегда ловим. Ну, ошибка должна подниматься на верхний уровень промисла. Ну, как бы не то, что должна, она поднимается. Да, кейч может быть в самом низу один, он будет в этой цепочке, он его будет очень прикладить. Да, мы просто... Мы не всегда, как это сказать... Не всегда после каждого зена вставляем кейч, и тогда оно в последний придет. А если после каждого зена, то тогда мы знаем, на каком шаге случилась эта ошибка. Где-то так. Может быть, Алексей что-то еще хочет к этому добавить. Нет, там, по-моему, есть способ, да, потерять выкинутый промис, с промисом вы там делаете... Если там, да, там происходит throw error, а вы его ждете кейчем, но не происходит reject, тогда его, по-моему, можно действительно потерять. Но вот если писать с инквейтами, такого не получится, на самом деле. Потому что инквейт еще это решат. Потому что там это нормальный способ выкидывания ошибок из синхронной функции. Поэтому если использовать асинквейт, то просто так как проблемы не будет. И синтаксис лучше станет. Ну да. То есть, как бы, если уже говорить о том, чтобы на каком синтаксисе писать бизнес-логику, то это уже, конечно, точно на асинквейтах, потому что это просто более понятно человеку. Ну и меньше вероятности написать ошибку. Ну единственное, с синтаксисом надо помнить, что некоторые вещи можно таки выполнять параллельно. потому что способствует написанию двух авейтов подряд, может быть, несвязанных операций. Действительно. Это, как бы, люди забывают про то, что можно где-то написать все-таки что-то на коллбейк. Нет, нет никакого. Нет, дело не в коллбейке, просто промисол писать долго и сложно, а два раза авейт писать быстро и красиво. Ну вот, да. Но это нужно знать и промисы, и асинквейт, чтобы так написать и еще и подумать дополнительно. Ну, это у вас эволюционно, а кто-то начал все это изучать сразу с асинквейтов, таки тоже есть. Ну, потому что люди сразу раз и уже сложный инструмент дали. А коллбейки никогда не используют. Потом, значит, у меня... Специального синтаксиса для промисол тоже нет. И не слышали. Да, действительно. Какой-нибудь авейтол какой-нибудь. В асинквейте нет специального синтаксиса для параллельной агрегации всех этих операций. Действительно, авейтол был бы очень полезен. Ну, там еще рейс, там еще рейс, там еще это. Ну, ждем, может быть, доделают нам. Потому что нам надо на массив подать все. Может, нам доделают все это дело. Ну, еще что я хочу показать, может быть, потому что как бы с промисами, как это называется, ну, с промисами и с асинквейтом не всегда у нас это, конечно, нужно, но иногда бывает нужно отменять. Ну, то есть промисов нет канцела и нет таймаута. В самом деле промису не нужен канцел. Ну, его часто, чего часто хочется, но обычно, чтобы отменить промис, желательно передать, чтобы сама функция, которую вы выполняете в промисе, умело отменяться. Потому что обычно она производит какую-нибудь операцию с внешним миром и она может, ну, ее нельзя просто так выкинуть обычно. То есть, чтобы логика канцела обычно должна зависеть от логики самой функции, самого выполнения. Поэтому желательно, чтобы канцел был сам процесс, который вы ждете. Поэтому промису не очень нужно. если это ожидание там запросов к серверу, которые можно просто выкинуть, то это не жалко. В принципе, можно их так отменить. Если это что-то в ноде, что-то с работой с файлами, с чем-нибудь, то уже нужно правильно их хотя бы закрывать. Ну да. Ну, я по этому поводу хочу показать еще адаптеры синхронности, которые как минимум в ноде они встроены, а по-моему в браузере нужно какую-то библиотеку за собой тянуть. Правильно? Ну, Calbacify и Promissify. Да? Там их нет. Но их на самом деле написать несложно, можно даже их вставить в свой код. Единственное, что, конечно, тогда нужно подумать о совместимости с другими Calbacify и Promissify. Потому что есть разные реализации и не все их хорошо и правильно пишут. Промиссы же они же есть уже в хаузере и в этом складе. Что такое Calbacify и Promissify? Это, собственно, функция обертка, в которую мы можем передать промисс и получить асинхронную функцию на колбэках. Вот примерно вот таким вот образом сейчас увеличу чуть-чуть. Вот как тут. Смотрите. Мы делаем сразу зарассованный Promiss и потом превращаем его Calbacify в функцию на колбэках и вот так ее и вызываем. Правда, не надо ее называть колбэк, как я тут это сделал. Переходной период. Пока есть IP, которые так работают, а есть IP, которые так работают. Потому что уже сейчас нету проблемы того, что там код начал в колбэках елочкой выстраиваться или Promiss начали елочкой выстраиваться. Сейчас самая большая проблема в том, что у тебя есть приложение из 10 модулей. Один написан на колбэках, второй на Promiss, третий на Sync и вейте, четвертый на синхронной композиции. И вот это вот все, а где-то еще и вантимитеры сбоку. Все это одно с другим слепить. Это такое. Как раз пока что в библиотеке Metasync я пытаюсь сделать так, чтобы асинхронная композиция была совместима с Promiss'ами и одновременно была совместима с колбэками. С колбэками она сразу была совместима, потому что если мы композируем две функции, мы сразу получаем колбэка совместимую функцию. но она еще должна быть thanable, то есть у нее должен быть метод than, чтобы ее мог подождать await. В принципе это у нас так уже сейчас работает. Ее сейчас ждет await, но она не во всех случаях она ведет себя как Promiss. С синтакси самосинк await она может использоваться. А вот в promissol ее нельзя передать. Но вообще можно сделать такую абстракцию синхронности, чтобы она была совместима с всеми другими, чтобы не нужно было вызывать вот такой вот врапер callbackify или вот такой вот сейчас у меня есть promissify есть да вот есть promissify в ноде он лежит utils делаешь require utils utils promissify и у тебя уже значит функция которая раньше была с callback она стала возвращать promiss я сразу покажу наверное как как модуль fs собственно выглядит и новый с promiss это фактически мат promissify на fs ну вот как выглядит promissify то есть сюда ему передается функция возвращается из него тоже функция promissify д с аргументами которые захватываются в массив как только она вызывается из нее сразу возвращается promiss вот такой new promiss и там изнутри вызывается эта функция и собственно и разветвляется управление в resolve и reject utils это utils деблиотеки ноды встроена promissify функция callbackify не знаю она там есть лучше использовать ту которая там внутри потому что есть какая-то надежда что происходит какая-то оптимизация если они сами писали callbackify тоже и callbackify есть это хорошо то есть как бы тут вот в метасинки они используются они написаны вручную скажем так потому что просто как это вся эта вот как бы машинерия метасинка она предполагается что она не должна быть завязана на ноду не должна быть завязана на какую-то конкретную реализацию promiss то есть она должна быть более универсальной и работать и в браузере и в сервере и в других движках джаваскрипта там и во всем этом деле но как бы если мы пишем прямо только на ноде сервак пишем он точно не будет запускаться в приятие там лучше использовать эти адаптеры местного разлива так еще у нас есть так 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 утилитки по асинхронности которые куда я их делал вот наверное в трудл я их делал которые позволяют добавлять к асинхронным функциям я их вчера показывал я их быстро сейчас еще расскажу функция видите тайм аут если метасинг тайм аут написать передать туда интервал и передать функцию она обернет ее ну параметр кроллбэк не обязательно она ее обернет таким образом что мы по достижениям этого тайм аута функция автоматически консельница то есть это в рапер для функции который делает автоматический консель для них грубо говоря мы таким образом можем сделать что-то похожее на конселабл тайм аут на конселабл промисс почему мы сначала имеем синхронную функцию обернули ее в тайм аут потом сделали промиссифай и все у нас есть и метод консел и промисс есть вот таким вот образом ну написано она тоже очень просто тайм аут ну это вот такая обычная обертка которая добавляет таймер и вызывает консел в случае чем а и просто имеет флаг финиш и все и такой же метод есть debons throttle которые ограничивают количество вызовов ну вот такое такс сейчас что а вот еще что с синхронностью наверное было бы полезно показать у нас еще пару минут есть еще асинхронная очередь кьюи мы ее не показывали вчера нет а не не показывали я тогда покажу не из библиотеки метасинг а из программинга а 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 куда то я делаю так надо искать однако нашли а в деке она находится и нормально а а а кью и тег она асинхронная или нет это не асинхронная это обычная очередь а где находится сейчас я наверное из дикшинари это найду будет проще так 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 и так так что вообще было ладно тогда я ее в метасинге покажу она там точно есть похоже я или не склонил этот репозиторий или я в каком то это сделал а а а а так сразу покажем тесты да она наверное просто сразу тут у меня была очередь у которой есть несколько как бы несколько потоков обработки вот тут мы говорим что три потока обработки использовать round robin для того чтобы брать сначала первый поток второй третий и так по очереди проходить и мы на нее же навешиваем процедуру процесс это процедура которая будет исполняться над каждым элементом который в очередь кидается и потом вот в эту очередь эдом добавляются запросы и у них есть еще два аргумента это priority и это фактор тут сразу она с фактором давайте сначала попробуем вот так вот да просто очередь с тремя потоками приоритетная очередь last in first out принцип выбрали и дальше навесили что вот такая вот функция над каждым этим элементом должна быть исполнена и потом просто мы их туда добавляем если у нас есть один из трех этих каналов обработки свободный эд сразу приводит к тому что начинает обрабатываться этот элемент а иначе там строится очередь ну вот так то есть это тоже на самом деле часть асинхронных операций потому что тут функция процесс она видите она с коллбеком как минимум ну то есть как она асинхронная функция в любом случае ну вот коллбек который передается сюда он асинхронный и у него еще и вот сюда результат то что он завершился тоже через коллбек возвращается и это скажем так абстракция которая тоже покрывает несколько кейсов использования там асинхронности на сервере потому что очень часто когда нам приходят запросы коннекшенов в базу данных или каких-то объектов там сокетов или буферов или каких-то там открытых файлов у нас на сервере ограниченное количество нам бы хотелось их ставить в очередь а потом чтобы эта очередь нас дернула когда значит мы скажем ей что вот типа обработка закончилась ну то есть вот эта функция процесс она дергает коллбек когда обработка заканчивается и очередь сама дергает следующий процесс ну то есть это как бы тоже если это писать на там асинхронной композиции или промисах в коллбеках это тоже будет куча кода ну то есть это тоже асинхронная абстракция просто она более специализированная и поэтому можно сделать красивенький синтаксис для нее ну это с вариантом last in first out тут есть еще с с возможностью пайпинга из одной очереди в другую вот смотрите мы сделали очередь из трех потоков задали что она будет приоритетной навесили обработку для процесса и задали еще одну очередь из одного потока которая сейчас wait 100 это у нас максимальное время которое могут элементы находиться в очереди не на обработке то есть если они будут ждать в очереди больше 100 миллисекунд то они будут оттуда выбрасываться и таймаут это таймаут обработки то есть если какой-то элемент уже взялся и обрабатывается больше 200 миллисекунд то мы его тоже выбрасываем ну вот так вот навесили все эти штуки и теперь мы в смысле Q1 пайпим в Q2 теперь в Q1 добавляем с приоритетами он обрабатывает и все что обработал передает в Q2 а из Q2 они будут вылазить ну то есть у них будет случаться процесс и там еще есть по моему метод по моему дан или что-то такое это когда процесс их обработает можно их еще передавать в другое событие но это все в доках можно тоже найти к этому коду я запостив все ссылочки на это дело давайте попробуем это дело тесты запустить хотя нет мы не увидим какого-то вывода а нет увидим секундочку сейчас если вот так вот запустим нет 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 мы действительно не увидим вывод потому что ну да тесты предполагают что они будут запущены вместе со всеми остальными тестами а там куча будет выводов всякого так сейчас сейчас вот тут вот есть пример с запуском этого теста сейчас все таки где то тут есть примеры которые у меня подготовлены к запуску так точка 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 вот так вот вот так вот не найду сейчас я пришлю в общем примеры использования так если есть какие то еще вопросы тогда идем поедим когда собираемся сейчас посмотрим пока идут наши еще два спикера вы можете задавать мне вопросы я буду отвечать потому что я так я так понял что все озадачены вопросом питания я не понимаю почему такая очередь она видимо не асинхронная вот в чем проблема не должно быть очереди надо просто тех кто не поместился дропать кто не поместился дропать про очереди рассказал да да про очереди было ну как бы нашего комьюнити метархия туда куча всех контрибьютеров уже покажу где тут фриз вот 13 контрибьюторов я даже не всех знаю ведь в основном я писал влад зуба писал вот дима не чай он тоже есть это наш студент тоже свиста лёша орленко тоже студент свиста это вообще студент с первого курса тоже написал одну строчку одну удалил так вот ваня продайка он тоже с нами приехал то что наши студентов нам это тоже первый курс это неизвестный мне человек ну кто-то что-то и нашел исправил какие-то чуваки из канады да на npm есть метасин есть ее еще упрощенная версия сейчас опа вот на npm еще есть ну которую я показывал вот с таким синтаксисом только она больше приведена в порядок с таким же синтаксисом чейнду это нам ее вот этот вот коф отдал имя слободской это автор css ngs он когда-то сделал очень похожий синтаксис и в общем не поддерживал ее там несколько лет а потом отдал нашему комьюнити и мы ее переделали на современный лад то так назрели у кого-то вопросы ну я вроде бы закончил но если у кого-то есть еще какие-то вопросы но я могу если хочешь можешь рассказать про асинхронную асинхронный итератор или ты уже рассказывал в 5 я не рассказывал но в принципе у меня такой пример был мы стали не успели дойти до примера с файлами ага ну там когда мы когда мы подавчера была тема км 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 а ну вот короче сейчас бы желательно чтобы ты рассказал дальше про ноду ну 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 короче что я сегодня успел мы с лёшей рассказали про структуры данных списки деревья очереди там стек дек все ну короче по структурам данных почти полностью прошли графы вот потом еще то что мы с прошлого раза не успели сейчас 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 момент а еще про live reload про это самое про то как require работает модули подгрузка модулей мониторинг за папками там вот все вот эти вот вещи потому что такие были вопросы за и мы дошли уже как бы сказать до того что нужно ноду начинать так что если хочешь ты можешь сейчас подключиться и наоборот твоего компа наоборот о кстати она даже в хорошем разрешении более-менее да она привыкла уже просто к моему понимаешь 1280 даже да ну на 720 то есть на 720 потому что называется ну да ну да почему она выбрала не понятно и и и и и и и и н ну 8 промо СС похоже больше больше ничего не менял по-моему а я только а и там еще в этом на это не комитил знает иметь не может или не надо единственное что еще менял это в репе со стримами там была стималина в которой тебе была одна строчка буквально я поменял поменял ее на стимулина в которой будет дохер один многострочек чтобы было наглядно видно что там gdp используется ну ок я тогда вот просто тебя сюда запускаю это покажешь все окей сразу промоешься знаешь ну мы еще не надо наверно мы же все полы рассматривали я уже рассматривал а там хорошо а стриму вот автора лот я не закончил стримы не распаду как я сказал в стримах чуть-чуть это даст ему покажу потом хорошо давайте-то начинаем сейчас алексей орленко с моего компапу показывать мы не смогли подключить микрофон тут и так него да да ты сейчас пишешься все в порядке а хорошо окну кто еще был на предыдущей части вашего позавчера вот мы с вами мы с вами рассматривали тоже уже собственно то что касается ноды то есть мы смотрели ивент-клуб только в любви виду но в принципе ивент-клуб есть в любой имплементации джаваскрипта и в браузере в том числе а сейчас поговорим о вещах немножко более специфичных для ноу джейс но первое что такое много тот кто скажет через ну да 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 всегда вполне это самое главное вот это первое правильно во вторых самое главное по поводу вашего ответа ну да это вот как почти правильно зачем того чтобы пирать не обязательно 8 то есть в обстриме надо используется в 8 но есть и отдельная версия еще с чакра пор вместо 8 почему же давно она не является как бы вот официально поддерживаемой но и сделали ребята из microsoft и и она тоже сейчас лежит под управлением ноу джейс фаундейшн тоже организации ноу джейс на гитхабе и потихоньку поддерживается в принципе там если интересно с ней поиграться то это можно делать microsoft не дрейм да вот причем из этого проекта ноуча каркор в итоге вышел очень интересный и полезный проект в принципе для всех на 5 это и для стабильные и и независимая от виртуальной машины джава скрипта api для нативных аддонов для ноу джейс ну да в первую очередь это всегда исполнение которое предоставляет какую-то виртуальную машину для джава скрипта обычно 8 и какие-то и 5 для работы с сети операционной системы модулей да ну в данном случае кому джейс хотя уже есть экспериментальная поддержка и конскрипт модулей правда не завершена до конца и разные да api для работы с теми сети и прочими вещами потом вот почему вообще решил начать с того с такого вопроса потому что многие люди не совсем понимают что такое наработает вот например то же самое вот наш локальный мем этой конференции и шутка которая прозвучала немножко раньше про то что но уже с одного точный на самом деле это не совсем так то есть однопоточный джава скрипт код который выполняется в внутри ноу джейс она уже с еще как много поточный и всегда им был то есть помимо этого помимо того что сама нода будучи обычным с приложением ну с приложением это конечно громко сказано потому что большая часть вот написано джава скрипте на все вкусно написано только вот довольно тонкий слой обвязки поверх любви в 8 и еще несколько библиотек таких как липси си эйрис для рисована dns потом либо для интернационализации ну и в принципе по моему все это вот а из-за длибища вот там набор библиотек написанных на сильно с плюс которая склеивается вместе в одно целое таким не слишком большим кодом с плюс который предоставляет низкоуровневая api на джава скрипт и поверх этого куча под на джава скрипте который предоставляет уже от из-за уровня api который вы используете как разработчики ну и сама локарске многопоточная потому что помимо того что она может исполнить какие-то новые потоки как обычное список приложения сам и вен клуб любви нет стоит из четырех воркер потоков потому что мы это мы-то работая с но да используем какие-то не блокирующие синхронная пишки и основной потоки исполнения который исполняется на джава скрипт код он никогда не блокируется да но это же должно как-то работать если мы используем операции с файлами например которая по своей сути априори блокирующие это же должен в один потоке заблокироваться ждать результат операции по работе с файлами поэтому там есть вот такие вот ворки потоки в внутри ван клуба их четыре штуки это за предложенное количество потому что это работает и вроде там больше не нужно поскольку это нужно в первую очередь это нужно там по сути только для для файлов для для dns а по сути все потому что сейхи в принципе можно там можно работать не блокирующей манере на одном потоке прям уровне стены за операционной системы и любви таки делает с вами на самом деле тоже можно но не под линуксом под линуксом вот этот вот этот механизм полинга системных языке пол который там есть он не умеет работать с файлами а поскольку а это имеет только bsd и unix ну например macos но поскольку чисто для простоты там соответственно надо или любви в принципе не умеет работать с файлами не блокирующих поэтому она делает это на один поток и предоставляет вам уже такой вот асинхронный не блокирующий 5 скрывая за кулисами и за пулом ворки отрядов то что на самом деле блокирующие операции вот ну и сам в 8 тоже конечно много поточный там гаруш коллектор не мог точно прочее но да сам основной поток нем исполняется же скрипт код который у вас однопоточный и соответственно вам ноты предоставляются разные асинхронные не блокирующие пишки которые можете работать кстати кто знает что что в последней ноги уже в экспериментальном виде появилась поддержка такой вещи как воркеры которая а-ля в воркер из браузера тут не совсем то есть это подробнее потому что мы об этом с алексеем голиковым не слышали нам сказали что теперь нода стала многопоточная и мы сказали бы не верим и рассказали почему да вот в общем сам сам сама нода почему вообще как бы если бы за нудой этот мем технически не был корректный никогда потому что сама нода как рантайм всегда была многопоточной один подобное исполнение был у javascript кода а последний ноги у вас есть возможность создавать новые треды из для вашего javascript кода при помощи модуля воркера который теперь есть ну который сейчас есть экспериментальном состоянии поэтому вы можете теперь какие-нибудь тяжелое вычисления или подобные вещи в ноде делать в отдельных потоках и не спални для этого новые процессы только все равно есть нюанс в том что ну во во-первых вы сможете таким образом сделать примеру веб-сервер в php стиле не только потому что не имеет смысл потому что вам не позволит сделать тот каким и 5 вас есть доступ из под этих воркеров а также есть нюанс в том что в 8 тоже предполагает то что джаскрипт кода исполняется в одном потоке поэтому все структура данных джаскрипта в их внутренних плюс представлении они не реанторабельные и их нельзя использовать их нельзя шереть между разными потоками поэтому вы не можете один и тот же джаскрипт объект не то что изменять а даже читать из нескольких разных потоков поэтому любые сложные структуры данных даже между этим потоками придется сериализовать десериализовать для того чтобы ими обмениваться такая же проблема есть и в браузе с веб-воркерами поэтому в последний стандарте как москрипта появилась такая вещь как шертер и бафа ты не слышал такая штука которая позволяет вам использовать тот факт что какое основное преимущество потоков над полноценные полноинвестные процессы еще раз да правильно они находятся в одном в одном адресном пространстве поэтому они они имеют возможность обменами обмениваться данными путем у них ну не общая память они могут получать доступ к каким-то штатурам данных и хоть для сложных штатур данных которые предоставляются имя-то это тут презы если что можно по ней чуть-чуть да она полезная можно пропускать если хочешь можешь потом можно сказать по ней тут что-то вот как Игорь сказал у потоков общей памяти находится в одном адресном пространстве потому поэтому в обычных классических приложениях которые используют многопоточную модель нет проблем с тем что чтобы двум потоком прочитать из него это уже место по крайней мере пока данные не мутабельны пока данные мутабельны если если у вас данные могут изменяться то проблема возникает другая то что вам нужно синхронизировать эти потоки но в любом случае зачастую это синхронизация потоков это вообще отдельная тема если это делать правильно то вы можете сделать так что это будет быстрее чем обмениваться данными обмениваться полностью копиями данных хотя не факт это может быть и медленнее потому что синхронизация это сложно поэтому в последнем стандарте экмоскрипта специально воркеров многие еще не было но были веб-воркеры в браузере и хотя веб-воркере не является частью языка они являются частью API браузера для того чтобы иметь возможность сделать хоть что-то обмениваемым между потоками нужно было хоть что-то что-то заставить быть пригодным к этому на уровне спецификации языка поэтому в языке появилась такая вещь как shared array buffer в отличие от обычного array buffer который лежит ну который вот является основным типом данных для массива двоичных данных в джаваскрипте поверх которого уже настроены typed arrays всякие и прочие которые являются как бы а-ля вьюшками для этих array buffers появился их аналог shared array buffers который является тем же самым только с гарантией того что их можно share между процессами между потоками и поэтому чисто двоичные данные то есть не джаваскотовые объекты сложные а просто числа какие-то ну и все что вы сами можете каким-то более эффективным образом сериализовать вот такое вот число представления как массив чисел можно можно обмениваться между этими веб-воркерами в браузере или воркерами в ноде дешево больше того появился там еще такой модуль как atomics для atomic переменных там и в нем в нем же есть еще несколько статических методов поверх которых можно реализовать уже mutants и симфоры и все проще для синхронизации потоков потому что если у вас есть массив данных наверняка захотите его изменять поэтому вот современный JavaScript в виде который он есть сейчас если брать все самое последнее что появилось вот он уже вполне себе многопоточный и многие в браузере и с с возможностью шерить данные между между потоками и с примитивными синхронизациями и с прочим так что вот такие и окей переключательный код ну и сейчас узнать что тут есть основные node.js ну да вот для чего кто вообще использует ноды если кто использует сервер 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 хорошо ботов ботов для этого есть там специальный далекий слайд если тебе его найду а кто-нибудь еще использует ноду для чего-нибудь для сборки вот да то есть на самом деле вот это сейчас то что то что ни разу не предполагалось разработчиками ноды изначально но то что является самым основным и самым популярным применением node.js сейчас это это то что ноды используются как бы всеми фронтайнщиками только для того чтобы на этапе разработки и на этапе сборки потому что тестирование да потому что все тузы все системы сборки тест раннеры все 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 полностью все что есть все написано на ноде и позволяет вам разабатывать в том числе и то что выполняется в браузере больше того сейчас вся экосистема тоже строится таким образом чтобы максимально все было совместимо между нодой и браузером чтобы вы могли одни и те же модули использовать и там и там по возможности и вообще эта грань как бы стирается вплоть даже до того что благодаря тому что webpack еще имеет свои заглушки или же вообще аналоги модулей стандартной библиотеки ноды иногда встречаю как начинающие даже то что начинающие разработчики не понимают вообще где разница между нодой и браузером и написали кусок кода где он исполняется не знаю ну да то есть обычная ситуация иногда бывает это в общем точно даже сложно объяснить особенно сложно бывает объяснить что какие какие куски кода которые находятся в как бы ну в репозитории с кодом фронтенда на самом деле исполняются во время сборки а не во время выполнения да 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 очень сильно просто вот благо сейчас как бы большинство начинающих разработчиков используют по крайней мере те кто пишут на реакции используют create react app поэтому они хотя бы там в упаковских дефсеры обычно не пишут сами и довольствуются тем как работать стандартно и тем что у них фото триллоудинг работает ну так сяк но как-то работает зато не нужно саму писать свой сервис вопаковским мидлвером да и как бы и ок ну там там редюсеры нельзя заменить фото триллоудинг еще что там если что просто не собирается загружаться заново ну хотя бы просто после сохранения и так нормально и норм но все равно то есть то есть когда у человека в коде его фронтенд приложения там постоянно проверки и в процесс н что-нибудь то сложно объяснить что это да что это что там нету доступа к реальному окружению ну и так дальше вот поэтому такое плюс к тому же еще есть такие фреймворки как next.js когда-то был метеор но почти умер или умер уже но кто-то использует до сих пор которые позволяют писать полностью фуллстэк приложения на жаваскрипте как одно целое где вот прямо на уровне фреймворка грани между сервером и клиентов стертые и у вас не то что какие то общие моды а вообще просто одна общая кодовая база и одно приложение пенсионным куском размазано по серверу клиент это называлось notwebkit а сейчас это nvjs нет я говорю про фреймворки для веб приложения а notwebkit а потом nvjs сейчас называется электрон ну как бы ну да это другой проект грубо говоря но но точнее не грубо говоря а точно выражаясь за другой проект но электрон он как бы уже захватил полностью всю поисковую базу ну вот хита и его собственно используют сейчас все перешли на электрон для доступных приложений и сейчас огромное количество доступных приложений тоже вот написано на джаваскрипте с используем электрона то есть там доступный клиент слака доступный клиент гитера visual studio code хотя не уверен что он на электроне там по-моему что что-то свое похважаю а почему что на электроне атом да атом на электроне больше того электрон изначально был сделан для того чтобы сделать атом вот да новая версия доступного клиента skype в общем да и внутри него находится нода chromium и еще там опишки для работы с операционной системой ну не так как это есть внутри ноды там какие-то более низкоуровневые там получить доступ к системе еще что-то такое а там вот с интерфейсом да разные вещи связанные с вуи которых нету в браузерной хапе там вывести например какое-то уведомление добавить корпус в трей или еще что-нибудь такое вот это все реализовано в электроне и подобных им и сейчас ну и в итоге сейчас вот в 2018 году вы все ставите какие-то доступные приложения там открыли там кучу клиентов разных мессенджеров и прочее и в итоге у вас как бы иконок в панели задачи липдоке куча разных на самом деле открыто 15 разных хромов ну да тут тоже как раз за счет того что там уже какие-то свои опишки которые немножко позволяют да ну можно можно микроконтроллеры тоже писать на животскопте это тоже работает обычно на ноде внутри там есть например спруина ну и прочее поэтому нода сейчас везде это одна из основных плохом для разработки вообще в принципе в разных сферах и наверное вообще чуть ли не знаю которая сейчас есть для разработки поэтому так ну еще как бы то для чего может применяться нода но реально редко применяется потому что уже занята ниша это ну cms-ки есть какие-то но так вот для того чтобы люди писали на ноде cms-ки это не особо распространено публикация тент и всякие решения для электронной коммерции торговли там в магазинах я не встречал ну наверное они есть но они не распространены ну и для чего нода совершенно плохо подходит это для каких-то математических вычислений для математических или физических моделей для математики это конечно нет только библиотек для этого потому что они уже есть хорошие написанные там для пайтона весь сайпай стек там еще разные библиотеки на фортране до сих пор используются которые уже десятки лет существуют 40 лет существуют и просто к ним пишутся обвязки на c++ по верхней обвязки для битона и так до сих пор живет еще на фортале написанное никто это на ноду не переписывает то есть всякие научные вещи это сайпай стек и р ну да ну можно как бы переписать можно сделать не так давно сделали для ноды байдинг тензерфлоу поэтому даже некоторые лично занимаются но большая часть комьюнити используют python поэтому сначала сделали пропал мл потом все закрыл тендерфлоу из тендерфлоу gs ну если это кому то нужно будет то конечно надо сделать потому что это сделать это не проблема потому что для этих вещей тот же python тоже плохо подходит почему это хорошо работает ноды потому что все это написано на сейфе плюс плюс артране а поверх этого сделаны просто обвязки точно такие же обвязки сделать для ноды тоже элементарно просто просто никому не нужно сейчас я наверно тогда сделаю еще некоторые такие вводные идеи что нам позволяет нода делать во-первых процесс живет долго и поэтому мы можем разворачивать структуру данных оперативной памяти и их во-первых к одним и тем же структурам данных обращаться из запросов которые приходят от разных пользователей на этом экономике можем шерить доступ к базе данных от запросов от разных пользователей и то что процесс живет долго еще это позволяет накапливать в нем какое-то состояние пользователя если пользователь у нас подключен через веб сокеты через TCP соединения через TLS или через какие-то другие там SSE допустим которые работают какое-то долгое время то собственно мы можем между клиентом и сервером установить синхронизацию структур данных можем сделать ивент эмиттер который будет с одной стороны отправлять эмит а с другой стороны на него можно будет подписываться ну то есть можем делать какие-то долговременные взаимодействия с сервером чтобы в какие-то моменты сервер нам выдавал какие-то ивенты что у него там что-то происходит с базой данных что там другой пользователь прислал сообщение или другой пользователь поменял свойства объектов то есть мы можем делать уже какие-то более интерактивные и интересные кейсы использования вот я чуть позже покажу пример чата и электронных таблиц которые там занимают 100 строчек это 50 строчек клиентского 50 строчек серверного кода и мы уже имеем самый простой движок на котором можно сделать там шесть пять на шесть там электронную табличку вот как google spreadsheets только конечно не со всеми его возможностями но если его откроют там десять тысяч человек то в принципе они будут обмениваться этими событиями синхронизировать все это конечно там не решены вопросы конфликтов и всякого такого но вряд ли они их скажем так создадут на такой простой структуре как электронная таблица как это ну кто последний отправил тот будет и прав то есть там очень простое разрешение конфликтов ну и оно в принципе у всех синхронизируется в одно и то же состояние только какие то правки могут быть потеряны ну такое так потом еще такая штука что мы можем в памяти много кешировать как статический контент когда мы его отдаем ну конечно отдавать статический контент из ноды это тоже не рекомендуется лучше его отдавать откуда-нибудь из инжинса и вообще лучше сиди она даже не с инжинса а для этого есть уже специально построенные сети доставки данных и вообще как бы из приложения отдавать статический контент ну в любом случае сиди она сначала возьмется в наше приложение а то он возьмется в наше приложение кстати ну да значит мы можем оставить на своей серверной части на ноде только во-первых первоначальную отдачу статики на сиди и опи ну больше нам с серверной стороны ничего не нужно а и скажем так то что у нас есть возможность делать на ноде асинхронный доступ файловой системе или асинхронный доступ в базе данных это еще тоже не самое быстрое что может быть потому что совсем без ввода вывода это еще быстрее чем с асинхронным вводом то есть если мы можем перетянуть какую-то часть данных в оперативную память то получается что у нас от всего вывода остается только работа с сетью если клиент что-нибудь запросил мы сразу же как сегодня видели в примере с графом то мы можем исполнить какие-то запросы причем можем еще построить себе индексы можем сделать себе какие-нибудь хэш таблицы б деревья или что-нибудь такое быстренько найти то что ему нужно не обращаясь ни к каким суббд ни к каким файловым системам все подоставать из кишей все подоставать из тех структур данных в которых оно уже с избыточностью разложено так чтобы быстро можно было найти слепить и отдать пользователю ответ мы можем делать также упреждающее чтение то есть если пользователь к нам подключается мы понимаем что этот пользователь я не знаю там какой-нибудь человек у которого роль что он управляет складом и вот каким-то определенным там участком склада или номенклатурой товара то мы ему сразу же уже когда он логинится в адресное пространство нашего приложения мы можем предварительно прочитать те справочники которые ему нужны те данные с которыми он работал там в прошлый раз ну и пока он там загружает себе пользовательский интерфейс мы ему предварительно считаем то с чем он скорее всего начнет работать сразу то есть мы ему можем подготовить какую-то среду из которой его запросы отдадутся быстрее всего ну и мы можем в ноде делать отложенную запись конечно же это менее надежно чем запись это персистент запись потому что мы получили от пользователя кусок данных держим его в памяти а может пропасть питание может процесс упасть или что-нибудь такое еще случится поэтому мы можем писать такие вещи сразу в несколько процессов ну вряд ли там несколько процессов одновременно упадут или же несколько процессов тем более находящиеся на разных серверах мы сразу в них можем писать это все равно будет быстрее чем персистент запись на диск или же ну один процесс получил и сразу пописал там несколько процессов которые рядом с ним находятся в одном кластере так так да так да сервис райтер микросервис так вот есть хороший слайдик два слайдика по поводу преимущественных недостатков джаваскрипта как бы ну это хороший слайдик да тут скажем так вряд ли вас нужно убеждать в том что нужно пользоваться джаваскриптом для того чтобы писать сервера если вы уже приехали на одесса джес то конечно же вы на javascript ориентированы просто слайдик хороший я не могу это пройти мимо него дело в том что javascript имеет преимущество потому что он имеет низкий порог к кодам большая гибкость языка как вы уже увидели значит из кода мы просто лепим какие-нибудь синтаксисы которые нам удобны и отовсюду можно менять все потому что в javascript почти ничего не защищено и ну как бы есть конечно возможность защищать при помощи замыканий данные но вот если прототипным способом программировать то совершенно все не защищено ну конечно все не защищено еще и типизацией ну то есть типизация от javascript есть но она не защищает нас ни от чего вообще потому что она вся с проверкой во время исполнения операции тем более еще и если вдруг типы не подходят случается не ошибка чаще всего случается привидение типов что приводит к странным эффектам ну в любом случае высокая гибкость позволяет нам очень кратко и интересно записать модель предметной области в результате у нас есть еще высокая скорость разработки javascript знают все самый распространенный язык это все понятно но это про преимущества тут я думаю преимущества вам не нужно объяснять а теперь внимание следующий слайд с недостатками javascript о это недостатки javascript во-первых то что у нас очень низкий порог кода это позволяет значит человеку который почти не знает языка сразу уже начать разработать и всем понятно что он там сделает высочайшая гибкость позволяет создать такие конструкции которые мы сами не поймем уже на следующей неделе большая скорость разработки позволяет конечно выкатывать новые версии но эти версии естественно чем чаще они выкатываются тем они более грубо сделаны и их приходится выкатывать еще чаще и идеально пуске им релизом до следующего падения да примерно так и практически идеальный уровень абстракции имеется ввиду для предметной области так нужно тут уточнить еще по поводу какой предметной области для какой-то предметной области этот уровень абстракции хороший для какой-то нет то есть если у нас требуются как мы говорили там какие-то приложения связанные с научными и вычислительными задачами то тут нам JavaScript вряд ли хорошо подойдет или же если у нас предметная область предполагает что у нас будут какие-то тысячи таблиц тысячи форм и тысячи отчетов то тоже программировать их на JavaScript это мало какого-то смысла имеет нам тут нужно переходить на еще более высокий уровень абстракции придумывать себе DSL какие-то специальные языки направленные на решение ну скорее всего они будут декларативными специальные языки для решения конкретной задачи ну их мы можем конечно написать уже на JavaScript и дальше себе этот уровень абстракции обеспечить и даже средствами JavaScript мы можем скажем так подготовить среду для того чтобы можно было на ней использовать какой-то интересный синтаксис Леша сделал на JavaScript лист средствами JavaScript это не совсем лист был у меня в твиттере это был листоподобный синтаксис в JavaScript ну то есть можно если ты сможешь это быстро найти да могу так то есть синтаксически нам конечно JavaScript позволяет делать интересные вот знакомьтесь лист вот там с восемнадцатой строчки начинаются чистые так нормально так нормально ну кто не знает синтаксиса лист то там из синтаксиса одни скобочки типа ну да типа в данном случае как раз ну map тут делает то что в функциональных языках map делает отображает одно значение другое и здесь в первую очередь взяты короче точки запятыми вместо комментариев причем самое забавное что тут это комментарии на самом деле а здесь здесь точка запятой нужно что-то закончить стейтмент иначе вот эта скобочка идет сюда здесь самикланы серши не работают поэтому такой опыт смотрю а здесь же как раз я себе писал на респе может было как раз три точки запятой поставить как бы разделить как бы группки кода в комментариях там в комментариях ребятки которые раньше писали на респе как раз очень сильно оценили да да это очень такие сложные мемы ну тут то что мы вчера проходили карирование сделано флип все функциональные штуки ну вот так вот так сказать сейчас будет очень хороший комментарий очень сильно конечно этот кусочек кода вызвал резонанс вот да в том числе его лайкнул даже автор джаваскрипта брэнда найт так куда ты возвращаешься обратно так ну наверное мы можем в консоль вернуться да 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 мы много болтаем нужно показывать код давай да короче есть какие-нибудь вопросы по то что такое оно ну короче это среда исполнения вот как бы сам то что сказал Игорь это наиболее краткая из возможных правильных ответа среда исполнения джаваскрипта изначально предполагалось что серверное среда исполнения сейчас как бы на чем угодно то есть даже микроконтроллеры распускают ноду а чаще всего на своих рабочих станциях чтобы фронтен собирать поэтому просто среда исполнения можно писать серверы можно консольное приложение можно что угодно в микроконтроллерах очень полезно даже что там есть веб-сервер потому что люди делают допустим какую-то встроенные электроники делают админку которая сервится прямо с того устройства которым управляют и вот и всякие делают на ноде тоже очень активно в основном даже на ноде так это простая стрима да я пытаюсь найти обновить обновить нет я очень не мелко а не я менял не комитил ну и не важно я вот эту индекс систему менял но такое буй-буй здесь старый здесь поймаю вот так вот а перейти в консольку это ctrl-o ctrl-o хорошо окей файл может быть открытым когда ты в консоль перейдешь вот так вот вообще класс а ты думал я этим просто так пользуюсь видна в общем по поводу стримов вообще говоря в node.js стандартная библиотека очень минималистичная там довольно немного модулей есть причем многие мейн-трейнеры большинство мейн-трейнеров и заботчиков ноды хотели бы чтобы было еще меньше но так исторически сложилось что некоторые вещи туда входят из коробки хотя на данный момент текущей политикой является то что в ноду в ноде должно входить только то что невозможно или же сложно или сложно эффективно реализовать в виде полностью сторонней библиотеки которая будет лежать на npm и это имеет смысл соответственно разрабатывать прямо внутри ноды поддерживать силами разбойщиков самого node.js и смириться с тем что из-за гарантии стабильности и прочего скорее всего этот модуль там останется навечно так-то когда есть возможность что-то поддерживать в виде сторонней библиотеки намного лучше в том плане что позволяет быстрее быстрее это дело разрабатывать быстрее совершенствовать быстрее там совершить прогресс конкурировать разным аналогичным библиотекам и переходить сообществом на что-то другое так что потом там не будут там какие-нибудь домены еще что-то существовать до сих пор в 2018 году в то время как в ноде очень большой проблемой почему вот нежелание вносить что-то в стандартную библиотеку является то что если что-то попало то выпилить это потом оттуда ну зачастую что-то удается деприкатить даже в маржурных релизах только как либо либо документации как не пользуетесь этим либо с каким-то предупреждением в рантайме очень редко что-то удается выпилить вообще вот вот домены с ними ничего сделать в течение двух уже может сделать политики ноды потому что даже казалось бы даже ну вот технически технически можно было бы казалось бы не особо нужны кому-то это перекладной код но запускают там делают комит чтобы эту штуку выпилить запускают CITGM такая штука в Node Core есть Canary in the goldmine такая специальная огромная стач на нодовском CI которая проверяет кучу модулей языковой системы там огромная часть npm прогоняет их тесты на новом комите ноды и прогоняется там для потенциально breaking changes и оказывается что типа если если там это выпилить что никому не нужно половина прямо ломается ну и соответственно там какой-нибудь маленький npm-ный модуль который уже там три года не обновлялся а по каким-то зависимостям там полмира от него зависит и все поэтому в итоге получается так что что если что-то в ноде в стандартах библиотеки когда-то появилось то оно там скорее всего придется остаться навечно поэтому стараются ничего туда не добавлять без совсем необходимости и все все что можно живет в виде библиотеки два-три модуля но тем не менее то что там есть все равно такой довольно миниверистичный набор и оно держится на некоторых стандартных специфичных для ноды абстракции одна это буферы которые 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 вы скорее всего разбирали уже опять же без них тоже можно было бы обойтись но просто тогда когда появилась ноды когда появились буферы в ноде не было а сейчас буфер является силой оберткой поверх и вторая такая вот очень ноутс специфичная абстракция это стримы стримы позволяет вам лениво работать с каким-то огромным или потенциально бесконечным набором данных получая из него данные только тогда когда они вам нужны со стримами все очень сложно на самом деле потому что за время вот развития ноды было три разных версии стримов с тремя разными интерфейсами вот есть даже отдельные репозитории в котором они пилятся а потом оттуда попадают в ноды да это и отдельная вот небольшая кучка людей которые знают как стримы не работают кроме них в мире ну мало-то знает они работают и они и среди ну как бы там внутри них тоже если что-то происходит то там тестят идеи потом что-то нормальное сделают и в ноды перекладывают да ну вот со стримами там все очень сложно потому что есть три разных версии стримов которые существуют в течение времени но они они есть одновременно и в одном и том же в одном и том же модуле в одних и тех же классах которые из этого модуля экспортируются то есть все эти версии они реализовывают что-то новое но при этом таким образом чтобы это было обратно совместимо со старой версией а там где-то несовместимо то зависит от того по интерфейсу используйте например то какие события вы используете например он даты они переключаются между разными режимами работы соответствующие первые вторые версии стримов внутри находятся какие-то очень сложно очень страшно стоит машины и вообще как бы исходники стримов если вы еще не готовы это видеть лучше не открывать ну так вкратце пробежимся по тому что вообще там есть такого часто используемого особо не управляясь то что из этого стрим 2 а что стрим 3 и проще просто как с ними работать еще раз а а да перед тем как сейчас будем рассматривать еще раз давайте на 5 минут а так мы не будем смотреть на сегодня стримов не мы можем конечно если хотите на 5 минут да да давайте давайте хорошо давай давай давайте по примеру которые здесь есть стримы вообще в node.js это как я сказал то есть они могут использовать чего угодно для описания любых каких-то процессов обработки данных обработки данных есть какие-то продюсеры данных и консюмеры данных которые можно склеивать вместе в любом порядке и в принципе как бы изначально предполагалось что в node это будет как бы одна из основных абстракций которая будет использоваться для чего угодно и при помощи них описывать любые там процессы преобразования данных начиная от http запроса который тоже является стримом и заканчивая http цветом который является тоже стримом конечно на практике они особенно сейчас используются не столько широко но вот предполагаю что они займут место итераторов или стримов в функциональной программировании но один из таких вот да и есть три вида стримов это readable stream который позволяет получать из него данные есть writable stream который позволяет сделать класс него данные и также там есть так transform stream это его разновидность точно так как он называется это docs дюпл есть так называемые дюпл экстримы которые позволяют которые которые наследуются одновременно от readable stream и writable stream позволяют в них как класть данные так и получать из них данные примером примером дюпл экстрима является например сокет TCP сокет который можно создать при помощи модуля net и еще одной разновидностью конкретных дюпл экстримов является трансформ стримы которые которые не просто позволяют в них класть данные и получать из них данные и там происходит что непонятное которое которое когда мы из них берем данные возвращает нам те же самые данные которые мы в них отправляли только каким-то образом преобразованные и примером одного из стандартных трансформских стримов являются стримы которая создает нам модуль zlib которые позволяют сжимать данные это вот дальше будет тоже в примере здесь в этом простом примерчике мы при помощи функции create readstream которые есть в модуле fs из файла получаем readable stream то есть если вы уже посмотрели пример на файлы вы видели функции readfile и readfilesync которые позволяют вам считать полностью весь файл целиком в оперативную память но это это хорошо если файл маленький но это вам вообще не подходит если файл очень большой потому что вам не нужно в таком случае рассчитывать полностью оперативную память это может быть как минимум слишком медленно и неэффективно а к максимуму может в память вообще не поместиться а больше того его может даже не существовать полностью целиком чтобы его считать в оперативную память целиком например если если вы пишете какое-то консольное приложение которое или какую-то то же самое не знаю систему сборки плагин для галпа например пишите или какой-то лоудер для вебпака или что-нибудь такое что может склеиваться вместе по цепочке кстати плагин для галпа это очень хороший пример который его знаком должен быть из фронтенда то вы хотите иметь возможность обрабатывать данные еще до того как они даже будут целиком существовать сразу обрабатывать их по мере того как они начинают появляться вот для этого как раз существуют три дубл стримы которые вы можете создать из файла здесь мы берем открываем вот этот файл который является исходником данного примера получаем из него вид был стрим и слушаем события он вид был которая появляется тогда когда в этом стриме появляются новые файлы доступные для чтения считываем те данные которые в нем там появились в буфере буферизированное доступное для чтения это у нас будет буфер который который вот является 1.8 array и если это не нал чтобы в том случае когда файл закончится выводим его на экран а дальше вводим его на экран перебазованный в строку давайте посмотрим вот мы видели что что мы считали данный файл да да получается из стрима когда мы делаем read то получается там накопился буфер вот когда там накопился буфер там как раз произойдет событие readable то есть мы можем мы можем да можем вызвать read изначально сразу просто если там ничего не будет то мы ничего не получим причем вот это вот это событие это не видно здесь в этом примере поскольку фарик очень маленький но это событие может возникать очень много раз потому что как раз стремен читается по кускам это один из более старых интерфейсов на самом деле лучше лучше делать немножко по-другому можем сделать сейчас не знаю как здесь закомментируй сразу несколько строк подряд поэтому по одной строчке сделаю вот немножко проще удобнее сделать следующим образом использовать событие он дата и мы тогда получим сразу считанный кусочек как аргументы функции это событие которое помните я сказал что у стримов есть несколько разных версий с несколькими разными апии в зависимости от того какие вы методы используете и на какие события подписываетесь он сам переключается в разные режимы работы ну вот вот это оно и есть то есть он я не помню это по-моему стримс 2 а он он был стримс 1 и опять появился стримс 3 то есть некоторое время было рекомендовано использовать как раз интерфейс стримс 2 потому что если углубляться в терминологию то внутри во внутреннем устройстве они перешли от push-base стримов к pull-base стримам а потом вернулись обратно на push-base стримы вот и поэтому сейчас опять рекомендуется использовать ondata вот если мы выведем на экран chunk мы опять получим буфер там можно создать размер буфера чтобы он сейчас порезал ну да кстати сейчас секунду вот мы увидели что буфер можем то есть можно сделать control-e нельзя вот так мы получили строку но на самом деле если вам нужно работать со строками лучше так не делать лучше сразу здесь указать кодировку utf-8 здесь мы сразу будем получать строку вот а почему это лучше потому что когда мы указываем кодировку это под капотом происходит немножко более сложная вещь отлично вызывать to string там используется такая вещь которая тоже есть в стандартной библиотеке как string decoder которая декодирует поток байтов в строку и дело в том что здесь я никак не продемонстрирую даже если меньше размер буфера потому что ну тут у нас везде только приказки символы но проблема в том что Unicode если быть точным кодировкой utf-8 а не Unicode как вот в этой таблице устроена довольно сложно и а в javascript в javascript ну и точнее в utf-8 один символ может занимать один два три или четыре байта в то время как javascript хоть поддерживает Unicode но поддерживает его как в отличие от некоторых самых современных языков типа Rust не совсем полностью и в нем поддержка Unicode больше похожа на то что там как раз Javis и большинство других мейнстримных языков которые появились в 90-е годы что в принципе utf-16 это вот то, чего хватит в принципе для всего потому что там люди не общались с помощью им уже и четырехбайтовые символы это была чисто театрическая экзотика и поскольку javascript для представления строк использует utf-16 то есть двубайтовые символы то четырехбайтовые кодпойнты точнее говоря они символы потому что понятия символов в Unicode вообще не существует и вообще не имеет смысла потому что там все сложно потому что Unicode инверсальный а в некоторых языках понятия символов не имеет особого смысла из-за кучи настроек которые можно делать то есть там есть горофемы кластеры но то что мы понимаем называется в Unicode кодпойнт и вот четырехбайтовые кодпойнты они просто представляются в JavaScript как последовательность из двух кодпойнтов и я на самом деле не знаю как здесь вести какой-нибудь эмоджи но вы можете даже сами это проверить возьмите какую-то строку в эту строку вставьте какой-то эмоджи и напишите .lands посмотрите что у вас будет два и поскольку для того чтобы различать к какому классу определённый кодпойнт и нужно ли нужно ли при рендеринге строке читать следующие байты или нет там используют не совсем очевидные алгоритмы представления вообще вот этих символов, там важны старшие байты, итоговое значение вычисляется по некоторым формулам. Ну и, в общем, если 4-байтовый code-point и 2-2-байтовых это разные вещи. Если вот будете читать, например, файл, вообще любой поток, в котором у вас идут и неукодные строки, например, в VTF-8, просто потоки символов, потоки байтов, потом будете по кусочкам эти потоки байтов склеивать, то, что у вас получится в итоге, может быть невалидной VTF-8 строкой. А вот этот вот класс string-decoder, который вы можете использовать сами вручную, а можете, указав кодировке VTF-8, заставить стрим сам автоматически под капотом использовать string-decoder. Он, если натыкается на неполный символ, на неполный code-point, выкидывает его из буфера, буферизирует его внутри и отдает вам только часть буфера до последнего валидного VTF-8 и потом уже, когда появится следующая байт, достроит его до конца. И поэтому, если вы изначально указываете кодировку VTF-8, то, что у вас будет проходить здесь, всегда будет валидными и неукодными строками. Кратный символ. Да. Ну, кратный code-point. Один code-point все-таки может быть для каких-то сложных экзотических языков, там, как бы, частью того, что визуально выглядит символом. То есть, какой-нибудь верхний акцент, какие-нибудь штуки, которые сверху и снизу списываются, это могут быть уже следующие code-поинты. Но в любом случае это может быть сконкатенировать вместе к строку. Ну, и то же самое касается второго примера тоже здесь. То есть, вот, если, если есть кодировка VTF-8, то здесь у нас будет тоже не буфер, а уже строка. Ну, еще есть такая вещь, которая касается стримов в целом. Помимо вот бинарного текстового режима, у них еще есть так называемый object mode, который включается, если мы создаем стрим ручками, то есть наследится прямой от класса стрим, там, riddle стрим еще какой-то, и указан ему, что он будет работать в его же mode, тогда мы можем делать стримы, которые оперируют не массивами байтами, не строками, а просто кинопроизвольными объектами. Но это уже экзотика, это мы рассматривать не будем. Если мы расставим, что слово следует, у кого надо будет? Какой театр придет? Я не знаю, какой придет первым, ну, по идее, должен пойти, скорее всего, пойдет только одно из них, если я правильно помню, если не ошибаюсь. Сейчас. И еще такой образ селопический, то есть это тоже события разные после API? Ну, грубо говоря, да. За исключением того, что все-таки вот ондата такая более цельная штука, мы одновременно узнаем о том, что данные есть и одновременно их получаем. То в случае, если мы используем вот этот интерфейс, то у нас немножко больше свободы, мы уже делать какие-то тоже странные экзотические вещи. Смотрите. Он уже один раз происходит, да? Нет, по-моему, нет. Мы не уверены. По идее, нет. Нет, у нас вывелся только один раз. Причем больше того... Вот, смотрите, если... Давайте я здесь напишу там... Фридабл? Да, да. А тут? Кабычка. А, да, да. Сорри. Вот. То есть у нас событие ридабл все равно произошло, но данные в буфере там уже никакие из него не вернулись, потому что эти данные мы там уже прочитали в ондата. Но лучше вообще просто не использовать то и то одновременно, потому что они относятся к разным версиям API и... Да, по поводу вообще... Раз, между ними, то, что я не договорил. Вот ондата такая вот более цельная вещь, то есть мы раз узнаем, что данные есть и получаем их. А здесь мы можем узнать то, что они появились, но их не прочитать и оставить в буфере. Или наоборот, мы сразу можем начать пытаться читать, даже не державшись по ощущению о том, что эти данные там есть. Дальше. Ридабл стрим. Да, окей. Здесь мы создаем два стрима. Первый вот ридабл стрим, второй ридабл стрим. И тоже используем здесь вот напрямую опишки с read&write. Читаем из... Да, ну... Метарайт в любом случае во всех версиях стримов есть. У ридабл стрима он пушит данные в стрим. Вот. Здесь мы точно так же берем, читаем кусок данных из ридабл стрима и записываем их в вот этот вот writable stream ws. Ну и вводим на экран данные, когда в ридабл стриме заканчиваются данные. События end есть у ридабл стрима и оно синхронизирует о том, что данные у него закончились. Аналогичное ему событие в ридабл стриме это close. И точно так же у ридабл стрима есть метод end, который закрывает стрим. А у ридабл стрима есть метод close, который закрывает стрим. А у дуплекс стримов, например, сокетов, есть оба события и оба метода. Но они могут быть синхронизированы, могут быть и нет. Зависит от имплементации конкретного дуплекс стрима. В сокетах, например, они синхронизированы. То есть там на самом деле close-end это одно и то же. Они просто одно вызывает другое. Ну и опять же, если у нас здесь будут какие-то сложные какие-нибудь emoji и прочее, или нам не повезет, ну если нам не повезет в плане того, как они будут буферизироваться. То есть на самом деле в случае с файлами мы на это не наткнемся, даже с какими-то сложными unicode стимулами, потому что файлы буферизируются построчно. Но если бы у нас здесь были unicode данные, это были, например, данные из сети, то вот этот пример на самом деле, опять же, он неправильный, может сломаться, потому что можно протачиваться unicode. Поэтому более корректно будет сделать для текстовых данных вот так вот. Оно не разорвется. Да, либо же если делать так, то нужно использовать ручками стрин-декодер. Ну, тогда вот тоже здесь будет... Точнее, даже будет не теют, какой-то поиск, а тут UT16. Ну, короче, да, видишь, тут Чарльз, грубо говоря, технически это не совсем Чарльз, но пускай будет для того, чтобы понять не было. Дальше. Да, и вот только... Что здесь вот в этом примере не очень красиво. То есть мы здесь слушаем события. Да, кстати, опять же, здесь мы могли сделать не onReadable, а onData. Ну, понятно, аналогично с предыдущим примером. То есть здесь onData. Вот этот бафер сразу написать сюда. Эта строчка нам не нужна будет. И точно так же, как нам не нужны будут, да, вот эти строчки. То есть вот так будет еще немножко побольше. Но все равно, получается, мы должны сами слушать события и сами записывать. В то время как, ну, я уже перед этим сказал, что стримы в первую очередь задумывались как высоко уровня абстракции для работы с данными. И для описания и преобразования данными, которые можно склеивать вместе. То есть, да. То есть вот самая интересная операция у них — это pipe, с помощью которой реализуется композиция стримов. В простом виде это выглядит вот так вот. Вот, это будет аналогично с предыдущим примером тогда. И readable читаем? Да. И сразу же связываем абстракции? Ну, опять же, из этих страданов, лучше все-таки сразу их обрабатывать как рекордный стрим. То есть стрим сам при помощи pipe сам навешивает все эти обработчики там, значит. Вот. Те, которые мы там руками делали? Это 4. Видим? Вот. Exit мне уже примерно... А, да. 3 pipe. 3. Вот. Вот. Это мы скопировали вот этот, да. Первый пример, который был, файлик copy.js. То есть вот в самом простейшем виде оно вот так и выглядит. На самом деле, на самом деле, почему, одна из причин, почему стримы так не стали вот действительно успешны, как такая высокого уровня абстракция универсальная, это то, что немножко зафейлили сделать им действительно правильный и удобный интерфейс. В частности, вот у меня этот pipe, который должен был бы быть удобным средством для композиции, он в общем случае не работает. То есть для простого примера это правильно, корректный пример, но на самом деле в общем случае это работать не будет, потому что pipe автоматически не обрабатывает и ничего не не делает ни с ошибками, ни с закрытием стримов. То есть вообще говоря, чтобы было все абсолютно правильно, каждый раз, когда вы используете метод pipe, вам еще ручками нужно навесить на тот стрим обработчики ошибок error и end и соответственно пробросить какие-то действия в следующий стрим. Потом write останется открытым. Да. И это очень дико неудобно. Ну, на npm есть отдельные модули, которые реализуют pipe, так как он должен был быть реализован изначально, но так исторически сложилось. И поменять его уже более нельзя. Да. Дальше. Вот еще более интересный пример по поводу композиции стримов. Здесь мы создаем наш readable stream из файлика readable.js. Сейчас. Сейчас. Создаем writeable stream, который будет записывать в файлик readable.js.gzip. И создаем вот этот transform stream, который будет сжимать данные. То есть все, что мы в него будем записывать, он в памяти будет сжимать и буферизировать. Если мы из него будем что-то читать, то мы будем из него читать сжатые gzip данные. И мы берем вот этот readable stream, который считывает данные из файла readable.js. Пайпим его в наш transform stream, который сжимает данные gzip. Из него читаем данные и записываем в writeable stream, который записывает эти данные во второй файл. и после этого вот мы видим, что Gzip Compressor Data Видим, что оригинальный файлик у нас имел размер 343 байта, а сжатый 195 байтов. Точно так же request и response у http сервера тоже является стримами. Socket является стримами? Ну да, они являются как бы наследниками сокета. Что мы здесь делаем? Мы точно так же читаем файлик index.html Мы не читаем, а создаем стрим из него, а прочитаны данные будут только тогда, когда мы их запросим. Да, кстати, тоже важный момент насчет стримов. Вот я сам начал сказал, что стримы позволяют нам лениво обрабатывать данные. Что это значит? Это значит то, что стримы никогда не читают данные, которые нам не нужны. Когда мы вручную при помощи разных обработчиков ondata или onreadable, или же при помощи метода pipe склеиваем стримы вместе, то мы получаем, вот чем полезна такая композиция стримов, это тем, что вся полученная вместе штука, она работает как один целый единый механизм. То есть только тогда, когда самый конечный стрим будет готов записать куда-то данные, а у него этих данных не будет, он пытается прочитать эти данные из предыдущего стрима. И так по цепочки я жду самого первого стрима, который вот впервые прочитает вообще данные только тогда, когда самый последний стрим будет готов к записать. Причем больше чем какой-нибудь стрим, который есть в этой цепочке будет готов за один раз обработать, там тоже не прочитается. Эта штука называется backpressure и у каждого стрима есть, когда он создается, если мы будем создавать стримы ручками по документации, посмотреть на то, какие параметры принимает конструктор базовых классов, readable stream, writable stream и duplex stream, то вы увидите, что там есть такие штуки как, как называется, min, а, high watermark и low watermark. Это значение, в графах которого стрим все время будет пытаться держать количество данных в буфере. То есть, если количество запуферизированных данных, которые никто еще не смог прочитать, будет выше, чем high watermark, то стрим переостанавливается и не читает данные из источника дальше. Но если они будут приходить, то он все равно их будет нормально буферизировать. Да, поэтому каждый стрим должен вырабатывать backpressure. В стандартных стримах это реализовано ручками, но вот если брать и использовать их напрямую без метода pipe, то нужно тогда вручную это контролировать. Ну и точно также, если данных в нем окажется меньше, чем low watermark, то он упряждающе извините. Здорово. Спасибо. Просчитает данные из нижележащего стрима заранее до того, каких кто-то еще запросит, просто потому что у него в буфере меньше данных, чем у него настолько указано пытаться поддерживать все время готовыми. Да. Еще один вопрос. То есть мы вот в подсвечении с траке мы как раз создаем дверь стрим, да? И он вешал потом, допустим, он хендер, да? Да. Честно говоря, не уверен, но я бы сказал, что в тот момент, когда мы все-таки создаем стрим, то есть он вот наберет максимум до high watermark данных. За fire event? Да. Как раз за fire event on readable после этого. И после этого уже, если мы эти данные читать не будем, то дальше читать от fire repo не будет. Только мы их прочитаем, то будет подтягивать данные еще дальше. Точно так же мы создаем здесь наш transform stream, который будет сжимать данные. Здесь через on data считываем кусочки из этого файла. Как только мы прочитали этот файлик целиком, то мы склеиваем эти буферы и из них создаем общий полученный буфер. То есть в данном случае на самом деле здесь, ну, чисто для примера, также используются readstim, но вот конкретно в данном случае дочтение этого файла index.html, вот для такого сценария, использовать стримы нет никакого смысла. То есть здесь лучше было сделать просто сразу const buffer равно fs.readfile. Мы бы сделали то же самое, только быстрее. Потому что здесь, видите, здесь мы все время будем держать весь файл целиком в памяти. И мы не делаем никаких преобразований по ходу дела. Поэтому конкретно в данном сценарии, несмотря на то, что вот здесь показан просто такой вот паттерн, который наслечается в тех случаях, когда вы не можете выбрать, использовать стримы или нет. Например, если вам в HTTP сервер приходят в реквесте какие-то данные в телезапроса, но вам они нужны целиком потом уже как единый целый буфер, то вот как раз подобный паттерн вы там будете использовать, скорее всего. Но конкретно в данном случае для файла это на самом деле не имеет особого смысла. Здесь лучше было сделать просто readfile. Ну и опять же не забудьте, что если это текстовые данные, лучше сделать здесь в общем случае UTF8 и сразу получать по человеку строку. Но опять же в данном случае это не важно. Потому что вы в любом случае в любом случае да, в любом случае потом склеиваете как байты, как единое целое, и только потом уже это перевозаете в строку. А, здесь он даже никогда не перевозает в строку. Ну, со стримом запасили себя тем, что мы не знаем какого размера файла. А, в любом случае будет считан целиком в память. Вот, в эту переменную. А, конкретно перевоправляет сразу в этот файл. Да, то есть стримы они работают, позволяют нам экономить память и вообще работать хоть за бесконечными потоками данных, когда мы с ними работаем как стримы. То есть мы не сохраняем старые куски, которые нам пришли. Мы получили кусочек, что-то с ним сделали и передали дальше. Все. Он никогда нигде не должен сохраняться. А, извините, нет, все-таки да, я просто я не понимаю, что здесь не RS, а JS. Да, да, вот. Все-таки здесь, да, здесь есть важный момент в том, что здесь все-таки нужен стрим. Просто здесь порядок неочевидный, и перемены похоже, поэтому я запутался. Смотрите, мы здесь не из файла читаем. Мы здесь создали стрим из файла и запайпили его в jzipstream. А читаем мы уже из jzipstream, а не из файла. А не из файла. Поэтому в вот этой переменной бафер у нас не будет лежать файл. У нас будет лежать сжатый jzip файл в памяти. Затем, что это пример с да, с http сервером, и дальше мы его здесь закэшировали, и мы один раз его сжали, а дальше уже один и тот же сжатый файл все время отдаем каждому по каждому запросу. Ну да, ну для примера, конечно, было бы интересен сразу здесь это... По сути дела, может быть, если сразу из квеста... Да, если из квеста данные... Я подаю данные, не возвращаются сжатые. Еще не все данные ушли на сервер. Да, нам уже сразу пришел кусок сжата данных. Какого размера может быть? Да. Ну, здесь вот в этом примере просто какой-то индекс системы отдается. Вот, но да, то есть... Может, там даже есть такой пример? Не знаю. Нет, такого примера, наверное, нет. Ну вот... Все понятно, о чем идет речь? Посмотри, а если будет очень большой файл, то если он дата один раз только сработает? Нет, если он будет очень большим, как раз таки он будет сработать много раз. Проблема в том, что он будет файл. Да. А вот то, о чем шла речь... Во-первых, для наглядности можно было сделать здесь вот это по-другому. То есть не апофизировать изначально файл памяти сразу и давать уже закэшированный. Здесь сразу закэшированный, потому что он не меняется. вот, но... Интереснее действительно было сделать как минимум вот, fs. fs. . потом pipe ztrip.create.gzip или можно использовать то же самое. Давайте лучше, наверное, вот так сделать. И потом pipe.response. И вот таким вот образом мы каждый раз по каждому запросу будем читать файл index.html, нажимать его gzip. Вот только здесь клеят gzip. И отдавать его клиенту. Причем все это будет происходить как одно единое целое обочисление по ходу дела. То есть пришел кусочек данных по сети, мы тут же его... Попишем кусочек данных с диска. Мы тут же его сжали и отдали вот этот кусочек уже сразу клиенту, если это большой файл. Больше того... Ну да, опять же, поскольку pipe не дает сам все события, то здесь нужно будет сделать... Да, нужно будет здесь скорее идти на переменную, здесь сделать rs pipe, а здесь уже сделать rs on end response.close или там response.end, но это тоже, это очень важно. То есть помните, что события нужно все равно обработать самому. а другой вот интересная вещь, которую можно сделать, это то, что request это тоже... request это тоже стрим, поэтому поэтому мы можем request взять, запайпить в какой-то transform stream, который как-то его преобразовывает, потом запайпить в response. Причем в данном случае нам уже не нужно будет обрабатывать события SMB. В отличие от того с файлом. Знаете почему? Потому что request и response на самом деле как стримы это один и тот же сокет. А у сокета как гиперстрима у него события end и close синхронизированы. И поэтому... А хотя нет, 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 там не совсем так, да, потому что там же там это событие там синхронизировано, но при этом там как раз таки в случае с HTTP сервером, если мы при создании сервера не указали параметр allow have open false в получении там true, то там может быть закрытый request, а не закрытый response. Поэтому, да, если мы хотим, чтобы это был конец response, то все-таки здесь можно сделать после этого типа request on да, request on end response.close или response.ent но это тоже будет типа такого. Но еще по-хорошему нужно обработать события R и прочее, но это уже и сейчас сложнее получается. так, дальше. Ну и здесь понимаю, что кэш имеется в виду не наличка, а другой кэш. да, еще не чай очень радовался от этого кэша. Да, здесь тоже самый пример, только подготовленный как бы для обработки ошибок. то есть вот здесь сначала кэшируется память в файле киндекс.html уже сжатый. И когда вот эти вот все данные будут прочитаны, то взывается callback без ошибки и с этими данными. ну а еще тут чего не хватает, это действительно сделать rs он сохранить вот эту функцию, сохранить какую-то переменную и сделать именно новую функцию, чтобы у нее был какой-то идентификатор. потом здесь тоже ее убрать или а, хотя нет, дата на веном случае не будет приходить. здесь или убрать саму или сделать не он, а once здесь для того, чтобы мы не обрабатывали end, который будет после error. потому что может быть после error. здесь сделать callback от error и gs.onError ну вот так вроде бы все. вот тут уже получается та же самая буферизация в начале этого сжатого gtp файла, только мы обрабатываем ошибки и мы сначала пытаемся создать вот этот кэш и делаем это только в том случае, если нам это удалось. в предыдущем примере что-то не обрабатывались, если бы файлик не удалось перечитать, все равно сервер стартанул и ну отдавал бы нам просто ничего. хотя нет, мы все равно не стартнули. потому что события error никто не обрабатывал, а в ноде если никто не обрабатывает события error то же самое, что не обработанный exception. внутри event emitter есть такая логика, что если кто-то имеет события error на event emitter нет ни одного обработчика события error то event emitter просто кидает exception. вот надеюсь, что получается такая явная обработка ошибок. да если ну если это свалит зависит то есть если это смотря какая версия ноды нет в зависимости от версии ноды версия ноды это с промисами а с событием error в данном примере оно свалит процесс потому что у нас это все происходит прямо в первом синхронном контексте а если бы это уже было там в каких-нибудь левых синхронных контекстах то там уже там уже может не свалиться ну и еще один пример с файлами связанный со стримами в том числе с синхронностью вот вот немножко вот немножко хватит немножко истории и рассказывать о том насколько в стримах куча legacy и как хорошо должно было быть не получилось слишком сложилось посмотрим немножко на хорошие вещи то что существует сейчас в 2018 году во первых стримы в девятой десятой ноде являются асинхронными итераторами то есть вообще многие там говорят и часто слушают такое мнение в тытре многие писали о том что это ну точно так же как если бы в языке были type and array когда создавалась нода то никогда не было бы буфера там вроде но это это с этим никто не спорит это само собой разумеющееся потому что действительно получается лишняя сущность но со стримами вот уже не так это значит есть люди которые считают что если бы асинхронные итераторы существовали тогда то стримы тоже не нужны были бы потому что в принципе на асинхронных итераторах асинхронные итераторы по сути есть полуэйстримы только более эффективные и встроенные в сам язык на самом деле все не так однозначно потому что во первых никакого композа билоти у него нету он не функция он оператор оператора нельзя композировать во вторых во вторых во вторых ну сам сам итератор то можно было бы в принципе но в ржавском теле у итератора в принципе нет никаких комбинаторов как у функциональных языков программирования во вторых во вторых все таки все таки это только пул байса стримы а огромная часть функциональности ноутских стримов базируется на как бы push-based парадигме и том что кто-то какой-то пайп или еще кто-то записывает данные в стрим а не наоборот следующий пытается запрашивать данные с предыдущего ну и там еще много разной магии то есть возможно это можно было бы так сделать но тогда бы выглядело все совершенно по-другому и встроена бы тоже была бы совершенно по-другому но тем не менее поскольку в принципе асинфон-итераторы реализуют парадигму пул байс-стримов а среди прочего все прочее что в них есть readable стримы в ноде через через ну реализуют также и концепцию пул байс-стримов то сделать в них поддержку ну реализовать в них метод символ асинк-интератор который бы на самом деле просто как бы использовал под капотом он readable и read было совершенно несложно и как только в 8 появилась поддержка синхронных итераторов это моментально сделали поэтому с readable стримами вы можете работать вот таким вот образом в силу порывай да то есть вот эта штука происходит асинхронно это это for a weight который является является как бы синтаксическим сахаром для вот обычного weight а и ну точно так же вы разбирали вы разбирали на предыдущем на предыдущей части воркшопа как работают обычные стримы обычные итераторы у которых есть метод next да и цикл for of является всего лишь синтаксическим сахаром поверх вызова этого метода next то есть там это просто обычный как бы цикл while в котором вызывается метод next у итератора если в нем свойство done равно true то цикл завершается а если если false то текущее значение итератора это свойство data как он называется точно так же когда работают и асинхронные итераторы только у них этот метод next асинхронный и возвращает promise ну и for await это делает итератор когда стрям будет конец то итератор вернет свой объектик которым будет done и поэтому поэтому цикл for закончится а если ошибки да если ошибки не вообще не происходит здесь а слушает только вокруг for for да поэтому если ошибки то вот ну здесь мы берем и читаем по кусочкам вот этот файл и следующая вещь тоже связана с уже не стримами и не с синхронными итераторами а в принципе с файлами и с promise то есть то есть здесь может быть можно использовать также последние последние последних всех моды есть то что давно просили люди из коробочки поддержка операций с файловой системой которая возвращает promise еще нестабильная из из стабильного еще с восьмой ноды есть функции kill.promissify которая позволяет любой любую функцию которая возвращает который принимает callback подчиняющийся обычной rback сигнатуре то есть r и data обернуть в promise и можно было те же самые функции модуль fs еще чего-то обращивать по помощи этого youtube.promissify но оказалось что если использовать promise то некоторые совершенно по-другому строить control flow внутри вот этих функций которые работают с файловой системой то можно многие функции по работе с файловой системой переписать намного более эффективно и это казалось вот стало наконец-то тем фактором помощью которого через в течение многих лет вновь и вновь закрытых еще с тем же объяснение почему нода не будет этого делать все-таки убедить людей в том что это должно быть ну как то есть один из разработчиков ноды джеймс нэлл просто взял 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 pull request с прототипом вот этого модуля fs.promises показал из этих бенчмарков то что смотрите он работает на промисах но по производительности получается то же самое что без промисов хотя здесь получается которая более медленная эффективная а в некоторых функциях даже быстрее работает то есть в данном случае получается построить более эффективный control flow поэтому это действительно имеет смысл для производительности без этого конечно и говорит что здесь промиссify промиссify но так он получается намного более эффективный поэтому это может обертка ну да всякие накладные расходы поэтому это имеет смысл и поэтому даже те кто был очень сильно против этого такие ну да тут уже ничего не скажешь поэтому теперь в ноде также есть fs.promises и там есть ну реализованы большинство функций из модуля fs с нуля переписаны заново которые работают на промисах ну у нас по три варианта каждой функции синхронная синхронная почти каждая синхронная 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 и промиссифицированная ну и вот здесь мы берем читаем файлик по помощи fs.promises.it file он означает promise считанный файл мы его эвейтим и выводим на экран поскольку А мы сразу делаем caching. Это синхронная функция. Основная функция всегда возвращает promise. В данном случае она вернёт... Это у нас... Не случился return undefined? В моей функции то же самое, что вот эта. Но эта функция асинхронная. Если она возвращает не promise, то вернётся ошибка, да? Если я возвращаю здесь не promise, а что другое, в данном случае вот implicit.undefined, то то, что возвращается, в данном случае undefined, оборачивается в promise.resolve. Поэтому эта функция main, как асинхронная функция, в данном случае возвращает promise, который, если всё успешно, resolve в undefined, а если вот эта операция, или вот эти операции, или вот эта операция... Точнее, вот эта нет, кстати говоря. Здесь мы никакие ошибки не изучаем. Да, то есть вот здесь как раз-то нужно сделать onError и throwError, чтобы она работала. Ну, по крайней мере, то, что работает на promise, здесь автоматически нам будут обработаны ошибки за счёт того, как работает promise, и promise reject-нется, и поэтому я делаю ему catch и просто сразу маплю ошибку на consoleError. Ещё раз вопрос по поводу forError. Там можно всё-таки, по-моему, для forError и catch достаточно? Для forError и catch достаточно. Но дело в том, что это правда для асинхронных итераторов. Но асинхронный итератор у нас начинает работать начиная со этой строчки. И readable stream является асинхронным оператором. Но проблема в том, что функция fs.createRestream, она просто сдаёт из файла readable stream. Она ничего не знает ни о асинхронщине, ни об итераторах, ни о синхронных итераторах, ни о promise, ничего. Нужно обработать по-другому. Надо написать стрим и onError после нее. Хотя, хотя, хотя... Хотя сама функция create-нется, она ошибку... Она не сравнится. Да, не сравнится. А вот вопрос в том, может ли в стриме произойти событие onError до того, как мы начнём его читать. Потому что если нет... Оно никуда не попадёт. Оно в эту синхронную функцию не попадёт никак. Это просто ссылка на стрим. Понятно. Я имею в виду то, что если я сделаю стриме... В стриме может. Но dotaLock мы начнём его читать. Потому что если это может быть onError, dotaLock мы начнём его читать... Нет, смотри. Если create-readable stream мы создаём, а потом делаем onError, то сначала случится onError, а потом точно чтение. Оно же синхронно создаётся. Да, я имею в виду, может ли там... Оно вообще нитнется, dotaLock, который пытался читать. Независимо от порядка, как мы всё это считаем. Потому что если вряд ли, то тогда, в принципе, у этого достаточно. А вот если файла не существует... А вот если файла не существует... Дайте, если проверим, на самом деле. Create stream сровнится, если файл идёт. А, если файла нет, значит... А, всё. Если файл нам как студент привлёжно принесли сразу сюда. То есть, а кто туда не выходит. Да, в 18.00 нам нужно пойти в этот зал... Да, если create stream сровнится и с файла нет, тогда всё. Потому что она сровнится, а асинг-функция эту штуку отловит и просто зарежетит нам промест. Да. Поэтому тогда всё. Ок. Вот. Давайте запустим и увидим, что вот эта красота на самом деле работает. А, мы не включаем. Нет. Где какая версия... А, версия ноды? Девятая. А десятая есть? ТНВМ или НВС? ТНВМ. 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 Тривайт. ТНВМ. ТНВМ. Ну это в 10 Ryan, где есть асинфронные операторы. Ок. Давай я за это время ещё до 18 часов успею парочку примеров, которые просили люди. Какие-нибудь вопросы есть? Пока я показываю, пока я готовлюсь... Лёша вопросом. То есть если мы работаем с request и response, то есть все равно, и даже если мы request final response, все равно надо решить onerror, onclose. Ну там зависит. Потому что с одной стороны это socket. Причем это один и тот же socket. С другой стороны, этот socket может быть, у него есть настройка allow help open, он может быть как синхронизированным, то есть в том плане, что если закрывается читатель, то закрывается писатель наоборот. А может быть и нет. Это может менять. По умолчанию, если честно, надо глянуть в блогер. По-моему там даже по умолчанию не может синхронизировать, когда этого делать не нужно. Но если мы это поле поменяем, то тогда соответственно нужно будет или же вручную обрабатывать эти события и закрывать другую сторону тоже ручками, или же наоборот явно может быть такое нужно, что нам считывать уже никакие данные не нужно. Мы обрабатываем, мы обработали все, что нам писал клиент, и нам не нужно читать R2-стрим открытым. А представить мы будем, например, еще очень долго. Например, нам почитали какой-нибудь JSON-чик маленький, и дальше берем, согласно какой-то информации, в этом маленьком JSON-чик и кидаем любой очень долго какой-то стрим данных, с ним какое-нибудь изображение, например, да? Ну, то есть, у меня интересует вопрос. Ну, допустим, я вешаю кнопку. Папил, как раз, как раз. Вешаю еще и... Ты можешь открыть, пожалуйста, доку? Да, полонет. Говори, какую? А он уже от меня затратит. Какую? Ну что, секунду. Открою доку по ОНЕТ. Да. Что искать? Я просто свое смотрел. Покажи, пожалуйста. В частности, частности, частности. Сейчас. Еще ниже. Еще ниже, еще ниже. Хорошо. Хорошо. А, это, получается, не в сокете, это в HTTP-шных рекорд-экспрессах, да? Да. Тогда открой, пожалуйста, их. Еще раз. Странно. Что-то халф опыта тут нет. Наверное, на жесте слухи. В чем? В NET-же. В NET. Да, это будет. Вот. Угу. Это конкретно у сокета. По умолчанию там... По умолчанию FALSE. Да. И, значит, в HTTP надо, скорее всего, тоже. Просто халф опыта в options, и он в оголовлении не был вылечен. Мы его не могли найти. Да. То есть полузакрытое соединение по умолчанию запрещено. Ну, в ряд HTTP его будет, эту штуку будет менять, потому что такой смысл. То есть да. То есть если это ручками не изменять, то, значит, по умолчанию нет. То есть если мы западим просто request-response, то тогда, в принципе, нам обрабатывать on-end и делать клоуз ручками не нужно. Там... Спасибо. Да. Там... Клоуз-энд по умолчанию делают одно и то же. И поэтому если произошло событие on-end на реквесте, это то же самое, как если бы мы уже сделали... вызвали метод end на реквесте до этого. Но поскольку халф опыта в получении false, то если этого не менять, то сделать... вызвать точку end на реквесте или точку клоуза на на респонсе, или наоборот, это одно и то же, потому что это... это... две разных... как бы более высокую уровню абстракции, представляющие теперь request-response, оборачивающие один и тот же сокет и один и тот же диплэкстрим. Ага. Ок. Ладненько. Давайте я уже покажу несколько примеров, потому что у нас совсем мало времени остается. что я... Да, сейчас говорю. Вот еще связан с этим забавным момент, что так вот идиоматично вообще в... 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 вообще в принципе как бы в ноде, когда пишут какие-то что-то сервера и хотят закрыть response, то обычно пишут response.end. Хотя вообще... ну и в принципе это уже так делают все, это даже стал какой-то и то есть это идиомат. Если... 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 так... вообще подумать и посмотреть на интерфейс... стримов, и задуматься о том, что на самом деле это стримы, то вообще говорят, не совсем корректно, и это должно быть должно выглядеть как response.close, а не response.end. Просто это работает за счет того, что это диплэкстрим, причем и... конкретно этот диплэкстрим имеет как бы синхронизированные... and... сразу делает write и close. ну да это наверно знаешь из-за чего прошло это в самом первом примерчике вот который раньше лежал на странице но джесса там было написано . н и раньше просто страница была такая простая на ней там маленький веб-серверчик такой лежал кусочек кода его там было написано и уже все так и начали писать так лишь в 18 в зале а там все типа закрытия хорошо так смотрите у меня есть еще тут примерчик с сэндбоксингом который позволяет нам из нашего кода запускать абсолютно изолированные песочницы с другим кодом который мы можем читать из файлов или получать из базы данных получать по сети или каким-то образом другим они к нам приходят и я хочу показать что это гораздо более безопасно чем если мы делаем это и валом там короче не нужно абсолютно бояться динамически загружаемого исполняемого кода для этого нам понадобится что библиотечка в м которую мы подгрузили фс чтобы прочитать файл нужны будут таймеры потому что таймеры они на самом деле ниоткуда не появляются они таймеры и events они по моему инжектуются как раз уже в этот сэндбокс после его создания консоль точно также инжектается внутрь сэндбокса и сейчас покажу примерно как это происходит значит теперь мы заготавливаем вот такой вот справочник в котором мы готовим namespace то есть пространство имен которое будет видно в нашем вновь загруженном файле в модуле который мы подгрузим значит мы заготавливаем сюда модуль идентификатор чтобы его можно было написать модуль равно чего-то или модуль экспорт равно чего-то сюда потом кто-то нам что-то передаст значит консоль вы просто пробрасываем ссылку хотя это неправильно то есть из-за того что я тут просто пробрасываю ссылку они делаю обертку для этой консоли получается два песочник две песочницы могут друг с другом взаимодействовать через консоль одна консоль . чего-то подпишет другая консоль . чего-то прочитает если у них получается общие данные ну на самом деле это я сделал специально потому что тут в этом репозитории есть еще задание и там студенты это исправляют как раз то есть они делают чтобы консоль была безопасна для таких вот песочниц не просто пробрасывание ссылки дальше мы как раз оборачиваем require то есть мы в эту песочницу тоже отдаем require но этот require это наша функция которая изнутри вот отсюда вызывает require настоящий но кроме этого она проверяет если кто-то fs загружает мы его запрещаем загружать fs потому что это вот такой небезопасный модуль что мы делаем дальше дальше мы этот контекст который у нас в виде объекта пока существует мы ему создаем контекст . global и ссылку на самого себя для того чтобы изнутри этого контекста можно было писать global . что-то и человек тогда будет 10 global . что-то напишет тогда она попадет в контекст потому что вообще ссылку на контекст иначе человек никак не получит дальше мы вызываем крейт контекст передавая туда этот справочник и получаем оттуда сэндбокс который уже подготовлен для того чтобы в нем запускать код то есть пространство имен сейчас записано в сэндбокс дальше мы туда должны вовнутрь пробросить еще неймспейсы с таймерами и событиями чтобы оттуда обращаться к сеттаймауту к ивент-эмиттеру и всяким таким вещам дальше мы считываем исходники своего приложения которые мы запустим внутри сэндбокса вот application.js мы там запустим то есть у нас есть тут framework.js и application.js фреймворк считывает application и запускает сэндбокс вот мы в этот callback получаем src это наши исходники мы дальше видите что делаем мы оборачиваем эти исходники вызов функции только в отличие от ноды я это делаю вообще в одну строчку я вовнутрь пробрасываю только ссылку на API а вот сюда благодаря этому синтаксису подставление переменных внутрь строк видите с тиками это не кавычка а тик такой маленький значит сюда вставляются исходники то есть в этом исходнике можно будет видеть API . чего-то там оттуда мы тогда получим доступ к таймерам и ивентам дальше я делаю vm create script передаю туда исходники передаю туда еще таймаут дело в том что эти исходники могут быть такого вида или такого размера или так написаны что они в течение какого-то времени не запарсятся то есть кто-то может нам допустим туда запихнуть какой-то исходник который должен обрушить нашу эту систему мы конечно должны это обернуть в трай и плюс к этому еще и навесить таймаут чтоб случилась ошибка чтобы у нас дольше этого таймаута не парся без исходники если случилась ошибка все мы выходим из процесса ну в данном случае там вообще мы можем как-то по-другому это обрабатывать теперь мы имеем скрипт который создан через new script и имеем sandbox теперь мы можем в этом sandbox и запустить скрипт то есть он будет видеть как свой глобальный контекст этот sandbox мы делаем скрипт точка run in new context передаем сюда sandbox и тоже таймаут потому что скрипт естественно может там какие-то циклы крутить может быть как-то мешать выходу и завершению себя поэтому мы тоже должны навесить таймаут там у нас есть парсер таймаут тут экзакюжен таймаут и дальше у нас из этого скрипта экспортируется функция она всегда функция то есть это не экспортируется то что вы присвоили в модуль экспорт а так как мы обернули все вызов функции то это всегда функция поэтому у нас есть функция f и мы туда передаем API для того чтобы оттуда можно было обращаться к API таймеров и и вот теперь нам оттуда нужно прочитать все что нам этот скрипт выдал в модуль экспорт мы это можем прочитать из sandbox вот так сандвокс . модуль экспорт экспортированное все из этого скрипта выводим на экран если там опять-таки исполнение этого скрипта что-то обрушилось вот мы покидаем приложение и срываем эту ошибку и все но еще могут быть такие ошибки где-нибудь которые не обрабатываются специальным образом ну тут у нас их на самом деле практически негде произойти ну может быть кто не знает можно написать процесс он от код exception и тогда туда свалится все остальное все что у нас в 3 кэч не попало и все что не попало в обработку таких таймаутов и все что не передается вот в ошибки колбеков все остальное свалится сюда и кстати вот то что лёша сказал что если кто-то на и вот эмиттер пошлет ошибку никто на нее не подписался это тоже все придет сюда если у нас есть такой откат exception обработчик то у нас процесс не стопнется выполнится вот эта штука ну естественно что если уже дошло дело до откат exception это значит что где-то прервалась функция на середине и вообще нужно выходить из исполнения такой программы потому что ее структуры данных пришли в какое-то неконсистентное состояние и значит можно только что-нибудь там записать в логии выйти аккуратненько так спорим что у нас в блокейшене у нас отсюда мы делаем реквайер фс и реквайер нет но эти реквайеры это поддельные реквайеры которые мы туда в sandbox пробросили и консоль они консоль у нас настоящий это ссылка на настоящий консоль и модуль экспорт тоже наш поддельный в этом внутри этого апплекейшена реквайер и модуль экспорт поддельные мы симулировали то как это делает нода с реквайером и модуль экспорт я это запущу вот вы видите экспортирована функция туда и 5 и global изнутри печатается ну то есть видно все это дело сработало значит тут я хочу обратить внимание на несколько концепций во первых у нас тут есть dependency lookup и dependency injection кто понимает что такое dependency injection слышал понятие это а dependency lookup смотрите вкратце dependency lookup это то что у нас делает реквайер когда у нас есть встроенный механизм механизм модульности в приложении и само ну как бы сам модуль программного кода знает какие ему нужны зависимости он их запрашивает вот река реквайер это lookup то есть он говорит дай мне таймеры там где-то как сказать механизм модульности срабатывает ищет у себя в кише эти таймеры если их нету считывает их из модуля таймеров если нету такого модуля то воды модульс ищет если там есть такой модуль то подгружает этот модуль и отдает сюда то есть это происходит лука вот прямо этот исходник запрашивает у системы дай мне такой-то точно так же делает тут application только мы обернули этот require и вот в данном случае fs может быть не обязательно fs который внутри ноды а мы можем свой fs какой-нибудь другой подставить это может быть допустим модуль sandboxed fs который тоже вот наша комьюнити разработала сейчас боксов который умеет замкнуть код внутри песочницы вот как вы тут видите у sandboxed fs есть точка байнд и туда можно передать путь и тогда код не сможет выйти из этого каталога то есть он заперт в каком-то каталоге если кто-то делает вот так вот двоеточие двоеточие пытается из него выйти то не выходит вот кстати зашел автор этого модуля воля до да 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 sandbox fs да так вовремя зашел да так ну и вот в случае если мы делаем dependency lookup то если мы этот lookup делаем у ноды то нода сама не подставит вместо fs sandbox fs а вот таким вот образом если мы запускаем в песочнице то мы можем обернуть настоящий require и в случае если мы хотим замкнуть application в каком-то песочнице мы там подгрузим sandbox fs вместо fs а его вернем и оттуда уже все функции будут обернуты и безопасные и никто не доберется там до корневого каталога не стырит у нас файл файл с паролями не стырит конфиге там и так далее значит ну это был dependency lookup а где у нас тут dependency injection вот в данный код в application js инъекция происходит вот откуда берется функция require или откуда берется идентификатор модуль или идентификатор консоль или идентификатор require которые тут не объявлены ниоткуда не взяты это собственно они сюда вставляются или нодой или нашим фреймворком фреймворк делает инъекцию в этот код идентификатора API вот он нигде абсолютно в application не запрашивается ничего но используется вообще где-то да то есть как сюда откуда попадает API откуда сюда попадает идентификатор global они же нигде не запрашиваются мы их инжекты и консоль сюда тоже инжекты то есть когда само приложение вдруг начинает использовать идентификаторы не объявленные внутри и на самом деле мы ничего не можем без инъекции идентификаторов мы ничего не можем написать потому что иначе у нас бы не было ни require ни консоли не модуля вот ничего не экспортировали не импортировали и вообще как сказать но инъекция идентификаторов она происходит не явно и поэтому сильно злоупотреблять и тоже не нужно я вообще как-то мне вот не нравится что у нас в как сказать в любой кусок кода происходит инъекция с этой маутов сет интервалов там и всего этого тела ну это как бы часть языка конечно но мне больше нравится когда мы берем и импортируем его require timers или допустим у нас просто есть API.timers и там settimeout вот что делает settimeout в глобале или вот в просто в глобальном контексте application это не особо понятно он там просто исторически появился и как-то там живет такс ну значит это мы рассмотрели депрессии джекшен и депрессии лука из них есть еще более общая концепция называется инверсия управления инвершина в контрол это патрон собственно архитектурный патрон и депрессии джекшен является только от одним из его проявления но из реализации общей этой концепции которая говорит нам вообще о том что у нас есть какая-то системная часть приложения есть как минимум два слоя фреймворк и плакейшен то есть у нас фреймворк управляет плакейшеном он его создает среду запуска инъекты инжекты туда какое-то количество идентификаторов может в какой-то момент прервать исполнение этого плакейшена может подменить ему все что угодно и в общем случае может допустим по другому обрабатывать ошибки внутри него то есть если вдруг случается что фреймворк хочет обернуть весь application в домен он спокойно может перехватить все синхронные ошибки находящиеся внутри плакейшена потому что есть такая концепция кто видел домены многие это если мы пишем код на колбеках вот чисто на колбеках и у нас нет никакой возможности в нем скажем так делать три акцепты внутри колбеков не работают потому что мы написали три акцепта внутри три а синхронный вызов собственно сам возврат этого синхронного вызова он выйдет за пределы три акцепта ничего не перехватит а если мы а синхронный вызов внутри домена сделаем вы можете в доках посмотреть как выглядит такой синтаксис загуглив его через ноды api домен я его очень не рекомендую но иногда до сих пор встречается в приложении сейчас я покажу как это выглядит ну вот мы делаем require domain потом create от него у нас есть д домен мы можем у него навешивать обработчики ошибок и внутри вот этой функции run делать разные синхронные вызовы все что внутрь функции run попало все ошибки будут перехватываться доменом и вылазить вот из этой ламты ну это на самом деле плохой код и тут как раз об этом написано тут есть плохой код тут есть типа и хороший код пример вот матч бета но тоже нехорошо вот тут тоже используются домены так 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 вот создается дабе видите и внутри обработчика крейт-сервер там тоже дамы и крейт и точно так же там внутри случается трой но этот трой не ловит там где-то срывается ошибка в кейч она не попадает она попадает в домен и такой код тоже как бы не очень хорошо бы такой плодить то есть если вы хотите обрабатывать синхронные ошибки делаете это при помощи промисов при помощи асинк и вейта если вы увидите где-то кусочки кода с доменами это в бисе и но тем не менее фреймворк или там системная часть кода и даже до сих пор ноут gs повсеместно используют домены это происходит потому что не все пока что в ноде написано на просьбе на промисах и асинк и вейте и куча системного кода и куча прикладного входа в ваших приложениях тоже могут производить ошибки и все это дело будет приводить к крэшу программ так вот инверсии управления может допустим перехватывать при помощи домена обработку ошибок в прикладном коде то есть у вас есть более системный и более прикладной расслоение такое более системный может заниматься управлением зависимостями обработка ошибок какими-нибудь там логирование вот я допустим могу перехватить консоль лог во всех вот этих аппликейшенах вот видите тут я пробрасываю просто этот идентификатор консоль а вообще если я делаю вот такой sandbox то я просто могу взять сюда вместо консоль добавить вот такой вот свой объект сделать в нем метод лог какой-нибудь там написать туда кучу всего своего и просто писатель перехватывать консоль логе все консоль диры там и куча всего этого консольного интерфейса и писать его файл в базу данных отправлять его по сети куда-то на сервер логирования или чего-нибудь такое то есть благодаря тому что есть версии управления и код фреймворка может управлять тем что происходит в блоке еще не я могу просто все переопределить перехватить подставить и собственно примерно так делается в пресс-аппликейшен сервере там везде логирование проходит происходит через консоль лог только пишется но не в консоль а файлы и часть из этих файлов может может выводиться в консоль но это уже как бы опосредованно мы можем просто в конфигах отключить вывод консоль и консоль ноги перестанут вылазить в терминал так ну это про модульность было теперь я покажу быстренько еще у нас чуть-чуть есть времени про значит примеры с использованием библиотечки кластер child process и приклеиванием запросов кайпишникам значит те примеры которые обычно распространены с нодовским сервером они используют вот обычный нодовский сервер если вы его вот такой simple видели он просто делает create сервер вот такой этот create сервер садится там на какой-то порт определенный и оттуда начинает сервать если у нас машина 40 кор что нам делать потому что нода будет работать только на одном процессе и это как-то вроде не очень хорошо нам бы хотелось хотя бы еще несколько десятков кор использовать под родовские процессы у нас есть возможность нафоркать наши процессы много раз то есть у нас есть библиотечка кластер в которой есть метод форк и вот для того чтобы понять сколько раз их нафоркать мы еще имеем библиотечку о с и оттуда можем прочитать количество этих самых количества cpu да мы вызываем функцию cpu и оттуда лэнс это количество собственно оттуда возвращается array мы из него берем количество ядер выводим его на экран и форкаем этот процесс энное количество раз теперь каждый форк опять запустит вот этот сервер js файлик мы должны теперь разветвить его в этом месте если из мастер то тогда мы форкаем а если из воркер или из мастер фоллс там есть два свойства два флага точнее если это уже отфорканный процесс то он пойдет вот по этому пути и тут мы берем просто кластер воркер . айди для того чтобы понять какой именно воркер будет обслуживать этот запрос и тут мы делаем http.create-сервер получается у нас в мастере create-серверов нету зато в каждом воркере то есть их там расплодилось допустим 10 штук на каждое ядро в каждом воркере мы делаем create-сервер и вот этот create-сервер хотя он тут становится на определенный порт но на самом деле он на этот порт не становится и даже этот create-сервер вообще не исполняется он не байдается на этот порт а при этом библиотечка кластер пересылает запрос на создание на открытие сокета в мастер процесс там случается create-сервер и при этом в каждом child-процессе открывается через ipc интерпроцесс коммуникейшн открывается взаимодействие с этим мастером в мастер приходят запросы пользователей и транслируются в пользоваться в воркеры и внутри воркеров уже попадают вот в этот обработчик он реквест то есть на самом деле вот когда мы пишем create-сервер этот create-сервер переносится в мастер-процесс ну это одна штука и когда у нас очень много ядер на машине то есть если мы хотим сильно раз масштабироваться там еще где-то до 8 ядер это эффективно то есть у нас мастер-процесс принимает коннекшены распределяет их на воркеры те обрабатывают и свои ответы опять в мастеры тот отдает но как только этих ядер становится много процессов становится много мы возьмем откроем их там 20 или 25 и потом получается что у нас мастер-процесс если мы посмотрим в топе мастер-процесс 100 процентов cpu usage а эти воркеры там 10-20 такое прыгает и они никак не могут нагрузиться там раунд-дробином то есть кластер по дефолту распределяет все запросы пришел запрос следующего индекс в списке этих воркеров и в следующего это присылает как только воркеров становится слишком много года перестает нормально масштабироваться при помощи библиотечки кластер и тут я предлагаю использовать библиотечку во-первых child process и во-вторых я предлагаю в каждом процессе открывать свой сокет и тогда у нас получается что мы не можем использовать балансировку раунд-дробином каждый запрос не проходит через мастер каждый запрос приходит в конкретного уже воркера это значит что нам нужно балансировку куда-то вынести балансировку лучше всего вынести на клиент клиент тогда должен знать не только хвост мой порт откуда он его узнает он сначала должен обратиться на какой-то сервер сервер который на 80 порту тот ему скажет на тебе там значит порт 85 87 и 93 вот тебе три порта на первый из них подключайся если он упадет переподключайся на второй или допустим переподключайся на тот же а если он не открывается там то переподключайся на второй и это тебе запасной и и таким образом мы переносим балансировку в чайлд в смысле в воркер то есть воркеры принимают сразу запросы со своих портов и тут написан такой пример найти в сепи в мастере у нас загружается вместо кластера библиотечка чайлд процесс она точно так же форкается только сюда мы в форт передаем какой именно файл будет entry point в каждом ворке она запускает много процессов ноды и каждый этот процесс ноды это вот этот у нас есть базовый порт ну допустим тут две тысячи я взял дальше мы читаем переменные окружения из переменных окружения узнаем что мы запутали переменные окружения а параметры с которыми нас мастер наш мастер запустил этот воркер оттуда мы узнаем свой айдишник и прибавляем этот айдишник к базовому номеру порта и таким образом мы вот тут садимся на порт плюс айдишник нашего процесса в массиве который в мастере есть и теперь у нас получается что воркеров много у каждого свой порт сейчас я вот его запущу видите четыре штуки их 127.001 и так она какой у нас а двухтысячный и отсюда мы можем узнать из нетворка я там еще отдаю одишник в http заголовок куда-то сейчас реквест а вот процесс айди я прямо в http хейдер его отдаю 13 518 это вот 13 518 это первый воркер но мы отсюда сейчас какой тут теперь тринадцать пятьсот восемнадцать вот к одному и тому же все время идет потому что он свободен а двухтысячный точно 2001 идем сюда смотрим 13 519 на каждом порту свой процесс процесс айди такс но нам бы еще хотелось чтобы у нас при некоторых условиях нам бы хотелось чтобы у нас происходил ну с библиотечкой кластер опять покажу пример но чтобы у нас библиотечка кластер не раунд-робином распределяла а приклеивала по айпишнику к определенному воркеру определенный айпишник то есть каждый если с одного айпишника приходит все запросы идут именно на этот айпишник мы используем для этого во первых функцию которая умеет айпишник преобразовывать из строки в интежер в number она их просто делит по точкам а потом склеивает их со сдвигом на 8 бит и это получается число и мы можем это число делить вычислять процент точнее остаток отделения на количество ядер cpu и таким образом мы айпишник можем приклеивать к определенному воркеру вот у нас есть функция балансер в которую передается сокет мы вычисляем к какому воркеру это он приклеен и делаем send этого сокета на этот нужный воркер дальше у нас еще тут такой трик получается что мы видите когда делаем create server мы ему в listen внутри воркера мы ему в listen даем не порт и не пустой ну как бы функция не пустая а именно null туда передаем в этом случае create server создает просто заглушку то есть настоящего create server не происходит и в этот воркер мы можем присылать через ipc через межпроцессовое взаимодействие свои сокеты и эмулировать как будто эти сокеты вылазят из собственно как будто он listen дает их как это происходит процесс он message это мы подписываемся на события которые приходят с ipc значит если этот message помечен ключевым словом сокет тогда мы серверу имитаем connection и он считает что приходит connection и эти connection и все сваливаются в диспетчер вот сюда вот они оборачиваются в request и response и этот сокет который прислался на самом деле из другого процесса вылазит отсюда из диспетчера точно так же как будто бы listen происходил в этом процессе как это значит в мастер приходят connection и потом handle сокета передается через ipc в worker и там воспроизводится объект сокета в него вставляется этот handle и ответ уже приходит из воркера ответ тогда не из мастера происходит а уже из каждого воркера конкретно и вот в данном примере у нас собственно происходит балансировка с приклеиванием по any можно делать допустим балансировку с приклеивания по допустим по сейшен айд или балансировку с приклеиванием по логину пользователя или по уру ну так как нибудь по другому можно приклеивать главное чтобы мы могли вот этот вот ключ по которому мы приклеивать преобразовать интежер и поделить на количество воркеров, которые у нас есть. Я примеры на все эти, в смысле, ссылку на все эти примеры вышлю. Так, и тут у нас еще есть native async пример. Сейчас посмотрим, что он делает. А, о чем я еще хотел сказать, это вы тут видите, что у меня во всех примерах используется, я на примере симпла покажу, используется, во-первых, тут реализован роутинг на урлы, тут реализован справочник с разными сериализаторами и вот у нас тут имеется сколько? 45 строк, а это достаточно полноценный и расширяемый сервер, написанный без всяких фреймворков. Каким образом он работает? Он просто урл ищет внутри роутинга, потом берет, какой тип данных у нас взялся с этого урла, то есть, сейчас, 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 сейчас. он узнает тип, находит нужный сериализатор в списке сериализаторов, вызывает этот сериализатор, передает ему туда сами данные, тип которых мы взяли, и еще передает туда request response, если они там нужны. Таким образом, что получается, что если у нас в роутинге тут была ключ, какой-то урл, и значением там является строка, то эта строка просто отдается. Если значением является объект, то берется специальный сериализатор, который умеет сериализовать объекты. Объекты могут в ходе программы меняться, и каждый раз по ссылке браться новые. Мы их можем менять, и слэш-юзер, это не именно тот слэш-юзер, который вот тут присвоен юзеру, это тот юзер, который будет в момент запроса к этому юзеру. И тут может быть еще у нас по этим ключам еще и лямбды. И тогда эти лямбды вызываются, отрабатывают, то, что они нам вернут, сериализуются, и опять отправляются на клиента. Мне кажется, что вот такой способ написания роутинга с как бы расширением сериализаторов, справочника сериализаторов, справочника роутингов, он, ну, как минимум, нужно его знать, потому что я очень часто встречаю, что народ говорит, ну, надо взять какой-то фреймворк. Вот в ноде все есть уже, все прямо готовое лежит, поэтому посмотрите этот пример, и как бы это в общем я думаю, что он достаточно понятен. Так, я вам еще покажу уже совсем быстро только ссылку на кусочек кода и запущу, как он работает, покажу. Live Table, да, сейчас я запущу отсюда сервер, теперь на восьмитысячном порту у нас 127, оп, табличка вот такая произошла, оп, вторая такая табличка, они подключились, эти две таблички в AppSocket именно сервак, и вот видите, мы пишем в одну и оно появляется во второй. Удаляем и оно в другой удаляется. Как это делается? Да, вот сюда пришли события. Эти два приложения через сервак умеют обмениваться событиями. Я вам только покажу, что кода тут 43 строчки кода, а клиент у нас 55 строчек кода. И вообще никакого фреймворка нигде не используется. Везде все ванильный JavaScript. Такс. А, ну да, используется библиотечка VS, WebSocket. На самом деле на клиентской стороне она нам уже не нужна, потому что WebSocket встроены в API браузера, и нам вот как бы что обычно люди начинают использовать, когда нужно сделать интерактивное приложение. Гуглят, оно им находит там какой-то этот самый Socket.io или какой-нибудь там фреймворк, и у нас все уже есть в браузере. Socket.io был нужен пять лет назад, когда всего этого в браузере не было, а теперь оно все встроено. Поэтому ну, просто нужно на стороне сервера реализовать WebSockets, а они уже достаточно хорошо реализованы в библиотечке, которая называется WebSocket.io А на клиенте вообще ничего не нужно. Так что вот такой вот пример, можете его посмотреть, он очень простой, и я вам ссылку тоже на него пришлю. Так, ну хорошо, нам нужно уже 18 часов, нам нужно переходить в зал А, так что спасибо, что вы